Влад Женевский Веки Читает Александр Водяной Десять раз в минуту. За окном что-то строят. Уже не первый месяц. Но смотреть на это интереснее, чем работать. Сигареты в зубах он облокачивается на подоконник и созерцает окрестности. Его карие глаза устроены в точности, как у миллиардов других людей. Десять раз в минуту срабатывает защитная система. Мозг подает сигнал, сокращаются миниатюрные мышцы. Веки опускаются и возвращаются на место. И он моргает. Хлопок. Века упала и поднялась. Другой, третий. И каждый раз привычный ко всему сетчатка записывает одно и то же. Краны, балки, вагончики. Однако в промежутках десять раз в минуту его разум погружается во тьму, где лишь иногда пляшут смутные блики. Память о неярком осеннем солнце. Сигарета докурина. Последний взгляд на городскую скуку — хлопок век. И тогда он замечает. Глаза широко открыты. Перед ним все те же краны и вагончики. Но что-то изменилось в нем самом. Какая-то картинка. Какая-то картинка будоражит его мозг. Не дает покоя. Расплывчатое нечто, возникшее по ту сторону век. Вот оно, совсем близко. На краешке памяти. Но поймать его непросто. И он моргает, моргает, моргает. Видясь каждым разом, все больше, все четче. Стараясь рассмотреть. А когда ему это удается, бросается вон из кабинета. Он несется по коридору, опрокидывая мебель, натыкаясь на сослуживцев, вереща, как недорезанная свинья. Кто-то его останавливает. Он глупо таращится на людей и выстокивает зрачком азбуку морзе. И шепчет громко, шипящий с корговоркой. Я вижу их, вижу, вижу. Мгновение кошмара, хлопок. И вот опять вокруг него стены постылого офиса, пиджаки и юбки, дурацкие вопросы. Но ведь было что-то и до них. Это хочется вырезать из мозга и выбросить в бак на первом этаже. Что-то бледное, холодное. Он моргает и видит снова. И тут его уже не могут удержать. Хлопок, и под ним серая лестница. И под ним серая лестница, по которой он за шесть лет сделал столько ненужных шагов вверх и вниз. Сейчас она мчится в перегонки с его обезумевшим телом. Откуда-то напрыгивают повороты и площадки. Но надо бежать, 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 чтобы не дать глазам закрыться и не впустить в ту черноту. Но веки неумолимо падают. И он опять в пустоте, где тускло мерцают чьи-то бледные щеки. Пара за парой подплывают они сквозь холодное ничто к нему, неподвижному, а между ними хлопок. Изумленные лица охранников. Те вскакивают, чтобы схватить его, но он оказывается проворнее, и он уже на улице. Он должен быть быстрее ветра, молнии самого света, потому что только так можно обмануть эти складки кожи, что падают, как лезвие гильотин, обогнать, перехитрить в веки. Двадцать секунд, тридцать, сорок. Ларьки, деревья, столбы, машины и темнота. Короткое затмение, один лишь миг, но и его довольно, чтобы придвинулись ближе, белое, как молоко, губы. А ноги оказались бесполезны, без головы поводыря. И теперь их хозяин катается по грязному асфальту. Он отчаянно цепляется взглядом за камешки, окурки, фантики, коричневые ботинки и рыжие туфли, пытаясь усилием воли удержать все это в чумных ямах, что зовутся обычно глазами. На верхние веки сползают к нижним, а белые губы раздвигаются, и за ними нет языка. Но человек знает, будет поцелуй и не один, потому что где-то рядом бледнеют другие тела, жаждущие его. Глаза открываются, над ним склонились прохожие. Им и противно, и сладко глядеть, как он силится влажными пальцами, удержать распухшие веки. Ах, не кстати, потекли слезы. Пальцы соскальзывают, белые губы размыкаются шире, загадочно кривятся, и сквозь улыбку видны другие губы и щеки и тонкие белесые тела. Ничего, кроме них, и пустоты. Ничего, кроме них, и пустоты. Левой рукой он ощупывает в кармане пиджака перочин и ножичек. Но тот будто выпархивает из ладони. Его сочли опасно. И тогда он вспоминает о нестриженных ногтях. И под жуткие вопли зевак уничтожает наконец адские врата, которые кто-то устроил у него на лице. Он смеется. Десять, двадцать, тридцать секунд. Десять, двадцать, тридцать секунд. Перед ним лишь неясный свет, который заменит отныне все краски и формы. Сорок, пятьдесят, шестьдесят. Он слышит топот вокруг себя, но счастлив, что не видит этих ног. Семьдесят секунд. Смех обращается в виск, потому что уходит зрение, а с ним и разум проваливается во мрак. Люди, бегущие по пыльному асфальту, прочь от тела в корчево, не знают, что где-то далеко, по ту сторону век, оно сочетается странным браком. Оно сочетается странным браком. И пускай оно кричит Белые губы целуют беззвучно. Белые губы целуют беззвучно. 2006 год Владислав Женевский Идолы в закоулках Читает Александр Водяной Глухо брякнув об асфальт, по переулку покатилась жестяная банка. Стены в пять этажей здесь почти смыкались, и в кирпичном ущелье звук отдавался, как раскаты далекой грозы. Насквозь просвет между домами проглядывал сентябрьский ни облачка, ни птицы закат. Силуэты антенны на крышах врезались трещинами в небесный янтарь. Посреди переулка, не выйдя еще из тени, беспокойно вертел головой невысокий человек. В рыжем вечернем свете его лицо походило на ущербную луну. Лицо не было ни безобразным, ни привлекательным, просто испуганным. Он остановился, когда тишину нарушил внезапный звук. Из мусорного бака выпрыгнула мятая банка, наткнулась на его ботинок и отскочила назад. Теперь она едва заметно покачивалась. Но насторожился человек из-за другого шума. В двух шагах от него словно кто-то втянул силой в воздух. Человек оглядел стены и баки. С них тупо таращились меловые уродцы, исполненные с разной степенью мастерства. Мусорные пирамиды возвышались над краями баков, распространяя зловоние. Местами на ржавом металле обнаружились дыры. Банановая кожура и молочные пакеты свисали из них будто чьи-то мертвые руки. Все было неподвижно и безмолвно. Человеку вдруг подумалось, что шумели наверху, и он в страхе поднял взгляд. Дом по левую руку был более старой постройки. По всей стене тянулись ряды кованых балкончиков. Дверные проемы на них были заложены желтым кирпичом и на сером фоне казались бельмами. Балкончики пустовали, правая же стена была совершенно глухой. Человек вздохнул и поплелся к выходу на улицу, вытирая ладони об рюки. Он заставил себя не глядеть на баки, мимо которых шел. На углу уже в безопасности тротуара обернулся. Над перилами балконов склонились закатные тени, переулок погружался во тьму. Он зашагал по тротуару, чуть торопливее, чем ему представлялось. Став студентом, о семье своей Игорь вспоминал редко. В детские годы все было иначе. Двухкомнатная квартира, где учились они вчетвером, заменяла ему вселенную. Вне ее пределов существовали лишь нераскрашенные картинки. Школа, улица, деревья, машины и собаки. Родители не могли нарадоваться на мальчика. Тихий, послушный, внимательный. Наказаний, в отличие от сестры, Игорек не знал, а к поощрениям относился равнодушно. В учебе он успевал с самого начала. Чуть вернувшись занятий, садился за уроки, разом все запоминал, чтобы забыть до завтрашнего дня. И шел смотреть, как отец читает или как мать варит суп. Если велели гулять, он гулял. Друзья у Игорька водились и во дворе, и в классе. Когда надо было на что-то поглазеть или куда-то слазить, звали его. Молчаливый он умел составить компанию, не создавая неудобств. Случалась драка, Игорька не трогали. Причем как-то случайно. Трусом он не был. Бог рано появился в его жизни. Однажды, когда мальчику было 4 года, мать показала ему картинку со странным лицом. Лоб расцарапан колючками, но в бороде прячется улыбка. Это наш Господь Бог, сказала мама. А что он может делать? спросил Игорек, что-то уже об этом слышавший. Все, ответила мама. Она научила сына непонятным словам, которые он, впрочем, запомнил с легкостью, и наказала читать их перед картинкой по утрам и вечерам или в любое время, когда станет тяжело. Поначалу Игорек был прилежен, по воскресеньям его брали в церковь, место полное печальных лиц, свечей и шепотов. У храмовых дверей он всегда замирал на миг, выуживая слова из памяти, и лишь тогда вступал под сумрачные своды. Но как-то вечером они с сестрой сидели одни дома, родители задержались. Сестра болтала по телефону, Игорек оставил ее и пошел к полке, на которой стояла картинка, чтобы прочесть перед сном слова. Вдруг задребезжали стекла, мимо проезжал грузовик, картинка зашаталась и свалилась на пол. Бородатый дядя уткнулся носом в палас. Игорек хотел было его поднять, но передумал и сказал «Бог, подними себя!» Но картинка не двинулась. «Бог, поставь себя назад!» Ничего не произошло. Тогда мальчик сам вернул Бога на полку и отправился спать глубоко разочарованным. Слов с того вечера он не читал, а мать за этим уже не следила. С подростковыми прыщами пришли и неприятности. Сверстники наконец увидели в нем белую ворону. Если прежде он служил выгодным фоном, то теперь стал добычей. Его начали травить. Выскочила точно только и ждала своего часа кличка Хорек Игорек. И в самом деле глазки у него были маленькие, галечные, а нос заметно выступал и тянул за собой толстые губы. Завершали сходство руки, те словно приросли ладонями к телу и нечасто поднимались без надобности. Особенно не взлюбили Хорька девочки. На первых парах его обсуждали за глаза, потом принялись унижать поодиночке, парами и в компаниях. Он был аккуратен и чист, а говорили, будто от него воняют. Он кашлял, от него заразного, все отсаживались подальше. Как-то весной, возвращаясь после очередного мучительного утра домой, он вспомнил о заброшенных молитвах. Зацарапалась совесть. Игорек побежал в церковь. Молился он неистово, хоть и по-своему, но на следующий день в школе было только хуже. Он побывал в церкви еще пару раз, но тщетно не помогало. От смешанного запаха ладона нищеты Игорька тошнило, и больше он этих дверей не открывал. Пора влажных снов и первых поцелуев принесла Игорьку одни страдания. Он был невидимкой даже для самых невзрачных одноклассниц. По ночам он пропускал через воображение шеренги обнаженных девочек и женщин, актрис и певиц. Однако днем из-под неумела накрашенных век его встречала не страсть, а презрение. В конце концов Игорьку стало чудиться, что даже девушкам в порно-журналах противно, когда он их разглядывает. И тогда он окончательно замкнулся в себе. Приходил точно к началу занятий, не отвечал на насмешки, на переменах оставался за парты и смотрел куда-то в пустоту. Одноклассники подозревали, что он обдумывает месть, но они ошибались. В минуты, когда галечные глаза пустели, их обладатель не думал ни о чем. Его стали называть Харьком Маньяком. Родители ничего не замечали, они гордились умным и любящим сыном, но тот их не любил. Они единственные относились к нему по-доброму, и Игорек отвечал им тем же, но чувств глубже этих в его душе не находилось. О сестре, уехавшей учиться в другую область, он вообще забыл. С учебой было по-прежнему. Знания застревали в его мозгах, как в болоте, крепко и без пользы. Игорек мог рассказать любой урок, если того просил учитель, но по своей воле не вспомнил бы даже коротенького стишка. Этих способностей ему хватило, чтобы получить серебряную медаль. Он никак не мог выбрать будущую профессию. Ничто не влекло его. Когда родители предложили социологический факультет в экономическом колледже, Игорек согласился. Вступительные экзамены он сдал без труда и в сентябре уехал. Как и раньше, держался Игорек особняком, однако сейчас его никто уже не донимал. В общежитии его заселили к такому же тихому пареньку. Иногда они говорили об учебе, но обычно занимались каждый своим делом. Понемногу Игорек привыкал жить без родителей. В группе он ничем не выделялся, всего лишь фамилия в списке, которую не слишком часто называют. О хорьке здесь никто не знал, и он превратился в Игоря. С парой студентов мог перекинуться словом, нескольким давал списывать, для остальных же попросту не существовал. Но он был доволен такой жизнью. пока не влюбился. Это был уродливый район. Дома кирпичные, похожи на тюрьмы, и панельные дома, будто сложные с кубиков идиотом-великаном. Однако и те, и другие Игорь видел каждый день. Вот уже два года и, проходя мимо, замечал ровно настолько, чтобы не налететь на стену. Сумерки сгущались, он огибал прохожих и рытвины в асфальте, скорым шагом пересекал узкие улочки, едва не переходя на бег. Страх посещал его нечасто, скорлупа апатии не пропускала в душу ни голливудских монстров, ни отморозков из-под воротин. Если бывало в комнате посреди ночи газ-свет, Игорь морщился и только. Когда-то сестра пробовала его пугать, выскакивала из-за холодильника, натянув на голову черный чулок, забиралась под кровать и хватала брата за ноги, шептала ему ночью в ухо. Но брат, вопреки ожиданиям, не выкриковал и не плакал, а лишь вяло говорил «А, это ты!» Однако что-то изменилось с тех пор. Под кожей он словно чувствовал еще одну из-за льда. Страх шевелился в груди, нежно, почти любовно сдавливал легкие. Переулок оставался далеко позади, на запах отбросов, мучил ноздри и туманил разум. Все можно было объяснить просто. Банку задела крыса, а шум доносился из канализации. Игорь хватался за эти объяснения, но разум соскальзывал с них. Сотни раз он ходил этим переулком, а может и не ходил. Игорь лихорадочно рылся в памяти и нигде не находил кованых балкончиков и изрисованных баков. От этого хотелось кружиться на месте, как собака в погоне за собственным хвостом. Да, в тот проход он забрел случайно. Пошел от колледжа новым маршрутом, думая срезать. Как всегда забылся. Очнулся, услышав тот звук. И началось. А что началось? За строем чахлых тополей медово светились огне общежития. Игорь зачем-то двинулся через кусты по липкой глине в стороне от людей. На углу остановился, безотчетно потянулся вытереть ладони об рюки и нащупал влажную ткань. Видно, он терзал штанину всю дорогу. Что это? Он сходит с ума? Еще не осела дневная пыль. Здесь, в городе, ее предпочитали воздуху. Игорь учащенно дышал, и с каждым вдохом наркотическая сила привычки вливалась в него, изгоняя все волнения. Убогое здание общаги будто шептало, что ничего странного и ненормального в его стенах случиться не может. Понемногу Игорь успокоился. Глупая тревога ушла. Он двинулся к ходу, готовя пропуск для вахтерши. Идя по четвертому этажу, он, как обычно, задержался возле комнаты 415. И вдруг все понял. у него расстроились нервы, но причина здесь загрязна белой дверью. Она была здесь уже почти два года. Когда он вошел в свою комнату, сосед спросил, «Ты что так долго сегодня?» Игорь ответил чуть погодя, да заблудился. Утро. Низко гудят лампы над головой. Их свечение мертво. В нем все кажется искусственным. Предметы, люди, звуки. За окнами предрассветная тьма. Она притворилась космической. Но этого никто не видит и не страшится. Парты стоят в шесть рядов. Головы над ними и на них почти одинаковы. На светлых и темных волосах, как нетающий снег, лежит дымка сна. Лишь тринадцать подбородков не клонятся к полу. Дюжина на первом ряду удерживает взгляд лектора. Они колышутся в ритм указки. Он застыл перпендикулярно столешнице. Может, если он дрогнет, окренится потолок, проварится пол. Настолько он неподвижен. Чуть выше подбородка мясистые складки губ. Они едва заметно двигаются, но не слышно даже шепота. По бокам вытянутого носа, будто артиллеристы у пушки, засели мутноватые глаза. Они смотрят прямо туда, где на рыжую вязаную кофту падают застывшие струи волос, до того черных, что о других цветах и не вспомнить. Глаза изучают форму и находят ее совершенной. Это каскад фонтанов, струящих бархатную нефть, затылка на уши, с ушей на плечи, с плеч на тонкие руки. Происхождение религии, бубнит лектор, уже со времен просвещения связывают с потребностью человека в моральных ограничителях. Лектора можно простить из-за толстых линз очков ему не разглядеть, как прекрасны эти волосы. В их переплетениях, если присмотреться, кроются волнующие картины. Вот какой-то юноша, обнимая девушку за талию, их лица сближаются, делаются крупнее, уже можно разглядеть отдельные черты. Но черная волна смывает их. Теперь видны только женские плечи. Их ласкает, насыщая ветром прозрачная ткань. Они превращаются в крылья и ногое тело взмывает в небо. Накатывает новая волна и вот уже мягко вырисовываются округлые холмики грудей. Мужские пальцы скользят по ним, как осенний лист по воде, и они вздымаются чаще. Со временем, однако, человечество стало применять и другие виды ограничителей. С трудом перебивая гудение ламп, бормочет однотонный голос. И самый важный из них не абстрактная сущность, бог или любовь, а благо самого человека. Под подбородком на столешнице лежат затянутые в клетчатые рукава предплечья. Бледные кисти на их концах потихоньку ползут к переднему краю парты, но, опомнившись на пол пути, вздрагивают и поспешно отступают. Не может быть выше гуманистических ценностей человека, его прав, обязанностей и потребностей. Оглушительно прокатывается по зданию звонок. Тут же открываются десятки ртов, все приходит в движение и аудитория стремительно пустеет. Пестрый поток уносит с собой и рыжую кофточку. Наступает беззвучие. Сквозь стекла льется шафрановый свет. Солнце успело незаметно встать. В центре комнаты, как издыхающие насекомые, трепыхаются чьи-то бессильные руки. Он влюбился мгновенно и естественно, будто в душе открылась заслонка, выпуская ревущие пламя. Как-то само собой получилось, что во вторник Игорь жил как обычно, а в среду уже любил тихо, но до безумия. Это случилось вечером. Идя на кухню у лестницы, он встретил незнакомых студенток. Они о чем-то щебетали и смеялись. Игорь недолюбливал шумных людей, однако неловкие положения и ссоры ему претели еще больше. Он намеревался бросить на девушеку коризненный взгляд и пройти мимо, но тут он увидел ее. Игорь пошатнулся и застыл посреди коридора. Ему померещилось, что в коридоре сверкнула черная молния. Сверкнула и поразила его. Смоленые волосы, зеленые глаза, белая улыбка. Она заметила его, что-то шепнула подругам, расхохотались и ушли. Игорь стоял пялисим вслед, а туман его жизни редел, и по лазоревому небу уже плыли сахарно-белые облака. Привыкши быть отверженным, он не думал за ней ухаживать. Даже имя Мария он узнал случайно, рыская вблизи нее, как в заправдышний хорек. Она училась в другой группе, и это осложняло дело. На потоковых лекциях Игорь садился где-нибудь возле, но никогда не вплотную. Во время перерыва вкрутился у досок объявлений и окон, то и дело бросая вороватые взгляды в толпу. В общежитии по сто раз на дню ходил мимо ее комнаты. И все мечтал, мечтал, мечтал. Они были туманными, эти дневные и ночные грезы. Мария представлялась ему то в пышных платьях, среди великолепия и роскоши, то в повседневной одежде, то иногда, и он тогда сам стыдился, обнаженной. Неизменной в этих видениях оставалась лишь ее красота. Сначала ему верилось, что даже так можно жить вечно. Но время шло, жажда делалась нестерпимой, а Игорь все безрассуднее. Он подслушивал у ее двери по ночам, смакуя голос, пропуская слова, раздевая ее глазами, еле сдерживал руки, чтобы удержаться от соблазна, блуждал по улицам. Учеба давно уже не спасала. Однажды в апреле молодое солнце напомнило о том дне, когда он искал спасение в церкви. Тогда его молитвы не были услышаны, и сейчас Игорь со всей силой откровения понял, почему. Он не того просил. Все показалось да смешного простым, Бог выполнит это желание хотя бы потому, что здесь он просчитался. Такая сильная любовь не может быть безответной. Богу нужно лишь намекнуть. В новой церкви за голубыми стенами было пусто и темно. Игорь встал перед большим распятием и в третий раз испытал Бога. Он изложил все просто, рассказал какая она и как он ее желает. Бог на кресте молчал, молчала роспись куполов, таинственно горели свечи, а человек уже жил надеждой. Обратно он ехал сам не свой. Тянулись дни, Игорь тщетно искал знаков, но все было по-прежнему. Он ждал и ждал, пока не стало ясно, что Бог вновь обманул его. Игорь рыдал в подушку. Без того малорослый, сейчас он казался себе совсем крошечным. В отчаянии он решился на безумство. Еле переставляя ноги, добрался до двери 415 и постучал. Из комнат вокруг доносился смех перемешку с дерганой музыкой. Открыла Мария. Черные потоки свободно спускались по плечам. «Привет», сказала она. Игорь не был готов отвечать. Слова в сумбуре грез всегда стушевывались. Все происходило само собой. «Ну, зачем пришел? Говори». Мария чуть нахмурилась. «Но ведь она первый раз смотрела на него и обращалась к нему и через секунду дверь захлопнулась. Она сказала кому-то, да это приходил как его из 423. Он вернулся к себе. Сперва было очень слишком горько. С собственным ничтожеством он свыкся уже позже. Безликая мглистая осень. Здания, слившись с октябрьской серостью, обратились в скалы. По ущелям плетутся редкие фигуры. Никто не поднимает глаз. Все опасаются обвала. Автобусы неслышно, как горные драконы подползают и утаскивают путников куда-то в туман. Голые деревья возвышаются стеллами погибшим. Через перевалы пробирается щупленький юноша. Сквозь бурную кортку просачивается промозглый холод. Иногда паломник останавливается поглядеть в слепые озерца, разбросанные повсюду на его пути и в бензиновом зеркале некрасивое лицо искажается до уродства. Юноша бредет дальше. Часто он поскальзывается лишь чудом не срываясь в грязной пропасти. Ему встречаются асфальтовые долины, где под ботинками хрустит стекло, останки ушедшего лета, чьи-то силуэты исчезают в жерлах подъездов. Мгла густеет, юноша уже не разбирает тропы. Голова склоняется ниже, руки никнут к телу. Хребты отступают в белесую неизвестность, и он остается один. Шаги падают в дымку, как густые капли, потом теряются и они. Тишь и пустота. Изнаренный паломник опускается на невидимые камни, глаза ему блекнут, и лишь на дне где-то остается черное пятно. Чувство обволакивает забытье, но вдруг кто-то задышал совсем близко, тяжело с присвистом. Чуть приподняв веки, юноша различает затейливые прутья старых балконов. В ноздри пробивается мусорная вонь. Он встает на ноги, между двух верениц баков, плетущихся куда-то в молочное марево. Справа порыжевшее железо раздается в стороны. Из щели и доносится дыхание. К нему примешивается негромкий скрежет. Юноша все вспомнил, но бояться ему уже незачем. Он хочет узнать раз и навсегда, что прячется там. Но не ступив и трех шагов заходится в кашле. Его скручивает. Он хватается за бак, обрушивает гору мусора, валится на четвереньки. И видит Идола. Тот похож на сердце, только что вырванное с чьей-то сильной груди. Он покрыт огненно, ядовито рыжими волосами. В центре тела сокращается красный трещиноватый кружок, в который со свистом и толчками входит в воздух. У Идола пять суставчатых ножек, на вид очень хрупких, словно надломленный тростник. Каждая заканчивается чем-то беловатым и острым. Самая длинная скребет в стенку бака, легонько, как будто в задумчивости. Идол возлежит на кипе размокшего картона и требует поклонения. Дженс юноши пропитывает холодная жижа, колени соднят, но встать нельзя, потому что мышца под его ребрами теперь пульсирует в такт рыжей массе. Они связаны незримой нитью. Если ее оборвать кто-то умрет, а может и оба. И он подползает ближе, от вони и ярости мутит. Когач отрывается от бака, описывает в воздухе петлю, приближается к живой плоти. Ножка изгибается, как велосипедная цепь, и суставы тихонько потрескивают. Сквозь одежду юноша чувствует слабый укол. Еще один идол ищет дорогу. Кончик ножки ползет по куртке, проникает под воротник, свитер, футболку, спускается по шее, останавливается на груди. Прикосновение леденит. Миг боли, и по коже потекло что-то мокрое. Идол учит юношу языку крови, и с каждым ударом двух сердец страх отходит, поступая наслаждению и смутной надежде. юноша рассказывает идолу о своей настоящей боли. Он густо вымазывает болью ладони и притягивается к идолу, чтобы тот почувствовал запах боли, в котором смешались аромат ее тела и помойный смрад. Коготь глубже входит в его грудь, и надежда взрывается ослепительной алой вспышкой. Гопля! Мажоры снова загоготали. Один из них, стрижный под пони брюнет, выдавливает в щель между верхней губой и сигаретой. Хе, коротый старик, а брейк изобразить слабо, тогда точно дадим. Улицы по-вечернему оживлены. Мелькают куртки, пальто, темных тонов в здешнем климате цвета быстро тускнеют, автомобили тоже сливаются с грязью и асфальтом. Только оранжевые карусы будоражат зрение, но их мало, и люди на остановке в полголоса ворчат. Посреди тротуара стоит полукругом кучка парней, хорошо одетых и слегка хмельных жеребчиков. Их обходят, перед ними переминается с ноги на ногу мужичок в мятой олимпике, невзрачный, растрепанный. Слово «брейк» ему вновь, но что-то ведь надо делать. «А вот и не слабо, хе-хе-хе», выскрипывает он, и принимается дергаться, будто механический танцор на часах. Выделывает коленца полузабытого твиста, переходят вдруг на гопак, чуть кружится как в вальсе, и перемежает все внезапными руками и изгибами, надеясь потаенным овосем, что между его вывертами и таинственным брейком найдется хоть что-то общее. Игорь, наблюдающий за этим из-за выступа серой хрущевки, гадливо морщится. Таких зрелищ он обычно сторонился, но сейчас вынужден смотреть. Жеребчики ржут как ошалелые. Брюнет с челкой забывшись выпускает из зубов сигарету и она тлеет теперь в опасной близости от левого ботинка стильного черного армании. Пахнет паленой кожей. Брюнет хмурится, глядит вниз. Давит бычок и толчками приводит остальных в чувство. Все еще давясь смехом они двигаются прочь. Бывай, алканавт. А тот увлекся не на шутку. Он продолжает самозабвенно выплясывать, пока не замечает, что зрители ушли, не расплатившись за представление. Бросаться им в догонку нет сил и он чуть не плача кричит «А деньги, мужики?» Мажоры, отшагавшие уже далеко, отвечают в разнобой «Перетопчешься, пьянь!» И Брюнет добавляет «Хе-хе, это был не брейк!» Рослые фигуры вновь скрючивает от хохота. Вскоре они теряются из виду. Игорь потихоньку выходит из укрытия и приближается к алкашу. Тот, привалившись к столбу, переводит дыхание и матерится. Фарс на остановке закончен. Прохожим и пассажирам маршруток будет о чем рассказать в семье. Хе, допился алкан, цирк устроил на улице. Его пожалеют или осмеют и как-то взгрустнется всем. Однако толстые губы Игоря расползаются в улыбку и непривычный к веселью рот сводит судорога. Лишь напялив маску угрюмости, которая была до вчерашнего дня его настоящим лицом. Игорь отваживается тронуть алкаша за плечо. Тот лениво оборачивается, от него несет перегаром. Че тебе надо? Буркает он. Какое-то мгновение Игорь мнется. Таких предложений ему не приходилось делать. Он вообще не любит разговаривать с людьми. И потому дико незнакомо звучат слова, произнесенные его голосом. Ты это выпить не хочешь? Пока алкаш недоверчиво изучает маску, под которой прячется не радость уже, а страх, все тело Игоря словно пульсирует. Это биение рождается в полусвете заброшенного переулка среди запустения и отбросов. Незримая нить, прикрепленная к сердцу, натягивается. Э, а че, у тебя есть? Нить превращается в струну. Да, есть. Пошли, тут недалеко. А с чего такая вдруг щедрость? В тоне недоверия в зрачках алчный огонек. Да так просто. Выпить надо одному, никак нельзя. Горе у меня. Потлатая голова с пониманием кивает. И они идут дворами. Небо все так же нависает свинцовым куполом. мужичок в олимпике рассказывает о тяготах алкашеской жизни, подкрепляя речь жестами. Кроет на все корки новых русских и их оборзевших сынулик. Вспоминает собственную молодость, когда танцевал, не за пяти рублей на похмел. Нет, на танцплощадке, потому что кровь у меня кипела, а девчонки были. Ух, куда что девается, будь я такой, как тогда, дал бы сейчас жару, и тем орлам накостылял бы, чем перед ними отплясывать. Ты не думай, что водка виновата, водка не горе, только крышечка для горя, чтоб не вылилась с балкона до вниз. Игорь брезгливо отстраняется, когда алкаш лезет брататься. Он по-новому смотрит на свои руки, недавно еще такие бесполезные и слабые. Теперь они могут что-то сделать, а значит достойны прикоснуться к волосам, черным волосам. Да, оказывается, есть кто-то более ничтожный, чему он, хорек. При этой мысли его сердце сотрясается, как колокол из Полинского собора и стучит все гулче с каждым шагом, вторя раскатом в безвестном переулке. Ну, че, долго еще? Очухивается наконец алкаш. его багровая физиономия наливается будто соком, подозрительностью и нетерпением. На город налегают сумерки. И даже самым отчаянным не стоит ходить, бог весь куда и бог весь с кем. Подыл ветер, но ничто не шевельнулось. Вокруг лишь застывшие деревья, гаражи и пятиэтажки. В окнах несмело зажигаются люстры, задергиваются шторы. Вот тут еще пройти, а дальше мой подъезд, произносит Игорь, указывая на расселину между двух сталинских зданий. Третий этаж. Точность ответа успокаивает алкаша, и они входят в переулок. Пульсация в груди все невыносимей. Продолжается путаная исповедь. У меня непруха какая-то, открыл сегодня холодильник, и хрен тебе, даже кильки нет. А я ж не каждый день пью-то. Врет, подумал Игорь. Но ничего, этим козлам еще достанется, есть ведь Бог, а? Ты скажешь, я при советах жил, и в Бога не верил. Ну, так как же без Бога-то? У пятого бака справа припрятан кирпич из разрушенной стены с наростами цемента. Размахнуться нелегко, но чем сильнее кирпич стремится к земле, тем легче его опустить. Алкаш валится, как сухой ствол. Эхо его последних слов еще блуждает меж глухих стен. Потом гаснет. С приходом тишины мрак делается чернильным. Игорь достает фонарик. В тусклом свете кровь, стекающая по немытым волосам, кажется черной. Ладони мертвеца мозолистые и влажные. А он легче, чем Игорь ожидал. Но тащить все равно трудно. Вены и артерии уже вибрируют, а колотушка стучит все бешеней. И вот знакомый свист, потрескивание и коготь царапает ржавое железо. И долчуть светится в темноте фосфорным рыжим свечением. Не отрывая от него взгляда, Игорь кое-как раздевает труп. Пока руки рвут засаленную ткань, глаза впитывают каждый миг, каждое движение ломаных ножек. Но еще глубже, в бездне чувств, видит все то же прекрасное лицо. Идол багровеет как раскаленный металл. По телу Игоря проносятся страшные бури, и он боится умереть. Умереть теперь в шаге от сбывшихся надежд. Легкие сошли с ума, кости дрожат в местных футлярах, полной мыслью о ней, он из последних сил берет жертву на руки и опускает перед идолом, потом валится сам. Рыжие волоски местами раздаются, выпуская новые ножки, когти проникают к телу и с сосущим звуком вдавливаются в него. Крохотные фонтанчики крови просыпаются тут и там, пока костяные черви буравят мертвую плоть, прорезают ходы и каналы. Труп оседает, как песчаные насыпи. Игорь смотрит на обряд, прислонившись к зловонному баку. Где-то за его спиной в баночке из-под йогурта плавает в серебряный крестик. Бог есть любовь. Он не думал, что вахтерша его окликнет. Всегда хватало небрежного взгляда на пропуск. Она кивала и снова погружалась в свои газеты, где писалась о людях поинтереснее его. У Тамары Борисовны были любимчики и жертвы. Но Игорь ни к тем, ни к другим не принадлежал. «Эй, парень, что это у тебя под курткой?» Он застыл у входа в коридор, не смея повернуться к ней лицом. «Оглох, что ли?» Он слышал лучше, чем хотел бы, но язык будто увял и высох. «Но знаешь же, что со зверьем в общежитии нельзя?» «Что тут не нужны?» «Иль собака?» «Да обернись ты, кому говорят?» Он повиновался. Вахтерша злобно смотрела из-под фальшивой красноты завитушек. «Ну-ка расстегни куртку!» «Да у меня там ничего нет, но покажи, покажи!» Все казалось знакомым. Зеленый пол, потолок в пятнах, две скамьи без спинок, жестяные трубы в углу, уродцы фикусы в катках и доска объявлений, а за стеклом Тамара Борисовна, которая вот-вот все испортит. Все было знакомым, только он сам изменился. Игорь потянул за язычок молнии, и коричневая материя куртки разошлась надвое. Под ней был шерстяной свитер, облегающий впалую грудь. Мятый и заношенный. Вахтерша поморщилась, но буркнула уже безразлично. Ну, и чего ерепенился, спрашивается? Значит, мне показалось. Ну, иди давай, че застыл? На осторожный взгляд опустел и сполз к газете. Игорь некоторое время стоял в отупении, потом двинулся, пошатываясь к лестнице. Под свитером копошился идол, принимая прежнюю форму. Влажная шерстка скользила по коже Игоря, пока живой жилет превращался в сердце. Пятью ножками по обезьяне он обнял худой человеческий торс. От этого стального холода мертвела кожа, а из багрового отверстия, которым идол присосался груди, чуть ниже левого соска будто сочился жидкий огонь. Игорь поднимался на четвертый этаж тяжелой поступью победителя. Коридор был пуст, почти все студенты разъехались по домам на выходные. Умолкло радио, не слышалось голосов, не горели лампы, только в конце прохода сирело замызганное окошко, едва пропуская меркнущий осенний свет. Игорь встал у комнаты 415 и прижался к двери ухом. За ней шелестели, проговаривая фразы конспекта, ее губы, шепот нежный, словно сладкая вата. Он трижды ударил костяшками пальцев по крашенному дереву. Заскрепела кровать, несколько невесомых шажков по ковру, звук отодвигаемой защелки, и их глаза встретились. Слишком неожиданно. По лицу Марии тенью скользнул из пух. А, привет! Ты что, не уехал разве? Игорь чуть заметно кивнул, но в изгусток огня ужалил его грудь. Нет, можно я войду на минутку? Я по делу. Она могла отказать, но сейчас это не значило ничего. А вот не отказала, лишь пожала плечами, отступила от дверного проема. Игорь зашел и принялся снимать ботинки. В этой комнате, как и во всех прочих в западном крыле, стоял едва ощутимый запах плесени, но здесь он мешался со сладостью духов и еще каким-то неопределимым ароматом ее голоса, походки, жестов, красоты. Мария села на кровати, засланную оранжевым покрывалом. Игорь указала на другую напротив. Она была одета по-домашнему. Старая кофточка черные лосины, волосы собраны в хвостик. В оконное стекло пугливо били капли дождя. На столе горела лампа, разделяя комнату на темную и светлой половины. Игорь сидел в тени. Куртку можешь не снимать, так что, говоришь, тебе нужно? Поймет ли она? Да, ему нужно было. Нечто уносил в себе ответ два года. И тот выпорхнул изо рта, как белоснежный голубь с салым, алым клювиком. «Ты!» произнес он и распахнул куртку. Острые коготки разорвали свитер, молнии рванулись к ней, к обоим плечам, к шее, чтобы вспрыснуть в тонкие сосуды дурман. Ее веки, чуть начав изумленно приподниматься, упали, а через секунду и сама Мария обмякла на кровати, став еще прекраснее прелестью безвольной куклы. Рыжий идол с тихим хлюпанием тягивал коготки обратно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Игорь сорвал с себя остатки свитера и поднялся. Все тело горело, кровь двигалась жгучими волнами. Каждый нетвердый шаг к ней казался долгим сном, то кошмарным, то сладостным. Он встал возле нее на колени, протянул руку и коснулся ее щеки странно холодной и сказал «Я люблю тебя». Она не отвечала и не должна была. Молчал и он, говорила лишь его необъятная любовь. Говорила на языке тайфунов и пожаров, языке неподвластной людям, таким, как он и даже ангелом, как она. Игорь расстегивал пуговицу за пуговицей на ее кофточке, с бережностью ювелира едва касаясь. Иначе не выдержал бы. Он ласкал ладонью синюю ткань, словно это она, гладкая материя, столько месяцев не давала ему уснуть. Он склонял голову и вдыхал одуряющий запах, жалея, что не может раствориться в нем до полного небытия. Он не стал затягивать игры и раздвинул, как занавес складки одежды. Ливчика на ней не было. В Игоре что-то зашаталось и шумом рухнуло. Он впился губами в белую грудь, осыпая ее поцелуями маргаритками, теряя рассудок. Все понятия и образы родители, город, люди и сам Бог утонули в сатанинской страсти. Он жаждал всю ее вобрать в себя, соединиться навеки. Он схватил ее за подбородок и приник к розовым губам, а другой рукой разрывая на ней трусики. Он пил ее жадно, почти захлебываясь. У нее был вкус вечности, вечности и крови. Игорь в ужасе отпрянул. С нежных уголков рта струилась кровь, как киноварь по фарфору. Она расплывалась все гуще и гуще, стекала по плавным линиям подбородка. Игорь поднес пальцы глазам, не веря в этот яркий свет. Что-то чавкнуло, голова Марии дернулась, на губах лопнул алый пузырек. А потом ее челюсти разошлись и, словно распускающуюся розу, выпустили багровый коготь на суставчатой ножки. У новой церкви всегда безлюдно. Ее возвели посреди асфальтового поля, когда-то отведенного под площадь. Площадь должны были обрамить аккуратные дома, в которых жили и работали бы люди, счастливые этого прекрасного города. Но не домов несчастья это место так и не увидело, и на асфальте выросли скорбные стены храма. По ночам зажигается подсветка, лучи небольших прожекторов скользят по голубым стенам, чешучатым куполам, по крестам, выше которых нет уже ничего. Жители многоэтажек, мигающих окнами вдали, редко смотрят в эту сторону, и новая церковь грустит в ночной тьме, как одинокий бог на краю вселенной. Льет последний осенний дождь. По асфальту перед церковью ползет человек. Вода льется с небес на его голую спину, смывая разводы крови. Сквозь кожу просветивает рыжий огонек, будто плоть стала слюдой. А человек глухо мычит, временами поднимает голову, и в глазах отражается золото крестов. Он дополз до паперяти и взбирается теперь по ступеням, как полураздавленная гусеница. Уткнувшись в храмовые двери, он протягивает руку и стучит. Но там внутри пусто и темно, и ему не открывают. Человек, хватая за дверную ручку, встает. Тонкие паучьи ножки свисают с его боков и колышутся в такт мерцаний чуть левее позвоночника. Человек ударяет кулаком по медной табличке Свято-Сергиевская церковь. Еще раз, еще. Он барабанит по двери, кричит и рыдает. Рыжее пламя разгорается сильнее. Человек хватается за грудь, будто пытается что-то удержать. Из горла вырывается хрип и с хлюпающим звуком сердце человека покидает грудную клетку. По асфальту стучат коготки, потрескивают суставы, тонкие ножки уносят горячий еще комок плоти, куда-то во мрак. Скоро и звуки, и огонек теряются в дожде. На церковном крыльце лежит ничком остывающий труп. и поднимать его некому. Осень 2006 год грудная 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 Субтитры создавал DimaTorzok Влад Женевский Она Читает Александр Водяной Глава первая Мать Темнота пахла червями. Он так и видел, как те буравят его спину крохотными красными глазками. Холодная влага сочилась из сжатых кулачков, словно из губки. Но он знал, что если будет стоять на месте, тогда он сам станет червем и будет поджидать кого-нибудь живого и теплого. Мальчик зажмурил глаза и снова открыл их. Разницы не было. А наверху грохотал из комнаты в комнату отец. Стонали под чудовищными сапогами доски. В этой буре ребенок не слышал для себя ни пощады, ни сожаления и потому брел сейчас на ощупь, боязливо переставляя ножки по невидимой земле. Если можно найти во мраке самый черный угол, он найдет его и будет сидеть там, пока раскаты над головой не утихнут и не заскрипит, принимая отцовское тело, кровать. Мальчик привык ждать пряника с ярмарки, отперты калитки, улыбки матери. Вместо розового петушка маячил перед ним пунцовый нос отца. Калитка оставалась на запоре. Мать валялась на лежанке безразличной куклы. А он все ждал, потому что иначе не выдержал бы. Весь подвал был уставлен бочками, и мальчик двигался в одном из рядов, пытаясь нащупать просвет достаточно широкий, чтобы можно было сквозь него протиснуться. Пальцы скользили по пухлым, склизким деревянным бокам. Ребенка колотило от отвращения, но страх не давал ему остановиться. В конце концов он нашел подходящее место. Но щель была узка, из нее веяло сыростью, и он колебался. Заскрипели петли, и белесый свет пролился на земляной пол подвала. Ошалев от ужаса, мальчик мышью юркнул в мокрую скважину и прибился к стене. В пятне на полу шевелилась усатым насекомым тень. Отец пророкотал несколько страшных слов. Маленький беглец сидел не шевелясь. Сердце его стучало в такт подрагивающим хвостам червей. Наконец хлопнула крышка, через минуту дверь, и все закончилось. Отец ушел и унес с собой ярость. Отцепенение спало, и спиной мальчик почувствовал холод кладки. Его начало трясти. В этих судорожных движениях слились воедино озноб и страх. Он бился между бочками, как рыба в садке, до крови ударяясь головой, крошечный, ничтожный. А в стене росла трещина, будто раскрывалась каменная века, один взгляд, из-под которого способен убить. Но для одинокого создания, что трепыхалось в своем нечаянном укрытии, не существовало ничего, кроме тьмы. «Мама!» — закричало оно. И стена лопнула, плюнула камнями и крошкой. Крупный осколок врезался во влажный лоб, и спарина смешалась с кровью. Мальчик потерял сознание, и чернота свернулась вокруг него глухим колодцем. Прошло немного времени, он вдруг заворочился, встряхивая себя обломки, и широко распахнул глаза. Болела ушибленная голова, но теперь как бы и не было ее. Он целиком, с радостью, отдался новому ощущению, которое хлынуло в него с первым вдохом. Казалось, ради него мальчик и пришел в это скользкое подземелье. Запах! Чудный запах! В нем сплетали самые тонкие нити. Спокойной старостью дышали высушенные травы. Апрельский ветер пьянил. Сам пьяный. Мятно журчали в нем лесные ручейки. Пряная земля открывала свои поры. Аромат этот щекотал ноздри, но места ему не хватало. И он заполнял легкие, а оттуда расходился по всем тропинкам тела. Он баюкал, ласкал, мурлыкал. Глаза мальчика сияли. Вот оно, совсем рядом. То, чего он искал. Запах, который может принадлежать только одному существу на свете. Матери. Его настоящей матери. Он обернулся. За проломом открылся лас. В конце его было отверстие, из которого шел мягкий, какой-то льняной свет. Не замечая новых царапин, очарованный ребенок пополз по нему мучительно медленно, будто чьи-то сильные руки держали его, не хотели отпускать. Но шу-ш-ш, зашуршал под ногами песок, и он оказался в небольшой пещерке. В стенах сверкали тысячи голубых кристалликов. Откуда-то сверху падали на них лучи, играя и мечась от одного к другому. Даже песчаные прожилки между ними и те светились. Но в центре, в ослепительном ореоле, сидела она. Что ему было до каких-то стекляшек? Он превратился в живое, трепещущее зеркало и стоял теперь, отражая ее русые волосы, ясный лоб, снежную улыбку. Но ее ладони раскрылись, и он подался вперед к светлой королеве, благоухающей такой нужной ему любовью. Каждый шаг взметал мириады песчинок, каждый шаг длился год. Он забыл о черном подвале за спиной, об отце и о себе. Сделан последний шаг. И вот она уже вливает в него тонкими пальцами запоздалую ласку. Мальчик лишь смутно представлял себе, кто она. Знал лишь самое главное — она ему мать. Женщину, которую он называл раньше этим именем, он отбросил легко, как куклу. И он не уйдет от нее ни за что в жизни. И не ушел. Он просидел с ней целую вечность. И она пела ему колыбельное, теплым, чуть суховатым голосом. В земле ширились провалы. И вот уже задыхаясь от бессильной злобы, поползли в них муравьиными вереницами гнилые камни. За ними ломаным строем прошли серые доски. Потом засосало стены. И последним багряным отсветом полыхнуло отцовское лицо. А они все сидели и сидели. Он уснул у нее на коленях. И видел он сны. А потом косматая лапа схватила его за волосы и потащила обратно в подвал, мимо бочек, навстречу хмурому осеннему дню. А белая королева съежилась, удалялась, пока не остался от нее малюсенький солнечный зайчик, застрявший в его зрачках. И когда отец бил его, зайчик пробирался по извилистым тоннелям памяти, чтобы уснуть в тревожной глубине и родиться когда-нибудь вздохом. Глава вторая. Друг. Таинственным летним утром кнопка распахнула окно. Это было цветное утро. Лазоревое небо, белопенные облака, изумрудная зелень. Словом, все дышало ярким великолепием. Как поверить, что все это настоящее? Такое бывает только на картинках. Кнопке даже представился художник. Вот он, большущий, таинственный. Стоит один в предутренний час. И гигантской кистью раскрашивает землю и небеса. Капля золотистой краски упала кнопке на нос. Ему не разрешали уходить без спросу. Но сидеть в душном доме, дожидаясь, пока проснутся родители, не хотелось, как и всякому другому человеку в одиннадцать лет. Он тихонько оделся и прокрался на крыльцо. Дом стоял посреди старого сада. Яблони и вишни уже отсвели. Кнопки они нравились и такими. Задумчивыми, притихшими. По утрам здесь всегда царила прохлада. Ветерок овивал стволы и стебли. Сквозь зеленую завесу там и сям пробивались медовые теплые лучи. За забором ходили люди, гавкали собаки. Но в саду все звуки становились приглушенными. Было до того красиво, что он даже не знал, чего хочется больше. Остаться на месте, чтобы, открыв рот, глазеть на тенистый мир. Или лететь, как легкий стриж, по деревенским улицам, Оставляя за собой удивленных стариков. Кнопка чувствовал, как в груди растет что-то буйное, горячее. Шелестело листва, сонно гудели мухи. Уже делалось жарко, а он все сидел и ждал чего-то. Вдруг он рассмеялся. Над забором поднималось маленькое солнце. На то, что плыло по небосводу, невозможно было смотреть, не зажмурившись. А это, нижнее, светилось мягче, горящим ободком волос. И были у него задорные глаза, вздернутый нос и рот, который раскрылся, чтобы крикнуть. «Привет, Кулема! Привет, Кулема!» Это был Рыжий, его лучший друг. Его-то Кнопка и ждал. Прошло мгновение, и он уже стоял по другую сторону забора, вместе с Рыжим, который сразу затороторил. «Знаешь, я сегодня такую штуку нашел. Давай за мной!» И побежал. Кнопку не нужно было просить дважды. И они помчались, то обгоняя, то подталкивая друг друга, оглашая просыпающиеся улицы смехом. Из тени они выныривали на свет, со света проскальзывали обратно в тень. Облака, ограды, коровы, все проносилось мимо, и их сердца грозили разорваться от счастья. Когда в просвете между домами сверкнула речка, Кнопка на бегу окликнул Рыжего. «Может, искупаемся?» «Да разве остановишь Рыжего теперь?» «Да ты что, купаться, когда там такое!» Протянул он. «Не отставай!» И Кнопка бросился ему вдогонку, как послушный пес за хозяином. И ни капельки не было обидно, потому что светило солнце, потому что пел в ушах ветер, потому что он был с другом. Они бежали, минуя поворот за поворотом, пока не оказались на окраине деревни. Рыжий остановился так резко, что Кнопка налетел на него. Мальчишки стояли перед двухэтажным домом, окруженным раскидистыми вязами. Это было угрюмое, почерневшее от времени деревянное строение, и ничем кроме размеров оно не отличалось. Три или четыре года назад хозяин был найден в петле, в сарае, стоящем на заднем дворе. Вряд ли эта смерть кого-нибудь расстроила. Таган, так его прозвали, слыл человеком тяжелым. Многие его побаивались. Вопреки сложившемуся в деревне обычаю, он колотил не только жену и малолетнего сына, но и всех, кто попадался ему под горячую руку. Никто не сомневался, что повесился Таган по пьяной лавочке. Его жена, вялая женщина, которая, как поговаривали, была не в своем уме, съехала через несколько дней после похорон, забрав с собой сына. Дом, однако, она продавать не стала. Деревенские пустомели подхватили было сплетню, что в нем творится что-то неладное. Но успеха она не имела. Хозяйка все же наведывалась сюда время от времени, чтобы прибраться. Да и мальчишки, которые, призыв все запреты, забирались в дом, в один голос заявляли, что ничего странного там нет. Кнопка гадал. Зачем же Рыжий его сюда привел? Да еще так торопил. Они тоже побывали в свое время в доме Тагана. И Кнопке тот не пришелся по душе. Пусто и скучно. В комнатах пылилась кое-какая мебель. Но интерес мог вызвать разве что подвал. Там было темно. Друзья хорошо позабавились, пугая малышню. И только. Ощупывать голые стены интереса мало. Идем, сказал Рыжий. И направился к углу дома. Кнопка двинулся за ним. В западной стене было разболтанное окно, через которое дети и проникали в дом. Подсади меня. Слушай, Рыжий, а зачем мы сюда лезем? Много будешь знать. Рано состаришься. В ответ Кнопка промолчал. Рыжий протянул руку, помог ему подняться. Внутри стоял затхлый, но терпимый запах. И, как всегда, все было неподвижным. С трудом верилось, что когда-то здесь жили люди. Нам нужно в подвал. Что мы там потеряли? Удивился Кнопка. Скоро узнаешь. Рыжий достал фонарик. Даже в верхней части дома было темно из-за закрытых ставин. И стал играть с лучом. Молочное пятно металось по влажному потолку, наталкиваясь на другие темные пятна. Вдруг сноб света ударил Кнопке в глаза. «Хе-хе, ты темный!» Я светлый. Загоготал Рыжий и повернулся к двери. Кнопка давно привык к таким выходкам и всегда прощал их другу. Тот уже вышел из комнаты в коридор, вздымая за собой пыль. Крупинки взлетали к потолку. Кнопка потер маленький наперсточный нос, из-за которого и получил свое прозвище, и бросил последний взгляд за окно. Все так же ослепительно было небо, все так же ползли сочные облака, все так же густо собирались на ветвях листья. Но мальчик последовал за другом, чтобы сойти вместе с ним в страну, где цветов не существовало. Они нашли люк в подвал и осторожно спустились по обветшавшей лестнице, от души, но в шутку, желая друг другу сломать шею. Когда они очутились внизу, Кнопка спросил, «Ну и что?» «А вот что!» торжествующе произнес Рыжий и высветил фонариком дыру в стене. Та была похожа на огромный черный глаз. Кнопка ахнул. «Это же целое приключение!» Он встал у зияющей пасти и изучал ее, пока Рыжий рассказывал, «Значит, надумал я вчера поиграть в тюрьму, наловил лягушек и хотел посадить в гнилое бревно, что в овраге, и тут вспомнил про этот подвал. Уж знатнее тюрьмы не найдешь, сколько нищий, когда я начал из мешка доставать, он возьми и выскользни, и лягушки распрыгались кто куда. Я гоняюсь за ними по всему подвалу, не вижу ни черта, но всех переловил, кроме одной. Она как раз вот здесь села и квакает. Я подкрался к ней тихонько, да как прыгнул, а она, сволочь такая, в сторону. Вот я и шарахнулся со всей дури о стенку. Чувствую, что провалился. Посмотрел, а там дырища. Страсть, как хотелось туда залезть. Но без тебя я не стал. А может и просто струсил? Спросил кнопка. Спросил просто так. Человека смелее рыжего он не знал. Его друг не боялся ни лягушек, ни ос, ни змей, а один раз даже был на настоящих похоронах. И ни капельки не испугался. По его словам, впрочем, кнопка не сомневался в их правдивости. Конечно, нет, отрезал рыжий. Я о лягушках сразу позабыл. Хотел сразу к тебе бежать. Да вспомнил, что вы там что-то празднуете. На силу утра дождался. Кнопка был бы только рад, если бы ему удалось удрать со скучных именин. Но спросил только, как ты думаешь, что это такое? Хм, нора какая-нибудь. Оба прекрасно знали. Скажи им кто-нибудь, что это вход в ад, они бы и тогда полезли. Так, кто первый? Ты? Как хочешь. Тогда я. Кнопка взял фонарик и сразу исчез в лозу. Тот оказался узким, но вместе с тем довольно гладким, и пробираться по нему было не очень тяжело. Не прошло и двух минут, как мальчик снова стоял на ногах и светило рыжему. Ха, ну и яма. Кнопка кивнул. Теперь, когда друг был рядом, он решился осмотреться. По сути, они попали в каменный мешок. Вихрастые головы почти касались свода, а вица вытягивались, потому что не было здесь ровным счетом ничего, кроме камней, мелких, крупных, но неизменно серых. И тут Кнопка заметил, что в дальнем конце пещерки что-то белеет. Рыжий, глянь! Они приблизились к странному предмету и застыли. В углу пещеры, облаченное в кружевное платье, таилась она. Не было со дня творения на земле более совершенного безмолвия. Молчали все трое, но каждый по своим причинам. Наконец Кнопка проговорил, какая же ты красивая! Хе, да, точь в точь чучела, что торчит у нас в огороде. Казалось, не мальчишка повернулся на каблуках. Лязгнул клинок. Что ты сказал? Отчеканил Кнопка. Хе, что, что? Ну, ты сдурел? Что, и клоп садовый для тебя, красавец? Я не понимаю тебя. Слова выходили холодными, стальными. Впервые в этом голосе звучала бездушная нотка. А что ты заводишься-то? Давай-ка лучше перетащим ее наверх и там рассмотрим получше. Рыжий потянулся было к ней, но Кнопка резко оттолкнул его. Их глаза встретились. Так они не встречались никогда прежде. Ледяная ярость стояла в одних, страх и неуверенность плескались в других. Внутри Кнопки все рушилось и менялось. С каждой секундой он осознавался глубже. Нет, Рыжий ему не друг, совсем не друг. Он что-то наносное, он и вовсе враг. Надо гнать его, нельзя подпускать его к ней. Кнопка подобрал камень с острыми краями. Рыжий зашептал, да ты что, Кнопка, я же... но камень рассек ему скулу и он упал. Убирайся, сказал Кнопка и бывший друг повиновался. Оставляя за собой кровавый след, уполз он куда-то в темноту и больше не возвращался. А Кнопка сел рядом с ней и взял ее за руку. Он говорил с ней и она понимала каждое движение. его сердце. Садились батарейки фонарики, двое погружались в бесцветную темноту. Но Кнопка ничуть не страшился, а только говорил, говорил, говорил. И даже когда губы его тронул первый мозог тления, он не переставал твердить. «Как хорошо, что у меня есть настоящий дом». Глава третья «Любовь» «Хорошо, что мы сняли этот дом. Это как раз то, что нам надо. Ты отдохнешь, и я тоже. Ну сколько можно работать? Он такой большой. Я не ожидала, честно. А что в подвале? Может, ты слазишь после ужина? Ты же знаешь, я боюсь темноты. А что здесь может быть? Пустота. Хотя нет. Что это там? Эх, ты думаешь, он не откажется, если мы пригласим его сюда вместе с женой? Здесь так уютно. Так ты полезешь или... Кто там? Я знаю, что вы там прячетесь. Только осторожней, ты же знаешь, врача здесь днем с огнем не найдешь. Расскажешь мне, что было, а я пойду спать. Не шуми. Господи, как вы меня напугали. Кто вы? Я не знаю, как вы сюда попали. Я была здесь всегда. Этого не может быть. Абсурд какой-то. Ничто не вечно. Я не знаю, что такое вечность. но я была здесь всегда. Давайте без шуток. Я устал. У меня еще много дел, а вы не что делаете в моем подвале. Повторяю, кто вы? Я действительно не знаю. Тогда убирайтесь отсюда и не знайте в другом месте. Я не могу. Вы подвернули ногу? Нет. Тогда в чем дело? Я просто не могу. То есть сюда вы могли забраться, а обратно не можете? Я не знаю, что, где он там, не могу же я всю ночь. Не понимаю почему, но вместо того, чтобы плюнуть на вас и уйти, я сижу в каком-то бредовом месте и сам несу сплошной бред. Я схожу с ума? Нет. А я все-таки думаю, что схожу. Вот мне уже многое из того, что вы говорите, не кажется странным. Я говорю самые простые вещи. Странным не кажется, но непонятным остается. Я вас ждала. откуда вы могли бы мне знать? Почему вы молчите? Мне надо идти, раз вы уж вечны, одну ночь сможете и подождать. Я подожду. Где ты был? Ну что там? Так прямо и ничего? А там сухо? Ну тогда устроим там склад. Чердак мне не нравится. завтра этим и займемся. Нет, ты один займешься. У меня клаустрофобия. И я не выдержу. Давай. Вот я и вернулся. Вы все еще здесь. Не уж ты вправду вечный. я скучала по вам забавно. Я по вам тоже. Еще нужно сделать. Голова идет кругом. Может быть, мы поторопились. Хотя в доме после города как во дворце. Раз уж ни о чем серьезном мы говорить не можем, давайте играть. я люблю игры. Ну и славно. Поиграем в загадки. Я Эдип. Вы Сфинкс. Вы знаете, кто такой Эдип? Знаю. Ну так спрашивайте меня о чем угодно. Я не знаю, что спросить у вас. Хорошо. Пусть будет так. Вы дельфийская пифия. Я паломник. Кстати, можно на ты? Я его не слышу. Я столько ему отдала. А он холоден. Ну почему я так несчастна? Скажи, опифия, зачем я пришел сюда? Ты пришел ко мне? Что будет со мной? Я буду с тобой. Почему уходит любовь? Я забираю ее себе. Зачем ты забираешь ее? Я хочу, чтобы ты был со мной. Плевать на меня хотел. Мог бы понять. Подвал подождет. Я ему не нужна. мне ты так говоришь? Я тебе нужна. У меня есть жена. Я лучше ее. Ха-ха. Иди ты к черту. Наконец, почему так долго, странно? Я думала, ты там уснул. Мне так плохо. Почему у тебя так стучит сердце? но ты же у нас смелый. Угнетает. Завтра не полезешь. Ну и ладно. Ты мне нужна. Конечно. Говорит меланхолия, и он в самом деле грустный. Но неужели меня так мало, чтобы ее развеять? У него любовница. Нет, какая чушь. Так скоро не может быть. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Пришел. Где говоришь? Но я думала, все улажено. Раз так, ладно. Ты не хочешь со мной сидеть? Устал. А я скучала. Да, как дурочка скучала. Завтра тоже? Жалко. Мне так хорошо с тобой, любимая. Уже темнеет, как я не люблю закат. Что в нем находят красивого? Такой мертвый. Она мне надоела. Ты мой. Да, но что с ней делать? Расскажи ей все. Ах, наконец, серьезно. Не пугай меня. Другую я знала. Боже мой, я знала. Ну, прости меня. Ты сам себя обманываешь. Ну, прости. Истеричка. Почему, 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 почему? Слушай, а что это у тебя под ногами? Кости? Это пустота? Ах, совсем не больно. Боже, как же ты красива. Я должна быть такой. Глава четвертая. Вздох. 13 января 1900 года. Не люблю окон в поездах. Я понял это 60 лет назад. Была зима, моя первая свободная зима. Мы с матерью сидели в жестком купе, и она смотрела перед собой, а я в окно. я прижался лбом к ледяному стеклу, сильно мерз, но не мог отлипнуть. До того страшно было видеть те бескрайние поля. Белые, белые. Временами я вспоминал лицо отца, такое, каким оно мне представилось в последний раз, в сарае. Черты его заострились, кожу покрывала белая крапинка, а я стоял и думал, что вот таким я его могу принять, и сам пугался этой мысли, и порывался бежать, но не мог. Лицо становилось все больше и больше, пока не врезалось в него мозг, как отпечаток на стальной пластине. После оно находило меня повсюду. Поезд несся на запад, и в каждой заснеженной роще, в каждом припорошенном камне виделось мне оно, притягательное, жуткое, видится и сейчас, и точно как тогда я не в силах оторвать от него взгляд. 14 января 1900 года. Зачем я еду туда? Или лучше сюда? В этом доме я страдал, в нем я узнал боль. Но все эти годы что-то неуловимое влекло меня назад. Вот и сегодня я не в первый уже раз проснулся в среди ночи, а сердце у меня стучало, как легкий молот. Один и тот же сон, год за годом, дом, тьма, шаги, потом свет и пробуждение. Но почему только сегодня понял я, что мне снится подвал? Я не помню, чтобы я там когда-нибудь был. 15 января 1900 года ночью клетка символ не заточения, а лишь желание быть заточенным. 15 января 1900 года я приехал. Дом стоял пустым 15 лет. Иногда мне кажется, что я видел все в глазах людей, которым протягивал ключи, ее гибель, его исчезновение. Но все это пустое. я не вижу их теней на лестнице, я вижу только сны. Комнаты огромны и безнадежны. Первым делом я очистил от пыли ту, в которой когда-то жил и приволок старую печку. Топлю постоянно, но жара не хватает. Другие пока не отваживаюсь исследовать. Подвал пугает меня больше всего. 16 января 1900 года. Сегодня ходил в сарай. Странно, там мне легко. И еще удивительнее, что как только я переступил порог, облик отца начал меркнуть, уступая место другой фигуре, столь же мощной, столь же статичной, но светящейся. в доме будто камень привязан к моим ногам, и он тянет меня вниз, вниз, где бы я ни был, но почему я сопротивляюсь, не за этим ли я пришел сюда? 17 января 1900 года. Откидывал крышку подвала. Совсем не страшно, долго сидел и тупо смотрел в темноту. Я знаю, что когда-то она была живой. Сейчас это просто отсутствие света. Спускаться не стал, хотя пульсирующий образ мне не дает ни минуты покоя. 18 января 1900 года. Я начинаю вспоминать. Там была красота, там была любовь, там был запах. Но как? 19 января 1900 года пересидел себя и спустился. В подвале очень сухо и пусто. Ничего кроме камней и отверстия. Но я боюсь сделать последний шаг. Пульс все сильнее. 20 января 1900 года. тихо. Так тихо. Я сдался. Я решился и позволил подвальной стене поглотить себя второй раз в жизни. Едва я выбрался из лаза и поднялся во весь рост, как все вспомнил, а секунды позже все понял. я увидел старые кости, скелет ребенка, скелет мужчины и женский скелет. Да, это была она, безупречно белая, безупречно тонкая. Когда-то эти пальцы ласкали меня, но нет, не способны на это голые костяшки. Когда-то эта улыбка согрела меня, но что он сейчас для меня, открывшего глаза, что он, этот волчий оскал, выцветивший парик вместо волос, черные глазницы, труха, облеченная в кружева. Но разве больше во мне жизни, чем в ней, и ее жертвы? Передо мной лежит письмо, написанное должно быть больше века назад. Кажется, одно прикосновение, и оно рассыплется. И сюда, наверх, я принес его целым, как величайшую драгоценность. Я не знаю, кем она была когда-то, разве это имеет значение, но слова в письме принадлежат уже не женщине из плоти и крови. Я отдавала вам всю свою жизнь. Я была матерью, другом, женой. Вы предпочитали мертвичину, вы кормились пустотой. теперь я сама дам вам то, чего вы хотите. Я стану вашей гибелью. Вы полюбите меня. Полюбите, когда я стану тем, что заменило вас жизнь. Я читаю эти строки, у меня просится вздох, но слышится только шелест. Но слышится только шелест. Тихий, тихий, тихий шелест, 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 шелест. 2005 год с ёл все . Субтитры создавал DimaTorzok Владислав Женевский Каждая Расхлебанная дверь отворяется и грохает об стену. Парень в легкой кремовой куртке направляется к раковине, не обращая внимания ни на дверь, ни на Лиду, которая терпеливо ждет его ухода. А и вправду думается ей, смотреть-то не на что. Зеленый халатик, резиновые перчатки, швабра, ведро и банка хлорки. Она существует для того, чтобы убирать за ними дерьмо. Даже не так. Как-то получается, что она все дерьмо и производит, потому что суки в дорогих шмотках для этого слишком цивилизованы. Тип в куртке удостаивает ее ухмылочкой, прежде чем выйти. Еще раз стукая дверь, Лида остается одна. Она закрывается на ключ. Кому надо, тот потерпит. Набирает воды в ведро и проходит в туалет. Пять кабинок в женской комнате, столько же плюс три пессуара здесь. Итого тринадцать мест, где любой посетитель может делать все, что душе угодно. Хотя, какой там душе? К запаху она почти привыкла. Правда, у женщин пахнет едче, в носу свербит. Стены выкрашены в буро-зеленый цвет, и это давит куда сильнее. Чувство такое, будто ты в чьем-то кишечнике. Краска за годы облупилась, повсюду расцвели рисунки и каракули. В основном ругательство и похабные предложения, многие с номерами телефонов. Свет почти не проходит сквозь оконцы под потолком, от веку немытые. Но хуже всего мухи. В разгар лета они повсюду. Полызают по стенам, потолку, без конца жужжат в зловонном воздухе, лезут в нос и уши. Если мысли о том, что оставляют их лапки у нее на коже, слишком беспокоят, Лида пробует отключать воображение. Иной раз помогает, но остается еще память. У нее до сих пор стоит перед глазами то, что она нашла в одной из кабинок, начиная как-то смену. Ржавые потеки на фаянсе. Желтоватая вода, текущая тонкой струйкой в забитую дерьмом раковину. Потом на пол. И белые личинки копошатся в коричневой массе. Они извиваются, сплетаются между собой, оставляют в дерьме бороздки. Их, кажется, можно услышать. Тихое хлюпанье, с которым скользкая плоть прокладывает себе дорогу в единственном мире, какой она знает. Лида приваливается к стене, сдерживая тошноту. Выделений человеческого тела здесь и так хватает. Ни к чему что-то к ним добавлять. Она видела личинок и после. Жалобы на других уборщиц не помогали. Те списывали все на часовой интервал между сменами. И Лида против воли верила им. Крошечная извращенная жизнь вполне могла возникнуть за считанные минуты в отходах иной жизни. Жизни, высокоорганизованной и наделенной интеллектом, но обреченной испражняться раз в сутки. В трех шагах отсюда – бутики, кафе, музеи. Центральная улица города. Но за аркой в тихом дворике, как разбухший чирий, у улицы под мышкой смердит общественный туалет. Лида вздыхает и приступает к делу. Все кабинки закрыты, словно коробочки с подарками. В каждой ждет сюрприз. Открыв первую, она выругивается. Этого еще не хватало. На потрескавшиеся краски блестят беловатые капли. Еще несколько на металлической перегородке. Мутная жидкость медленно стекает по полу, оставляя влажный след. Лида готова простить всех, кроме этих. Человек вынужден испускать кал и мочу. Такова его природа. Но трахаться можно и дома. Дрочить тем более. Она часто находила сперму в обоих туалетах. В кабинках, унитазах, использованных презервативах. А однажды ей не повезло увидеть, как молочный сгусток сполз по пожелтевшему ободку и упал на жирную, счастливую в своем дерьме личинку. Тогда Лида вырвала. В этот же день она попыталась уйти с работы, но не получилось. Везде одни отказы. Будто зловоние сортира пропитало ее насквозь, и люди его чуяли. Стирая дрянь тряпкой, Лида думает, что хмырь в куртке все сделал специально. Хотел унизить ее, указать женщине на место. Он зашел сюда, нагадил и двинулся дальше, такой же чистенький, как и был. Но не учел, что безымянная, страшненькая уборщица может узнать его на улице и ткнуть в рожу этой самой тряпкой. Так она и поступит. Ледомоет и трет, скребет и сыплет хлорку, вся уйдя в мысли о месте. Вдруг раздается звук, снизу что-то чавкнуло. Она вздрагивает и смотрит на унитаз. Трубы давно проржавели, краски на них не сохранилось и пятнышко. Из их внутренностей постоянно доносится какое-то бульканье, скрип, скрежет. Вот-вот прорвутся. Лида втайне мечтает об этом, но не хочет, чтобы все случилось в ее смену. Хватит с нее ответственности. Снова чавкнуло, теперь уже во второй кабинке. Снова, снова. Звук удаляется в сторону женской комнаты. Не иначе воздушная пробка или еще что. Тогда ждать осталось недолго. Может, систему разнесет уже сегодня. Движения Лида ускоряются на всякий случай. За стеной хлопает дверь, цокают по плитке каблучки. А эту, как сюда занесло, думается Лиди. Этим воздушным созданием положено облегчаться в туалетах ресторанов и торговых центров. Не дай бог еще коснутся задницы и унитаза, или ее уродину увидят. Мой и три. Скреби и сыпь. Когда раздается первый крик, она от неожиданности дергается и ударяется головой о перегородку. Крик повторяется с новой силой и переходит в пронзительный высокий вой, который не прерывается ни на секунду, пока Лида поднимается с пола. Бежит к выходу, возится с замком, несется вокруг постройки к двери женского туалета, открывает ее и испуганно озирается. Лишь тогда он затихает. Те же грязные стены, острая плитка на полу, ржавые кабинки. Все дверцы распахнуты, кроме крайней, из-под которой расползается лужа темной жидкости. Жидкость переливается через уступ, течет по полу, и ее тяжелый запах смешивается с вонью мочи и фекалий. В ней возятся мухи. Другие проносятся мимо и исчезают за перегородкой. Только их жужжание нарушает тишину, да еще и с крана капает вода. В зазоре между дверцей и порогом виднеется носок светлой женской туфли, заляпанной красными пятнами. Он чуть поддрагивает. «Вам плохо?» спрашивает Лида. Ответа нет, потому что она сказала глупость. Подмывают, бросятся прочь и позвать на помощь. Вместо этого она, осторожно ступая, подходит к кабинке и делает еще одну глупость. Стучит в дверцу. Дребезжание металла кажется оглушительным. Стоя в луже крови, чего же еще? Лида пытается развернуться и убежать, но ноги не слушаются ее, а руки хватаются за дверцу и тянут. На унитазе сидит, откинувшись к стене, рыжеволосая девушка в кофейном жакете. Ее глаза широко распахнуты, рот приоткрыт, руки поникли. На крючке сбоку висит бежевая сумочка. Лида переводит взгляд вниз и не сразу осознает, что именно видит. Между разведенных ног девушки зияет огромная дыра. По ее краям свисают неровные обрывки кожи и мяса. Слева видна кость. Кровь, стекающая через край унитаза, выкрасила бедра, юбку и спущенные трусики в густо алый цвет. Лида уже открывает рот, чтобы закричать, когда там, где раньше было влагалище девушки, начинается какое-то движение. Мертвая плоть шевелится, выплескивая кровь, расходятся рваные складки и показывается, ворочаясь, белесая головка размером с детский кулак. С чмокающим звуком она выталкивается наружу и жирное тельце шлепается в раковину. Через мгновение оно появляется на ободе. Лида замечает нечто новое. Небесно-голубую радужную оболочку у нее на боку и черную прорезь зрачка, который бессмысленно пялится на Лиду. В головке перемазанной личинки открываются отверстия, и из него вытекает мутноватая жидкость. И Лида, согнувшаяся в рвоте, знает, что это не слюна. Убежать не удается. Она поскальзывается и падает у третьей кабинки, разбив скулу. В глазах мгновенно темнеет, но слышится все с удивительной ясностью. Что-то мягкое свалилось на плитку, проволоклось по уступу, захлюпало по луже. Когда скользкая тельца заползает ей под штанину, Лида визжит. Она катается по полу и бьет себя по ноге, но влажное прикосновение взбирается все выше и выше. Лодыжка, голень, колено, бедро, промежность. Между ног становится мокро. Не переставая вопить, она запускает туда руку и вытаскивает личинку, рот которой уже открыт и слюнявит. Та корчится, но Лида только сжимает ее крепче и ползет к открытой кабинке. Зрение еще не восстановилось, и все же у нее получается найти унитаз и швырнуть в него тварь. Лида хватается за шнур, свисающий с бачка, но медлит секунду, прежде чем дернуть. Из раковины на нее смотрят голубые, зеленые, карие радужки. Они безостановочно, словно стекла в калейдоскопе, перемешиваются в дерьме и белой слизи. Вода уносит их все. Лида ковыляет от кабинки кабинки и пускает смыв. Когда снизу бьет струя, ноги трупа дергаются. Закончив женской комнатой, она выходит наружу, не замечая летнего неба и людей, которые убегают, увидев ее, и проделывает то же в мужской. А потом садится на холодный пол, закрывает глаза, и перед тем, как потерять сознание, думает. Мухи облепляют ее кожу. Она думает о семени, которая пробирается сейчас в ее матку, и о том, кому оно принадлежит. О существах, которые несутся сейчас по трубам в место, где их ждет пища, укрытие и другие трубы. О том, как они устремятся по этим трубам вверх, всей силой похоти в слепом желании того, что им может дать каждая женщина в городе. Каждая. Текст читал Антон Макаров Специально для Самая страшная книга Влад Женевский Огненная птица Читает Александр Водяной По смутному небу скользнула тень. Дворик под балконом утопал в осенней листве. С пятого этажа было не различить ни деревьев, ни асфальта, ни детской площадки. Внизу бушевало пестрое море. Шепчущие волны вздымались и опадали. Листья брызгами ложились на подоконники. Когда ветер крепчал, поднимались огромные валы и скрывали целиком дома из серого кирпича, их угрюмые окна и темные крыши. Девочка, стоящая на балконе, не отрывала взгляда от небес. Перила были для нее высоки, чтобы смотреть как следует, приходилось чуточку подтягиваться. Можно еще было просунуть голову сквозь решетку, но мама ей запретила. Сказала, что это опасно, что она беспокоится. И папа тоже беспокоился. Если бы был здесь. Конечно, если высунуться и крепко держаться за прутья, то ничего опасного нет. Она бы так и сделала. Вот только там, в небе, был папа. Он все видел, и огорчать его не хотелось. Давным-давно, летом, он открыл ей тайну. «Посмотри наверх», сказал он тогда. Она подняла глаза и увидела голубые просторы, по которым плыли сахарные облака, а в самом уголке желтое солнце. «Тебе нравится небо?» Девочка повертела так и ся головой, распахнула глаза пошире, впуская в них беспредельную голубизну, и ответила. «Да». Папа улыбнулся. В тот день он много улыбался. Вот и правильно. На свете ничего красивее нет, проговорил он как-то странно, будто знал что-то ужасно важное, но жадничал и никому не хотел об этом рассказывать. Девочка только-только хотела обидеться, как он вдруг повернул голову и подмигнул ей. Словно солнечный зайчик прыгнул с папиных ресниц на ее ресницы. Прыгнул и запутался, и теперь смешно барахтался, щекоча ей веки. «А спорим, ты не знаешь мой самый большой секрет?» рассмеялся папа. Девочка была озадачена. «Какие секреты могли быть у папы?» «Такого большого, но от головы до пяток ее, ее и немножко маминого». «Но не знаешь ведь?» все смеялся папа. «Давай, признавайся, а то солнышко головушку напечет, пока ты тут притворяешься». «Не-а!» призналась она. Тогда папа нагнулся и шепнул ей на ушко. «Я умею летать!» Она отстранилась, уставилась на него. Сначала с испугом, потом с восторгом и, наконец, с недоверчивостью. «А где у тебя крылья?» «У птичек есть крылья, а у тебя нет». Папа выпрямился, потянулся. На миг показалось, что он и вправду расправит крылья и взмоет к облакам. «Но этого не случилось». Он сказал только «Да нет у меня никаких крыльев, глупенькая. Люди летать не умеют. Ну, сами по себе. А вот верхом на ком-нибудь можно. Вот и у меня есть птица. Слушается она только меня. Большая-пребольшая. У нее сильные крылья, и дышит она огнем. А я сижу на ней и говорю, что и делать. И вместе мы запросто летаем по небу. «Ну вот как ты по земле бегаешь?» «А тебе не больно? Она ведь жжется». «Конечно нет. Зачем? Она мне будет делать больно. Мы с ней большие друзья, почти как с тобой». Папа поднял ее, посадил на плечи, и оба они теперь смотрели в небо. Облака собирались в кучки и снова разбегались, уступая дорогу ярким весенним лучам. Наверху, думала девочка, свежо и прохладно, не то что здесь, посреди пыльной улицы. «Возьми меня туда». «Возьму, но не сейчас. А когда?» «Подрасти чуток. Ты же у меня совсем еще маленькая, а маленьким на птицу нельзя». «Я большая». «Ну, упрям уж», — расхохотался папа. «Даже больше меня?» «Да». Она вскинула руки в воздух и так заерзала, что чуть не свалилась с папиных плеч. «Больше и выше. Видишь? Не дотянешься». «Они все?» «Ах, вот как!» Она вдруг очутилась в воздухе. Папа под ней исчез, как в шарика дуванчика, когда на него дуют. Взвизгнув, она понеслась вниз в чьи-то сильные ручищи, конечно, папины. Он заливался смехом. «Так вот и оказывается, какая смелая. Что ж вяжешь-то, большая? С неба побольней падать будет, если на птице не удержишься. А ловить тебя кто будет? Ты уж потерпи немножко, доча. Потом вместе полетим. Слово тебе даю». Она уткнулась носом в его грудь. «А пока смотри в небо почаще. Может, увидишь меня и птицу? Увидишь?» Маши нам ручкой. Папа опустил ее на распаренный асфальт, снова улыбнулся, и они пошли домой. Если хорошенько всматриваться, то на небе можно было найти много всякого интересного. Птиц, например. Некоторые любили парить в одиночку, будто им было тесно даже там, наверху. Другие собирались в стайки, иногда похожи на пчелиные рои, а иногда на закорючки, вроде тех, что в маминых книжках. Но все эти птицы были маленькими и издалека казались черными. Иной раз девочка видела, как порхают по небу обыкновенные пакеты, в каких мама приносила хлеб и молоко. Непонятно, кому в небе понадобились пакеты. Видно, никому, потому что обычно они заканчивали свой путь на крышах и антеннах соседних домов. Еще бывало, из-за горизонта в ясные дни выныривало что-то большое, длинное, блестящее. Оно медленно проплывало к другому горизонту, оставляя за собой мутно-белую полосу и сердитое гудение. Полоса таяла на солнце, как мороженое. Может, это оно и было? А блестящая штука — огромная тележка, которая развозила мороженое птицам, и те рассовывали его по пакетам, спеша домой к птенцам. Ее карие глаза смотрели зорко, но не видели огненной птицы. Лишь по ночам, да еще в пасмурные дни, та изредка показывалась. Когда солнце заходило и становилось темно, девочка смотрела во все глаза и случалось и замечало далеко, на недостижимой высоте огонек. Он бывал оранжевым и желтым, но двигался всегда одинаково. Мерцая во мраке, огонек летел прямо на ее балкон. Так казалось, но всегда исчезал где-то за крышей, так и не приблизившись, не спустившись в чернильных небес на пылающих крыльях. Или же появлялся из-за ската крыши и стремился куда-то прочь. Она размахивала руками, прыгла и кричала. Но куда им, папе и птице, было услышать ее тоненький голосок, когда вокруг них выли ветра, извинили звезды? Огненная птица раскрывала клюв, и отзвук ее пронзительного клекота докатывался через ночной воздух до балкона пятого этажа, с которого ему с восторгом и горечью внимала девочка в белой пижаме. Огонек скрывался в темной доли, но она еще долго ждала чего-то, сжав холодные перильца. В ненастные, как и этот, дни, все было иначе. Небо от края до края застилали хмурые тучи, в пелене пропадали и птицы, и не нужны никому пакеты, и даже солнце. Но оставались тени, которые носились туда-сюда, сталкивались друг с другом и вихрились. Девочка знала, кому принадлежит самая большая из них, и махала ему. Уж днем папа точно мог разглядеть ее, даже сквозь тучи, и то серое, что заполняло воздух от неба до земли. Заморосил дождик. Капли были игрушечные, незаметные, но их все прибавлялось и прибавлялось. Пушистые волосы девочки стали мокнуть. Шуршащее море быстро унималось и спадало, пока не превратилось в груды грязных листьев, лежащие на самом обыкновенном асфальте, в самом обыкновенном дворе. Холодная капля упала ей на губы. Другая, третья. Дождь припустил вовсю, стал набиваться в глаза, как мокрая марля. Скрипнула балконная дверь, сзади кто-то ахнул. «Ах, дурочка, заболей же!» Теплые мамины руки подхватили ее и унесли в квартиру. Синий слоненок на обоях повел ушами, переступил с ноги на ногу и сказал, «Она тебя все время ждет, с ума сходит!» «Почему, думаешь, она простудилась?» «Стояла весь день на балконе, смотрела в небо!» «У тебя вообще совесть есть?» «Желтый жираф пожал плечами». И как это у него получилось? И ответил, «Таня, мы об этом уже миллион раз говорили!» «Да, я могу сидеть тут с вами, могу устроиться в какую-нибудь шарашкину контору, получать мизерную зарплату. Тебе это надо, но тогда мы никогда из этого клоповника не выберемся, сгинем тут!» «И она тоже сгинет!» Ей очень смешно, потому что жираф назвал слоненка Таней, так зовут ее маму. Но если хихикать, они могут что-нибудь заподозрить, поэтому она прикрывает ладошкой рот, пока не поздно. Рука кажется чужой и движется, как в тумане. Странно. Жираф хмурится, но продолжает. «Пойми, полеты — это деньги, а деньги нам нужны!» Слоненок обиженно протягивает. «Я все понимаю, Саша, но дочь есть дочь, и растет она без тебя!» Оба замолкают. Девочка пытается представить, какие детки бывают у слонов жирафами. Но ничего не получается. Мысли разбегаются в разные стороны, и еще болит горло. Через минуту скрипит дверь. Сквозь туман приближается высокая тень, от которой пахнет папой. Это и есть папа. Он садится рядом и склоняется над ней. Мгла сгустилась, и папиного лица не видно. «А я не сплю, а вот и плохо!» Голос у папы грустный. «Тебе нужно спать, чтобы выздороветь. А когда я выздоровею, ты возьмешь меня на огненную птицу?» Папа помолчал и сказал, «Рановато еще, дочка!» А на день рождения папа хочет что-то ответить, но ее клонит в сон, и она поддается, чтобы не успеть услышать «нет». «Где папа?» «Где папа?» Стол накрыт белый, как снег, праздничной скатертью. От нее пахнет чем-то сладким. Так и хочется набить рот этими клейкими нитями. Ну, или раньше хотелось. Сейчас девочке уже известно, что вкус у скатерти, как у резины. Да и вообще аппетита нет. Хотя на столе настоящее изобилие. Апельсины, бананы, киви, шоколадные конфеты. У плиты стоит мама. Что-то помешивает. Сыплет, пробует. Возле праздничного стола ее терпеливо дожидается стул. На втором сидит сама девочка. Третий не занят. «Где папа?» повторяет она вопрос. Мама ненадолго застывает, словно кукла. Потом, не оборачиваясь, произносит. «Скоро придет». «Ты все время так говоришь». «Потерпи, дочка». «Не хочу». Девочка колотит пятками по ножкам стула. «Не хочу терпеть. Где папа? Где папа?» «А ну-ка, перестань». Мама швыряет на пол большую ложку, испачканную кремом. Девочка в испуге чуть не падает вместе со стулом. Почему-то ей страшно смотреть, как на линолеуме, который еще секунду назад блестел чистотой, расползаются коричневые кляксы. Мама подбегает к ней, крепко обнимает. «Прости, милая. Я не хотела. Просто нервничаю немного. Придет папа, придет. А мы можем начать и без него. Давай прямо сейчас. А?» И они начинают. Сидят друг напротив друга, едят фрукты, вычерпывают ложкой другой, чистый, шоколадный крем из кастрюльки. Хотя у мамы все лицо перемазано коричневым, она совсем не стесняется. Наоборот, пытается корчить рожей, но получается у нее не смешно, а просто некрасиво. Вот папа, он. Потом мама поет ей песенку, дарит подарок, мультики про котят, и они вместе смотрят телевизор. Розовые и желтые, ненастоящие котята, прыгают по экрану, дерутся, убегают от собак. Мама смеется, не сводя с экрана блестящий грустный глаз. А девочка все чаще и чаще оглядывается через плечо, но входная дверь по-прежнему неподвижна и черна. Мама укладывает ее в кровать, целует, желает спокойной ночи. Несколько минут проходит в тишине. Потом из соседней комнаты слышится всхлипывание. Внутри девочки клокочет и булькает что-то темно-красное, густое. Но пока она не дает этому вырваться наружу. Не надо, чтобы мама плакала еще больше. Пусть лучше она уснет сначала. Вот тогда... Дома из серого кирпича купаются в свете луны и все вокруг дышит мертвенным покоем. Темные окна, скелеты деревьев, небо с редкими крапинками звезд. Жутко стоять наедине с этим небом. От холодного воздуха у девочки покалывает в горде. Голые пятки совсем оледенели. Ее очень тянет обратно в комнату, но губы все-таки разлепляются и шепчут «Папа, ты где?» С высоты никто не отвечает, только угрюмо мерцают звезды. Но ты же обещал! Даже шелест опавших листьев и то не слышится. «Папа!» Над домом напротив возникла яркая точка. «Звезда?» «Нет!» Звезды лишь хмурятся и молчат, а точка сперва гудит тихонько. Потом гудение переходит в гул, в рокот, в клекот, и небесное безмолвие раскалывается напополам. Над крышами парит огненная птица. «Папа!» «Как же высоко она летит!» И все равно девочка чувствует, как идущий от нее жар разливается по телу, растапливает лед в ступнях, ближе и ближе, мимо смеющейся луны, над домом тети Наташи, а потом зачем-то вбок, не снижаясь, с каждым мгновением удаляясь от балкона, на котором стоит в одной пижаме четырехлетняя девочка с растрепанными волосами. «Нет, нет, ты же обещал!» Птица несется прочь, такая же равнодушная, как и звезды, и взгляд, полный ужаса и тоски, не может ее удержать. Тогда багровая, густоя, снова вскипает в душе девочки, пенится с яростью, уничтожает все переборки и вырывается наружу визгливым криком «Нет! Вернись! Я приказываю!» Моргнув напоследок, точка растворяется в темноте. Какое-то время еще доносится гудение, потом стихает и оно. Но пальцы, крепко жавшие перила, девочка расцепляет не сразу. Все ждет и ждет, пока лед не начинает ползти вверх по ногам. И стоять одной на балконе становится невыносимо. Утирая кулачком слезы, она шлепает к двери и берется за ручку. Мягко касается барабанных перепонок знакомый звук. Девочка непроизвольно оборачивается, и глаза ее вспыхивают, ликуя, она подбегает к решетке, скачет, вопит, не думая уже о спящей матери, потому что точка возвращается. Папа услышал. С протяжным ревом птица рассекает звездное полотно, и слышится в нем та же радость, что бурлит сейчас в торжествующем сердце ребенка. Птица становится все крупнее, разгорается все ярче, и девочка задыхается от счастья, зная, что все это только ради нее. Ради нее папа обуздал огненную птицу, которая оглушает своим криком, и бросил сюда, к балкону. И вот она уже здесь, и можно различить синие буквы на стальных крыльях. Папа обманул ее. Птица жглась. Отец девочки, летчик-испытатель, погиб, пытаясь справиться с управлением самолета нового образца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Влад Женевский На дальних рубежах Читает Александр Водяной Я помню, ветер меня унес И завертел, И закружил Агата Кристи Мы стоим на дальних рубежах. В окне тяжело переваливается холодное солнце, и мое сердце сжимается мерзлым комочком мяса. Его горячая реальность осталась в прошлом. Там, за юго-восточным хребтом. Горы, горы кругом, глухие камни, сутулые деревья. Когда-то сюда пришли люди, отвоевали у гор кусок костистой земли и возвели замок. Чехарда поколений продолжалась, пока мрак и стужа не превратили борьбу за выживание из труда тяжелого в труд бессмысленный. Кровь в жилах старых владельцев загнила, взорвались потоками убийства, нарывы на фавильном древе, и замок опустел. Новые обитатели, волки, совы, мыши слишком привыкли к одиночеству, чтобы внести хоть какую-нибудь жизнь в осиротелые стены. Они приходили как гости, приходили как воры. Сбившись кучками, слушали, как шатается по коридорам их давнезнакомый ветер. В подземельях он пристрастился к зловонным испарениям. Они разлагали его душу, и теперь за чахоточный поцелуй ветра можно было поплатиться жизнью. Звери ушли, чтобы дождаться его в горах, но не вернулся. Он бродил в высоких проходах, колыхал ржавые цепи, искал что-то под плитами, давно забывшими человеческую поступь. Он медленно сходил с ума. Три месяца назад серым ноябрьским днем я отворил двери, и ветер набросился на меня, едва не сбив с ног. Вгляделся на одно мгновение, исчез. Джейд за спиной охнул. Ты... Ты видел это? Да. Что это могло быть? Ветер. Лицо Джейда сразу поскучнело. Может быть, он ждал, что я расскажу ему какую-нибудь легенду. Он был еще молод, и матушкины сказки еще будоражили его разум. Плохо. В сказках одна правда, но приукрашенная. В сказках добро всегда побеждает. Не стой, разину в рот. Коридор за дверьми раскрыл свои бледные ладони, и мы вошли. Я достал из мешка небольшой факел и запалил его. Матовые камни отказывались отражать свет. Замок давно замкнулся в себе. До нас ему не было дела. Мы следовали проходом, отделенный от тьмы только шариком огня. Коридор привел в просторную залу. Она была совершенно пуста. Минули дни, когда лилась здесь горячая кровь. Плиты пола поглощали наши шаги, будто здесь само понятие звука стало немыслимо, будто мы были всего лишь картонными марионетками, плетущимися по пыльной сцене. Стрельчатые своды вообще казались чьим-то горячим вымыслом. Мы обошли первый этаж, потом второй, третий. Все башни и пристройки. Мы поднимались на зубчатые стены, озирали север, юг, восток, запад. Мы исследовали весь остров каменного исполина, пока наконец не остановили выбор на сторожевой башенке, примастившейся у основного массива северной стороны. В замке давно уже не было никакой обстановки, не осталось даже дверей, и нам пришлось смастерить одну, чтобы закрыть вход в наше жилище. Нам предстояло нести дозор в северных землях, где последние люди жили столетия назад. Мы проделали долгий путь, огивая заброшенные деревни и целые города, и чем дольше шли, тем фантастичнее казались южные провинции за нашими спинами. С каждой мили мы все глубже погружались в гнетущий тревожный сон. В замке он перешел в литургию, и по утрам, грызя мерзлые сухари, я не вспоминал об иной пище, я в нее не верил. джейд источник который для нас остался неизвестным, и я избегал спускаться туда. Джейд напротив изо дня в день бродил по подземельям с факелом, пытаясь что-то отыскать. не знаю, не им покоя. Была ли это забытая хозяевами сокровищница или склеп, усыпанный истлевшими костями, но он упорно исследовал комнату за комнатой, лестницу за лестницей, Его пугала обнаженность верхних помещений, где взгляд мог долго блуждать с пола на стены, со стен на потолок и ни за что не зацепиться. Воображение требовало теней, шорохов, капель. Ничего этого не было. Только ветер, только цепи. Внизу же у Джейда всегда оставалась надежда. Лицо его постепенно приобретало землистый оттенок, дыхание напитывалось зловонием. Но снова и снова спускался он в темную трубу замка, чтобы вернуться ни с чем. Однажды я нашел его в главной зале. Задрав голову, он мерно поворачивался, как стрелки часов, у которых заканчивается завод. Он не заметил моего приближения и продолжал монотонно бормотать. Пусто! Как пусто! Боже, как пусто! Должно быть, это длилось уже долго. Я не стал его прерывать. И вернулся в башенку. Наши обязанности ограничивались присмотром за путями, какими никогда бы не прошел даже самый упорный враг. И делать было нечего. Однако меня однообразие не тяготило. Иногда я брался за книжку стихов. Возможно, единственную в тех диких землях. Строки лениво торили дорожки в голове. И порою мне казалось, будто я вижу свои мозги в точности похожие на морщинистые горы за окном. Вечерами мы сидели у очага. Пламя обращалось в угли, оставляя нас в потемках. Но я знал, что глаза Джайда открыты, как были открыты мои. Разговаривать друг с другом мы перестали после первой недели, поэтому слушали тишину. Каждый на свой лад. К непрерывному посвистыванию в щелях мы уже привыкли и не замечали его. Потом мы залезали в мешки, служившие нам постелью. Бывало, посреди ночи до меня еле слышно доносилась незатейливая песенка, какую поют на закате дети юга. По зеленым дорогам и черным холмам солнышко прочь уходит. И придется ночью бояться нам, пока оно где-то бродит. Под нее я засыпал и снов не видел. Как-то утром на месте окна я увидел слепое бельмо. Началась зима. Сквозь решетки и бойницы струями проникал в замок снег. Первыми появились одинокие бугорки, которые можно было легко разбросать ногой, но наступление не прекращалось. Вскоре повсюду начали врастать чудовищные сугробы. Они не сохраняли постоянной формы, перетекали из зала в зал, влекомые довольным ветром. Джейд пошатываясь бродил между них, похожие то на больного великана, то на усталую куклу. Тихое движение, игра сахарного и серого завораживали его. И он забыл про свои подвалы. Меня он тоже перестал замечать. Но в остальном все было по-прежнему. Я сидел с книгой в башне, он где-то пропадал. Однажды Джейд отсутствовал так долго, что мне это показалось странным. И, отложив книгу, я вышел из комнаты. Звать его я не намеревался. После месяцев каменной немоты любой звук представлялся мне почти кощунством. Идти было трудно. Местами заносы оказывались непроходимыми. И мне приходилось искать иную дорогу. Замок изменился до неузнаваемости. Снег сгладил углы. Лестницы превращались в мосты. Я петлял, кружил и незаметно заплутался. Я совался в один проход, шел, пока не упирался в тупик, потом возвращался, но не мог найти место, откуда начал. Снежные змеи находились в неустанном движении. Лабиринт менялся каждую секунду, а ветер все усиливался. Впервые за эти месяцы мне стало страшно. Паника не находила выхода. Бежать значило обречь себя на верную гибель. Мой разум, наконец, пробудился, но для того лишь, чтобы снова оказаться скованным. Понемногу я перестал что-либо различать вокруг себя и брел по снегу, как слепой котенок. О Джейде я давно забыл. Поворот, сугроб, стена, проем, коридор, новый поворот. Обессилев, я привалился к какому-то выступу и закрыл глаза, зная, что белое неистовство в моих ног продолжается. Я замерзал. Из чувств остался только слух, и, приспосабливаясь, он открывал мне все больше и больше. В шуршащем потоке снега, казавшимся раньше молчаливым, я различал теперь отдельные течения, водовороты и быстрины. Пошаркивание и шепот действовали убаюкивающе. И я был близок к беспамятству, когда на плечо мне упала рука. Обдало ужасом. Я отшатнулся и рухнулся в снег, беспомощно барахтаясь, пытаясь выползти. Потом мне это удалось, и я увидел Джейда. Он стоял прямо как столб, и было во всем его облике нечто каменное. Даже глаза глядели с людяными окошками. Ветер бил Джейду в спину, и снег, роящийся вокруг его фигуры, был похож на ореол. Одежды было уже не различить. Сколько часов пробуждал он, прежде чем я его охватился. Зашевелились лиловые губы. Ледяная плева рвалась мучительно, неохотно. Но щель поначалу едва заметная, все ширилось и ширилось. пока не выпустило два хриплых слова «Убей меня!» Я мог только молчать и смотреть, как текут, застывая по известковой коже, капельки крови. «Убей меня!» Одна капля с другой сползали к подбородку, где они висли багровой сосулькой. Я смотрел на нее, будто околдованный. «Убей меня!» «Убей меня!» «Или я убью тебя!» Я поднял глаза. «Существо, стоящее передо мной, было безумно!» Тогда я бросился на Джейда и повалил его. Обдирая кожу на ладонях, я вцепился ему в волосы и бил головой, а выступ, пока хватало сил. Кровь разлеталась брызгами, а вокруг метался ветер, вздымая снег, как какой-нибудь злой ребенок перья из разорванной подушки. Алая и белая сливались в такой удивительной красоте, что я задыхался от восторга. Когда Джейд перестал дергаться, я припал к развороченному черепу и лизал горячую еще влагу, пока не согрелся. Отбросив труп, я встал и пошел наугад. Ветер унялся, снег лежал спокойно, и вскоре я, не прилагая никаких усилий, нашел свою башенку, где забрался в мешок и забылся. Я проспал долго, буря прекратилась, и в глаза мне било утреннее солнце. Казалось, впервые за тысячу лет. Пока я ел, потихоньку накатывало прежнее состояние. Последние события уходили из памяти, уступая место смутной дремоте. Я взял в руки книгу и снова поползли перед глазами чернявые строчки. Они сходили со страниц, облепляли меня с головы до ног и скребли крохотными лапками. Тихо, но беспрерывно. Они пребывали и пребывали, скрежет становился все пронзительнее. Вдруг я понял, что и на самом деле кто-то скребется в дверь. Стряхнув на вождение, я тихонько встал и подобрался к ней. Снаружи журчал ветер, но это не мог быть он один. И вправду прошло немного времени и звук возобновился. Я распахнул дверь и тут же сделал шаг назад. Там был Джейд. Тело стояло на четвереньках, жуткая пародия на человека и произносил одну и ту же фразу. Слова выходили сухими, шелестящими, как сквозняк под крышей. Убей меня! Сам окамневший, я отступал от двери, а он полз за мной, покачиваясь из стороны в сторону и повторял, повторял, убей меня, убей, убей меня, убей. Джейд стал неспешно подниматься. Ветер заполнял его, проникая в отверстие по всему телу, делая из него живой улей. Вместо пчел лезли из глазниц крупинки костяной трухи. Убей меня! Убей! Убей меня! Я схватил топор, которым мы разделывали дрова и одним ударом отсек Джейду голову. В ярких лучах солнца она шлепнулась на пол, как тяжелый плод. Крови на этот раз не было, только мелкий ссор сыпался из разверстой шеи. Ветер утих, как по волшебству. Я изрубил его на куски. Как выяснилось, в нем все же оставалось еще немного крови. Сложил в мешок и выбросил в окно. Меня отрясло. В голове роились объяснения. Я не мог остановиться ни на одном и сидел, обхватил плечи руками. Потом вскочил, как ужаленный, захлопнул дверь и вернулся на то же место. Солнце вставало все выше, заливая комнату желтым светом. Было ужасающе тихо. Я смотрел в одну точку, потом надоело, и я подошел к окну. Камни у подножия замка были оголены. Мешок лежал на них грязной тряпкой. От его содержимого не осталось и следа. Я прислушался. Где-то внизу засуетился ветер. Он обегал все закоулки, пустил в дело каждую щель. Голос за голосом включались в его симфонию. И вот уже весь замок гудел, как адский орган, привечая существо, которое в облаке снежных вихрей поднималось по замковым ступеням. Оно безошибочно определяло дорогу, ибо кто может знать дом лучше его хозяина. я взял топор и приготовился ждать. Бросив последний взгляд за стены, я отхожу от окна. Вой нарастает. Он возвращается снова и снова. И с каждым разом мои удары слабеют. Может быть, я умираю. Но конца забаве не будет, ведь мы, я и ветер, стоим на дальних рубежах. Две тысячи пятый год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Влад Женевский Влад Женевский Жар Читает Александр Водяной Мама! Она сидит на кухонном полу. Затылок обращен к юге Субтитры создавал DimaTorzok 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 Открыв дверь, она нашла его таким же, как и всегда Милым, неуклюжим пятилетним малышом Игрушки были раскиданы на полу У покемонов с роботами вышло побоище только и всего Но страха она себе не простила Она плохая Мама! Муж сумел выстроить дом в лесу вдали от города Зимнюю дачу, большую и удобную Он провел в это дом электричество, воду, газ и телефон Он даже ухитрился выкроить неделю отпуска, чтобы отдохнуть семьей Посидеть вместе за новогодним столом Сходить с сыном на лыжах раз или два Но не смог он одного Быть рядом, когда мальчик заболел Когда телефон замолчал, оставив их наедине с пургой Когда в библиотеке не нашлось ни одного медицинского справочника Когда стало плевать на его авралы и на его деньги Во всем доме погашен свет Она примет свое наказание и в темноте А ее сыну, погибающему в пылающей багряной бездне Уже не до этого мира Наверное, он все-таки поел снега Она запретила Вот и поел Ему и тогда было жарко В субботу Играя перед домом салки Они разгорячились Достаточно было отвернуться Всего минуту глядеть куда-нибудь в сторону И он отправил себе в рот горстычку студенного пороха На следующее утро порох воспламенился Сначала мальчик сухо кашлял Словно в его телеце взорвались крошечные пистоны Как?! Потом он задышал тяжело и редко Стал бормотать что-то про боль в груди Залили щеки, лоб, уши Вскоре он пылал весь Перепуганная Она вложила его в постель Поставила под мышку градусник В медицине она не смыслила ничего И лишь беспомощно наблюдала Как столбик ртути ползет вверх Тридцать девять Сорок Сорок один Мама Она провела сутки у его кровати Временами он затихал И лицо в оранжевом свете лампы Походило на кукольное В этом крохотном манекене Все же было что-то от ребенка Которому она дала жизнь Гораздо больше мать страшила другое То чуждое существо Что показывалось, когда открывались глаза С покрасневшими белками Существо чуть ворочалось Под одеялом Тупо глядело И ничего не воспринимало Вокруг себя Глухим Незнакомым голосом Оно лепетало Об огне О жгучих углях О людях с красными руками Мать смачивала Эти потрескавшиеся губы водой И ей чудилось, будто капли Падают на раскаленный противень И с легким шипением исчезают Час назад Она решилась на безумие Укутать его потеплей Пешком донести до ближайшего поселка А там Там ей помогут Должны помочь Она собирала одежду Когда почувствовала спиной Его взгляд И резко обернулась Мальчик смотрел Осмысленно В первый раз за эти сутки Она села у изголовья кровати Его глаза поблескивали в полумраке Это тоже было хорошим знаком Где твои руки, мама? Дай мне руку Попросил он хрипло И мать опустила Влажную ладонь В ладошку сына На пол все-таки намело Холмик снега И она безотчетно Водит по нему Кистью правой руки Так Обожженное место Тревожит меньше И легче не думать Откуда Этот ожог? На втором этаже У нее над головой Заскрепили половицы Как будто ступает муж Но его здесь нет А ее сын Скоро умрет И сохнет Сгорит И она ничего С этим не поделает Она ведь плохая мать Да-да Кто-то ходит Наверху Слышно Как разбилась Ваза Та Что на столике В коридоре Возле лестницы Потрескают ступени Может Это и вправду Муж Еще Что-то упало Теперь Уже ближе Какая Разница Так Хочется Забыться Веки Матери Опускаются Медленно Отворяется Дверь Мама Ее босые ступни Лижет Пламя Мама Мамочка Не отдавай Мама Это Пришла Смерть Мама Ту Продолжение следует... Продолжение следует... Читает Александр Водяной Вот, наконец, он крылья распустив Подобно корабельным парусам Подобно корабельным парусам От почвы оттолкнулся и взлетел с клубами чадными И много лик преодолел отважно, оседлав летучий дым Но в скорости клубы развеялись под ним И седока оставили в бескрайней пустоте Джон Мильтон «Потерянный рай» Книга вторая Перевод Аркадия Штейнберга В библиотеке бесшумно творилась дверь В образовавшейся щели Заблестел черный камешек Чей-то глаз озирал комнату Ярко пылали дрова в камине Дремотно стелились по полу багряные ковры Но глаз оставался холоден Окаймленный задорными рыжими шерстинками Сам он был лишен цвета и эмоций Казалось, сквозь щель Таращится на игру теней Лакированная пустота Мальчик беззвучно проник в библиотеку Он был худ Болезненная бледность Только подчеркивала черноту его глаз Из которых один Тот, что оставался невидим Пока другой изучал и разведывал Был неправильной фасолевидной формы Так и все лицо его Будто смятое, чей-то бежалостной пятерней Казалось карикатурой На человеческое Гримаса гнева или страдания Гляделась бы естественно на этом лице Но без страсти не покидала его Уродцу Могло быть и десять лет И пятнадцать Комната представляла собой огромный цилиндр Во всей окружности его Уходили верхушками куда-то во тьму Книжные шкафы Света камина хватало лишь на небольшое пространство Прямые полки Позолоченные корешки Пышные канделябры И в центре массивный стол красного дерева За которым согнулась исполинская фигура Бесцветная Недвижимая Недвижимая Похожая на статую Но нет То и дело раздавался скрип пера И по ее очертаниям пробегал трепет К столу мальчик и направился Он старался ставить ступни мягко Надеясь внезапным появлением завоевать себе превосходство Фут за футом Преодолевал он своей качкой Неуверенной походкой И когда уже почти добрался до цели Случилось нечто страшное Где-то высоко Под неведовым потолком Хлюпнув Разлетелась в труху деревяшка И градом посыпались влажные тома Увлекая за собой Нижних соседей И рос Ширился грохот Разрывая барабанные перепонки На багрянце ковра Маленького существа Но удара не последовало Сэн Повторил голос Мальчик медленно поднялся с пола Уродливое лицо осталось непроницаемым Но он был очень недоволен собой Громовой голос отца Всегда действовал на него так Прежде чем ответить Мальчик посмотрел наверх Все тот же мрак Ничем не нарушенный Непроглядный Ему все почудилось Он собрался с духом и начал Отец Мне надо сказать тебе одну важную вещь Говори им Отец Я не верю в Бога Легонький Едва заметный стук На столешницу упало перо Теперь и мальчик обратился в изваяние Вся комната замерла Даже огонь в камине Стал на миг не более Чем искусной имитации Написанной на холсте До того было тихо Повтори Мальчик знал, что эта битва будет смертельной Если он спасует, будет только хуже Отец Я не верю в Бога Отец Я не верю в Бога Я атеист Глаза их встречались нечасто И тем страшнее сошлись они теперь Жгучий Ненавидящий взгляд взрослого И темные озерца На безобразном личике Воздух точно завибрировал Напряжение росло И грозило разразиться взрывом Но гигант в кресле сдержал себя Опустив руки на подлокотники Он все так же безмолвно Взирал настоящего перед ним сына Последнему стоило невероятных усилий Не забиться в дикой дрожи Под этой тяжестью Наконец отец заговорил Понимаешь ли ты, что только что сказал? Да, отец Кто тебя научил этому? Никто, отец Я сам дошел до этого Бога Нет Это все обман Это Довольно Подробности меня не интересуют Он помедлил Ты всегда был сопляком Я ожидал от тебя чего-нибудь подобного В твоем возрасте сомнения естественны Но один ты Умудрился дойти до такого абсурда Знаешь, что я сейчас делаю? Нет, отец Я подниму эту трубку И сделаю короткий звонок А через полчаса У меня не будет сына Отец Пожалуй, полчаса Слишком много с тебя Ты уже не имеешь права Называть меня отцом Ступай в приемную На первом этаже И жди Тебя заберут Вещей можешь не собирать И не глядя на бывшего теперь сына Он взялся за лапку телефона А мальчик не трогался с места Мучнистая кожа щек и лба Будто покрылась трещинами Бархатный сюртук подергивался на плечах Выдавая бушующую внутри ярость Но под белесыми бровями Было по-прежнему черно и пусто Я понимаю, что это посягательство Падали в трубку тяжелые слова Да, он уже ждет Он развернулся И побрел к выходу Затворив за собой дверь Отвергнутый сын не стал спешить В коридоре, где он сейчас стоял Лениво переливался сумрак И лишь далеко справа Мерцал бледно-желтый свет Уродец двинулся в его сторону Немного странно было ступать По шелестящему ковру Зная, что это в последний раз Еще страннее видеть красные глаза слуг Те прятались за базальтовыми колоннами Что ритмически прорезали стены Через каждые тридцать шагов Слуги высовывали раздвоенные языки Скребли когтями по камню В прежние времена Стоило атеисту сделать движение в их сторону Как чернильные силуэты сжимались в комок Но отныне он был отверженным И красные огоньки на безносых лицах Горели злобой и насмешкой «Безбожник!» Шипели они, не осмеливаясь дотронуться до него Это его не обижало Коридор закончился И мальчик очутился у широкой лестницы С бордовой стены Мертвенным взглядом смотрел светильник В виде кладбищенского нарцисса Черные царапины расходились по лепесткам И каждый из шести заканчивался крестом «Чушь!» — произнес атеист И плюнул на ковер Повернувшись к гербу спиной Он начал спускаться по черным ступеням Внизу он свернул направо И, пройдя через несколько комнат Оказался в приемной Обыкновенно у высоких дверей стоял привратник Но в этот вечер его отпустили Здесь не принимали Ждали И обстановка была простой Массивные скамьи, светильники, нарциссы И еще оклубилось словно жидкое пламя Розовая кисия В стенах гудели невидимые вентиляторы Мальчик сел поближе к дверям И уставился перед собой Колыхание ткани вызывало тошноту Порой щеки нежно касался розовый язычок Атеист машинальным движением смахивал его И в искусственном огне было больше жизни, чем в этой костлявой руке Он догадывался, куда его повезут И раздумывал, что будет там говорить Идея атеизма Возвышалась в сознании колоссальной башни О которую разбивался любой страх Любое сомнение Но в библиотеке он забыл о своей силе И тем позорнее было это поражение Теперь он изготовился драться Снаружи послышался шум мотора А за ним торопливый топот И скрип дверных петель Уродец встал, когда его окликнули И по обледенелому крыльцу Заковылял к автомобилю Металл отливал черным и золотым Но атеиста это заботило так же мало Как и шелест, опавший кисии за спиной Машина тронулась Мальчик сидел между двумя инквизиторами Фиолетовые капюшоны, белые кресты Но обзора ему хватало Все было как всегда Обветшалые особняки Угрюмые ограды Редкие прохожие И всюду-всюду снег Снег скрывал тротуары И налегал на фонари Душил деревья и пожирал крыши Облачал ноги статуи И наполнял пустые фонтаны Далеко вверху За крапчатой белой пеленой Угадывался ледяной свод А о восточном его углу Замороженное солнце Они проезжали мимо церквей Было утро воскресенья И у входных арок Толпились понурые прихожане В серых плащах Чуть завидев автомобиль Они спешно отворачивались И обращали взоры К остроконечным фронтонам Где порой из-за снежной занавеси Выступали строгие лики святых Атеисту было нечего Сказать стражникам А те с ним Не заговаривали По городу ехали долго Ну а наконец Миновали сторожевую будку На окраине И начались пустоши Снег здесь старел Уже безраздельно Вдали вырисовывались Циклопические каркасы С которых свисали Крюки и цепи Некоторые были так велики Что атеист мог здоровым глазом Разглядеть отдельные звенья Попадали сооружения Напоминающие исполинские утюги Печи В жерло которых Многие сотни лет Не входило ничего Кроме ветра и снега Кренились котлы и вышки Сиротливо ходили на петлях Кривые створки ворот Аспидно-черное полотно Под колесами автомобиля Казалось не имело конца Несколько раз Атеист засыпал Но неизменно разлепив ресницы Видел эту полосу Шпагой, прорезающую степь Ненужного металла Становилось все больше Он подползал ближе к дороге Слева на горизонте Показалась желтая громада Размером превосходящая Все, что встречалось им ранее Уродец Его уже мутило От предсказуемости мира Знал Что она окажется Золотым дворцом Мальчик снова заснул Вдруг шофер буркнул Разбудив его Скоро врата Головы в капюшонах Разом склонились И непокрытая голова Дерзко поднялась Ждать пришлось недолго Вскоре они встали на горизонте Неизъяснимо огромные Чудовищные Железные створы Не знающие пределов Никакая сила Не смогла бы Стронуть их с места Но они были Распахнуты А в проеме зияла Пустота Вертелись шурша колеса Щель росла и росла И уродец чувствовал страх Охвативший инквизиторов Те надвинули капюшоны До самых носов Его же Чьедушного прямого Как палка Ничто не страшило Ибо он атеист Веровал в ничто Руки в фиолетовых перчатках Сомкнулись на руле Как волчьи челюсти На овечьем боку Проехали первые врата За ними поднялись вторые И еще одни И еще Железные Медные Алмазные Всех по трое Все тускло мерцали Автомобиль тряхнуло на выезде И он покатил По бесконечному мосту Над бездной Мелькали на свете фар Столбы парапета Да древние камни А вокруг тьма Абсолютная Безбрежная Здесь не существовало Неба и земли Только тьма Только мост Инквизиторы заснули Или притворили спящими Но мальчику не спалось Он знал Что шофер избегает Смотреть в зеркало Заднего вида Ему мерещилось Что через черные дыры На лице уродца Вливается в салон пустота А ее шофер боялся Как ничего другого Автомобиль взобрался На вершину каменной дуги И теперь мчался вниз Подпрыгивая На выбоиных Внезапно погасли фары И в кабину Хлынул мрак С водительского сидения Повеяло холодом Инквизиторы ахнули Слышно было Как входит в пол Педаль тормоза Мучительно Со скрипом Наконец они остановились Воцарилось безмолвие Атеист знал Что в этот момент Он мог сделать Со своим парализованным ужасом Конвоем Что угодно Мог пробраться к дверце Беспрепятственно открыть ее И навсегда слиться с пустотой Или перегрызь каждому горло Но тогда не было бы боя Поэтому он просто ждал Я выйду Выдавил шофер Не дожидавшись ответа Он стал возиться с ручкой Влажные пальцы Соскальзывали с металла Атеист почти видел это Оглушительно щелкнул замок За ним через секунду фонарик Стукнул об улыжных ботинок Второй Медленно выползло наружу Потное тело Прошуршали пугливые шажки Со скрипом Открылся капот Атеисту надоело слушать И под свистящее дыхание инквизиторов Он погрузился в сон Пробуждение принесло перемены Впереди Затмевая свечение починенных фар Встал громадный шар песочного цвета Съехав с моста Они покатили по его пустынной поверхности На развилке повернули направо Проехали еще по одному Меньшему мосту через пустоту На новом куске земли Забрались в туннель И в конце Вынырнули на лесную поляну Автомобиль петлял среди голых осенних деревьев За серыми стволами Прятались другие серые стволы И больше ничего Стражи атеиста приосанились Видно, здесь им дышалось вольнее Они остановились возле величественного особняка Слева ложились в темный пруд Палые листья Справа Горестно небыствовал Ябоневый сад Само здание будто дышало Частыми волнами Накатывала на него Туманная рябь Скрывая кладку Карнизы И изваяния в нишах Переплеты стрельчатых окон Чернели металлом На крыльце их ждал великий инквизитор Простое облачение пылало пурпуром В остальном же он был неотличим От младших чинов Окружавших его Атеист вылез из машины Ноги затекли Но никогда не отличался Легкостью движений Да и сейчас мало о том заботился Хотелось одного Высказаться Перед громадой великого инквизитора Его фигурка казалась совсем крохотной Но ему, еретику Полагалась стража И процессия двинулась к дверям Мрачный владыка Чтедушный уродец И десяток молчаливых капюшонов Внутри горели факелы Стены здесь были выше, чем в доме Нарцисса И без украшений Только толстый Тесанный гранит Эхо шагов металось В этих коридорах Как стая летучих мышей Дверей было мало Остановились после долгого пути У шестой Пурпуровый гигант Потянул ручку И отступил Атеиста подтолкнули И он ступил в длинную пустынную залу Вдоль стен тянулись грубые колонны В дальнем конце Между двух больших окон Возвышался каменный трон На котором кто-то сидел Туда великий инквизитор Оставив стражу за дверьми И повел мальчика Тот уставил взгляд себе под ноги Но не из благоговения Или страха Как мог бы надеяться Его грозный спутник В последний раз Взвешивая каждую мысль Каждый довод Маленький атеист С удовлетворением находил Что они остры Как когти инквизиторов Эти лезвия точились с тех пор Как заря разума Забрежило в его безобразной голове В древних книгах Он выискывал места Которые другие пропускали Или принимали не раздумывая Он же сравнивал Разымал Собирал На воскресных службах Куда водили его родители Мальчик ловил Каждую неточность Мать Прочила ему Духовную карьеру Отец был трезвей В бездонных глазах сына Ему виделось Нечто беспредельно чуждое Чуждое всему Что составляло Его собственную жизнь Свой страх Он принимал за презрение Но итог был один Мальчик без помех Карабкался к новой Неясной цели Сам не знает Для чего это делает Он вообще Мало думал о себе Достигнул вершины Если это было не дно Он пошел к отцу Но для того лишь Понял он Шаркая по плитам Бескрайней залы Чтобы оказаться здесь И изречь истину великану С тлеющими очами Что восседали на троне Между двух окон Инквизитор встал Слева от атеиста И возвестил Прибыл Назычный голос Сотни раз разбившийся камень Обратился в слабый стон Был 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 Сидеющая голова поднялась Знаешь ли При чьими очами Ты предстал Грязный вероотступник Спросил инквизитор Да Ответил мальчик Бестонным голосом Так кто же это Чеканно Отчетливо прозвучали слова Это Люцифер Бывший князь тьмы На миг За старческим лицом Проступила юная Угли в глазах Вспыхнули Но Люцифер Остался Как сидел На месте Инквизитор Открыл В изумлении рот Щенок Щенок не ведает Что слетает С его поганых уст Не будем же позволять ему Во чче Сотрясать воздух Князь Точно мягкая мелодия И заструилась Тьмы Кослявым червем Еретик продолжал, «Когда-то ты грозил эмпирею кулаком, Теперь эмпирея нет. Когда-то внизу клокотал хаос, Но теперь его нет. Когда-то ты знал, для чего существуешь, Теперь нет. Когда-то ты боялся его, Теперь ты боишься меня. Ты проиграл. Тебя не осталось ничего. — Постой! — сказал Люцифер, словно выйдя из раздумья. — Ты кое-чего не понимаешь? — Стража! Вальзелул! Оставьте нас! Инквизитор поколебался. Но не рискнуло слушаться хозяйского приказа. Низко склонив голову, Он прошествовал к выходу. Из-за колонн вышли стражники И последовали за ним. Вместе с ушедшими, казалось, Исчез из залы и всякий звук. Люцифер встал, Люцифер встал, Раскинул руки И расправил крылья. Мощные, великолепные. Осанка его была величава. Он вздымался живой скалой. Неужели сейчас назовешь ты меня Бывшим владыкой ада Глупец? Атеист не ответил. Люцифер приблизился к левому окну. Там он некоторое время Всматривался во что-то. Потом поманил мальчика пальцем. Тот встал рядом с князем. Подбородок уродца Едва не лежал на подоконнике. Чело Люцифера Едва не сдевало В верхней кромке окна. За толстым стеклом Мальчик увидел черное поле Испещренное каплями звезд. Ближе к центру Правее золотого сгустка пламени Голубел пестрый шар. Земля! Впрочем, ты и без меня это знаешь. Маленький вундеркинд Не вдомек тебе одно. Это и есть Мои подлинные владения. Да, Бог ушел, Потому что победа была за мной. Херувимы сгинули вместе с ним. И мой дворец Стоит в райском саду. А человечество стало моим всецело. Смотрись, Найдешь ли ты хотя бы один поступок, Что совершался бы ими Не в мое имя. Гляди, Теперь ненависть и любовь равны. Все смешалось. Нет среди них Ни единого достойного, Даже мук, Чистилища. Они рождаются из грязи. Очисти грязь, Очисти грязь, Получишь ничто. Атеист напрягся, Орая же, Говорить просто нелепо. И на что мы скажи, Пылающий душный ад, Если вся земля Пропитана грехом, Как офитиль маслом. Их церкви пустуют, Как никогда прежде. Зачем же ты строишь церкви здесь? Спросил атеист. Люцифер усмехнулся. Во благо моих подданных. Мне следовало бы покарать их. Но слишком долго Мы были вместе. И мне их жаль. Когда-то они последовали за мной И поплатились за это. Теперь, Когда месть свершилась, Они все как один Поджали хвосты И вспомнили Свои небесные корни. Пришлось дать им веру. Человечеству она уже не надобна. А инквизиция Спросил атеист. Это их задумка. Я никого не понукал. Тысячелетиями Они охотились За людскими душами. А нынче Вместо того, Чтобы пожинать плоды, Как это делаю я, Они хнычут. Наслаждение Наслаждение Наука не для них. Как дети Они копируют Людские обычаи и предметы. И в самом деле Некогда не было в аду Ни домов, Ни церквей, Ни автомобилей. Я забавляюсь, Давая им эти игрушки. А такие, как ты, Должны за это платить. Им Надо на ком-то отыгрываться За свою слабость. Ты лжешь! Люцифер Метнул на атеиста Быстрый взгляд. Ты так же слаб, Как и они. Я знаю это. В твоих глазах Тот же страх. Через несколько минут Ты умрешь. У меня достанет На это силы. Можешь говорить, Что тебе вздумается. Ты тоскуешь По нему. Промолвил атеист. Огромное тело Резко, как ключ в замке, Повернулось, Нависло над еретиком. Ты боишься пустоты. Ты боишься тьмы. Ты ей не хозяин. Воскликнул атеист. Воскликнул атеист. И ты слаб. Ты слаб. Твоя сила в людях. Но и ей ты уже не хозяин. Ты раздал ее без остатка. Человечество. Вот настоящий сатана. Ты тень. Теперь в тебе нет нужды. Но вот тебе Кто-то нужен. Нужен смысл. Нужна борьба. Тебе нужен Бог. Одним страшным ударом Люцифер снес уродцу голову. Стало тихо. Тяжело дыша, Князь вернулся на трон. Молчали угрюмые плиты. Голубела за окнами Грешная земля. Внезапно Люцифер вскочил И кинулся вправо. Там, за толстой колонной, Скрывалась свинцовая дверь. Князь втиснулся в проем И очутился в комнате, Где едва мог стоять, Сгорбившись. Он пал на колени Перед стеной, На которой червоным золотом Поблескивал большой крест. Отче! На что ты меня, На что ты меня оставил? Крик долго блуждал, По каменным коридорам, Пока за нечаянно распахнутым окном Не встретил пустоты И оборвался. Второе февраля Две тысячи шестого года Примечание автора География потустороннего мира Частично подсказана поэмой Джона Мильтона Потерянный рай Две тысячи шестого года Частично подсказана поэмой Ветер Две тысячи шестого года Влад Женевский Земля засыпает, утром она умылась росой, но влага давно ушла, день был жаркий, Сладкая дрема слышится в стрекоте сверчков, пчелы уже сложили крылышки в своих медовых домиках и видят пряные сны. Ветерок на ощупь пробирается среди высоких трав и сушеных летним небом, а оно покрывается румянцем, точно устыдившись дневных дел, Ведь сегодня оно раздевало детей, стариков, юноши и девушек, мешало работать и напитывало души линцой. Близится закат, и краски сгущаются, лютики набухли золотом, розовый клевер уже олеет, дыхание остывающей земли все ровнее и тише. Но здесь, на ничейном холме, где иногда пасутся коровы, ее тревожат чьи-то шаги. Идут двое, мужчина и девочка лет пяти, оба одеты бедно в бесцветной рубахе. У взрослого, кажется, и кожа сливается с тканью. Он погрузился в думы, и еле слышно что-то бормочет. Грубой лапищей он сжимает ручонку дочери, и малышке волей-неволей приходится за ним поспевать. Нехоженная тропа бежит куда-то вперед, к темной гребенке леса. До нее еще далеко. Девчушкины глазенки, огромные, любопытные, блестят малахитом. Она озирается по сторонам, смотрит поверх трав на запад. Там тонет багряное солнце. Раздвинуть бы стебли, потрогать бы яркий шарик. Горячим он окажется или холодным. Отец тянет за собой и не дает, как следует, подумать. На лицо его легла тень. Девочке немного страшно. Она редко бывает вдали от дома, среди безлюдных холмов. Но беспокойство развеивается в вечернем воздухе. И с каждым вдохом ей все больше хочется жить. Ей все больше хочется жить. Глава первая. Городского садовника не любили. Кое-кто в Герцбурге поговаривал, что можно было бы и вовсе обойтись без него. Хлопот от него куда больше, чем пользы, ворчали люди. В старом Христофе столько желчи, что для крови верное место не остается. Попомните наше слово. Как приставится, вскроют его, и внутри все желто будет. Да и годится ли это, что какой-то холопский сын от порядочных людей нос воротит? Другие возражали. Ну и что с того, что характер не сахар? Мы тут все не серафимы. А он цветы растит на зависть. Пусть и дальше растит, а мы уж потерпим как-нибудь. Хочет жить на особицу, так что ж, не наша эта забота. Первые ворчали, но соглашались. Саду Христофа и вправду не было равных. Розы, рдяные, янтарные, лазурные. Взрывались фонтанами лепестков. Изящные лилии могли бы венчать и королевское чело. У Христофа росли ирисы, гладиолусы, нарциссы, георгины. Где-то в оранжереях таились волшебные орхидеи. Лучшие лавки Герцбурга и соседних городов боролись за его цветы. Дворяне закладывали имение, чтобы подарить возлюбленным эту хрупкую красоту. Старый садовник держал приходящих работников, платил которым довольно прилично, но и требовал многого. Христофа раздражает шум, так извольте отложить разговоры до вечера. Христоф не в настроении. Будьте так любезны. Не путайтесь у него под ногами. А, хотите денег? Тогда работайте, пока кожа с рук не сойдет. Сад располагался на западной окраине города, над обрывом. С этой стороны тянулись остатки древних укреплений. Стены вдоль улиц возвели несколько десятилетий назад. За зубцами ограды вставали старые деревья, погружая мостовую в тень. Здесь всегда было прохладно. Горожане гадали, зачем упрятывать цветы за толстый камень, как в темницу. И заглядывает ли внутрь солнце. Христоф не пускал в сад посторонних. За редким исключением товар развозили по лавкам его помощники. Почти такие же угрюмы, как хозяин. Разговаривали они неохотно и мало, будто скрывая какую-то тайну. Сад будоражил воображение герцбуржцев помоложе. Родители тщетно убеждали их, что никакой тайны нет. И это было правдой. За решетчатыми воротами Христоф укрывался от людей. И только. В юные годы ему, крестьянскому сыну, привелось перенести немало унижений. Хозяева, бюргеры и знать в ту пору ставили цветовода не выше дрессированной собаки. Но кропотливым трудом Христоф завоевывал себе положение. Накопив немного денег, он завел в окрестности у Герцбурга собственный садик. Вывел три сорта дорогих лилий и разбогател. С достатком пришло и уважение. И в сорок лет ему верили городской сад, где он водворился полновластно. Он выгнал всех трудней, закрыл вход для праздно-шатаев и наладил все так, что сад стал славой Герцбурга. Домик его стоял в глубине сада. Христоф выходил нечасто, по делам и в церковь. Раз в месяц он пешком отправлялся за город. За бросами до скрещивания. Во всем же прочем, жил отшельником и людям не докучал. И все же садовника не любили. Едва сутулая фигура показывалась из-за угла, знакомые с Христофом переходили на противоположную сторону. Он стучал черной тростью по булыжнику мостовой. Да не стучал даже, а колотил, так что вызывало мигрень у пожилых дам. Шел он, не считаясь с другими прохожими. Случалось наконечник трости. Ударял по чьей-нибудь ноге. Пострадавший возмущенно требовал извинений. Христоф, ухмыляясь, фыркал из-под пышных усов. Не извольте серчать, любезный господин. А любезный господин почему-то чувствовал себя неуютно. И больше со стариком уже не связывался. Он ни с кем не здоровался. Даже с мэром. Однажды мэр оскорбился. И послал садовнику гневное письмо. А тот в ответ сослался на слабое зрение. И точно. Улочки в Герцбурге были узкими и темными. Стариковские глаза могли и не углядеть кого-то в густой тени. Мэра объяснение удовлетворило. Но приказчики лавок только качали головами. От взора Христофа не ускользало ничего. Ни мелкая монетка, ни приписка мелким почерком в договоре. В церкви садовник садился всегда на одно и то же место, презрев всякую иерархию и манеры. От него отсаживались на почтительное расстояние якобы из-за терпкого запаха удобрений. Пастор напротив его уважал. Проповедь проходила в тишине и порядке. Если этот скромный прихожанин сидел на своей скамье, он не шикал, хватал одного взгляда из-под косматых бровей, чтобы болтун осекся. Родители наделили Христофа могучим телосложением, мрачным лицом и крепкими кулаками. Все это он сохранил до старости и лезть на рожон не хотелось никому. Новые в городе люди звали его на приемы и не получали даже формального отказа. Иные негодовали и грозили сжить садовника сосвету, но вскоре остывали. Уж такой был человек. И негодование совсем утихало, когда узнавали его происхождение. Христофа не любили, но с ним мирились и ему не перечили, пока в Герцбурге не появился новый почмейстер. Одним воскресным утром садовник явился, как обычно, в церковь. Был жаркий день, и в плотном костюме он изрядно взапрел. Служба еще не началась. Шагая между рядами, старик оттирал платком под солба. Когда он подошел к своей скамье, та оказалась занята. Какой-то тучный господин восседал на его, Христофа, законном месте и, очевидно, страдал от зноя и скуки. Серый сиртук сдувался на круглых плечах. Казалось, он вот-вот лопнет. По пляшивой голове, обильно, будто она таяла, текли крупные капли. Христоф сказал, будьте так любезны, освободить мою скамью. Толстек с трудом повернул голову и пробубнил. А, да-да, конечно, я подвинусь. Прошу меня извинить. Христоф процедил. «Я никого не просил подвигаться. Я просил освободить мою скамью». Тучный господин его будто и не слышал. Точно громадный слизень. Он медленно пополз вправо, пока из-под обширного зада не выпростался кусочек скамьи. «Пожалуйте», — улыбнулся он. «Я новый почмейстер, Йоханн Шпатенфверфер». «И с кем имею честь беседовать?» Садовник затряся от злости. Трость застучала по мрамору, как дятел по дубу. Потом заходила в руках и вдруг взлетела. Удар обрушился на спинку соседней скамьи. Но бивший охотнее направил бы его на голову почмейстера. Тот в изумлении разинул рот. На кафедре возник пастор, сияющий ослепительней церковных стен. «Братья и сестры!» — начал было он, но, увидев быстро удаляющийся спину Христофа, запнулся. Происшествие обсуждали несколько дней. Почмейстер оказался человеком незлобивым и сам заступался за вспыльчивого старика. А тот его ненавидел. Люто, да безумие. В улыбке толстяка он усмотрел насмешку. Рассудок затопили гнетущие воспоминания. Вот такой же ухмылкой Христофа ставили тогда на место. Над ним забавлялись. И ради пущей остроты притворялись, будто он среди равных. Но это было, как и сейчас, единственно Давиду. Чего бы он ни достиг, для них он остается чумазым крестьянским сынком, который имел наглость из деревенской глуши перебраться в Герцбург. Переживания не сказались на искусстве Христофа. Его цветы по-прежнему околдовывали людей. Но жизнь стала для садовника невыносимой. Он почти не выходил за пределы сада, боялся, что снова осмеют. И тогда он решил убить почмейстера. Сидя лунными ночами на скамеечке перед домом, Христоф перебирал в памяти всевозможные способы умерщвления. Однако все они представлялись или недостаточно жестокими, или слишком опасными для него самого. А он не желал гибнуть из-за жирной свиньи, предмета своей ненависти. Христоф смотрел на луну, луна взирала на Христофа. А он так ничего и не придумал. Глава вторая. Одним летним утром садовник беззвучно творил и тут же закрыл калитку в воротах. Как никогда он не хотел привлекать внимание. Христоф вдохнул, как бы неохотно, прохладного воздуха и двинулся прочь. Он держался тени и в своей скромной робе с холщовым мешком на плече был совсем неприметным. Герцбург спал и из некоторых окон еще доносился трубный храп. Небо над двускатными крышами ширилось и выцветало. Сутулый гигант выбирал переулки потемнее. Если какая-нибудь ранняя пташка видела его, то принимала за обыкновенного работника, идущего по своим немудреным делам. Пачмейстерский дом стоял в начале гранитной аллеи. Христоф окинул его сумрачным взором, не задерживая шагов. Через высоченную дверь жирная свинья выползала из своего хлева. Но садовник поклялся, что наступит день, когда этого не случится. Особенных причин для спешки не было, и все же он шел ходко почти стремительно. Когда солнце окончательно утвердилось, где-то среди фарфоровых облаков, Герцбург уже остался у него за спиной. В западном направлении ходили и ездили нечасто, колея тракта еле угадывалась. Путник вскоре свернул с нее налево и затерялся среди изумрудных взгорий. Ему сообщили, что милях в семи от города появился необычный цветок. Судя по описанию, это был редкий вид Адониса, за которым садовник безуспешно охотился много лет. Он не стал посылать помощников. Тут нужен был опытный глаз, да и ноги размять хотелось подальше от душного города. Переваливая с пригорка на пригорок, старик потихоньку успокаивался. Все здесь полнилось безмятежностью. Чуть поодаль возвышался лес и сквозь благоухание луга пробивался его строгий аромат. Солнце пекло. Иногда садовник сходил с тропинки, ведомой ему одному, чтобы рассмотреть какую-нибудь затейливую растеницу. В траве шнаряла всякая мелочь, в воздухе жужжали шмели и стрекозы. Старый цветовод нежно касался миниатюрных лепестков и думал, что они ластятся к нему, как котята. Блаженное одиночество, знакомое с детства, растягивало окостенелые губы в улыбку. Но тут же вспоминался почмейстер. Христово мрачнел и продолжал свой путь. Ему легчало. Тропинка разбилась об опушку, и старик вступил под ветвистые своды. Здесь было душно и шумно. Под ногами трещал валежник. Местами он лежал так плотно, что молодая поросль едва угадывалась. Приступы учащались. Он жалел, что не взял с собой трость, молотил бы ею по пухлым ржавым грибам, чтобы хоть как-то выпустить злобу. Напомнил о себе голод. Старик на ходу рвал припасенный ломоть хлеба и вгрызался в мякиш, как борзаев зайца. Вскоре он вышел на полянку, где, как ему сообщили, и видели тот цветок. Адонис. Садовник излазил всю прогалину на четвереньках и нашел-таки желтый цветок. Здесь, на западе от Герцбурга, он и в самом деле встречался редко, но среди обитателей восточных деревень считался сорняком. Это был другой вид, и день пропал зря. Христов взбесился и принялся втаптывать цветок в землю, почему-то обвиняя во всем почмейстера. От растений не осталось и следа, но башмак бил снова и снова, как молот судьбы. Идти прежней дорогой было не в моготу. Садовник пошел на пролом через чащу и скоро уже продирался сквозь густой подлесок. Кустарник все норовил истрапать его. В отместку старик ломал гибкие ветви, сила у него доставала. Внезапно где-то справа пронзительно пискнула мышь. В тоненьком голоске звучала почти человеческая боль и нечеловеческий ужас. Истошный вереск ворвался в мысли Христофа, и тот неожиданно до себя похолодел. Лес здесь заканчивался, впереди растилался луг. Над ним вставало небо, затянутое белесой пеленой. Солнце куда-то запропастилось. А грызун все пищал. Слышалось его шуршание. Видно, мучитель мыши был существом беспокойным. Садовник, оправившись от испуга, хотел уже идти дальше. Звериные дела его не касались, и одной свиньи хватало с избытком. Однако взыграло крестьянское любопытство. Старик тихонько раздвинул кусты и нагнулся, напрягая глаза. Мышь агонизировала. Хвостик бешено дергался, будто вся жизнь, отпущенная зверьку, скопилась в этой ниточке плоти. Но крохотное сердце уже замирало, выплескивая последние капли крови. Та стремилась к своему настоящему источнику, к земле. И алые паутинки терялись где-то в траве. А из травы бессмысленно торчала пухлая детская ручонка. Она никому не принадлежала. Там, где полагалось быть локтю, начиналась земля. Ручонка качалась взад и вперед, лениво вращая кистью. Нежные пальчики комкали мышь, как бумажку, с чудовищной силой. Кожа, девственно белая, покрылась кровавым узором. Рядом гнили трупики других мышей, землероек, птичек и пауков. Стоял легкий душок. Внутри Христофа что-то заметалось, моля бежать, прятаться, звать на помощь. Этот жалобный голос был ему чужд. Садовник никогда прежде его не слышал, а, услышав сейчас, не прислушался. Такая жуть сквозила в этом плавном движении, что взгляда он отвести не мог. Мышь, наконец, издохла. Белый кулачок рожался и превратился в ладошку, отбросив комок падали. В тиши шорох казался оглушительным. Ручонка колыхалась, словно махая кому-то вслед. Рассудок старика прояснился. Перед ним было нечто противное природе и человеку. «Вся в мире для чего-то нужно», думал он. «Но кроме этого... Оно существует до того, только чтобы хватать, мять, кромсать, и опять хватать. Бог такого не потерпел бы. Это выдумка дьявола. Нелепый каприз, способный на одно лишь убийство». И тут Христофа осенило. Он торопливо скинул со спины мешок, который незаметно успел налиться тяжестью, и достал из него небольшую лопатку. Дело предстояло нелегкое, но оно того стоило. Прежде чем начать, он осмотрелся. По-прежнему все купалось в тишине. Только солнце вернулось на небосвод, да холмы сияли зеленью. Тогда старик обломал ветки кустов, чтобы освободить место для работы, и принялся осторожно окапывать ручонку. Та часто, как собачий хвост, задергалась. Дерн попался жесткий, но старому садовнику было не привыкать. Он не знал, глубоко ли надо копать, и время от времени пробовал корень штыком. Когда металл прорезал мягкую землю, Христоф удовлетворенно кивнул. Вышло легче, чем он опасался. Оставалось лишь пройтись разок по окружности. Бдительности он не терял ни на миг. Ручонка, как не силилась, не могла до него дотянуться. Старик подбадривал ее. — Не бойся, милая! Дурного тебе не сделаю! Красавица моя, потерпи! Теперь предстояло самое трудное. Он коротко глянул на небо. То уже начинало смуглеть. Солнце наливалось рыжиной. С такой ношей совсем не годилось возвращаться в ночную пору, и старик заторопился. Он порадовался, что взял большой мешок. Расстелив его на земле отверстием кверху, Христоф поддел лопаткой высвобожденный ком. Держать его на весу было опасно, но старик не мог не залюбоваться нелепым зрелищем, самым странным саженцем, какой ему доводилось видеть. Ручонка угрожающе шевелила пальцами. Бережно опустив ком в мешок, он черенком приподнял один край ткани и набросил сверху. Затем тоже проделал с другой стороны. «Вот уж не ведал, что цветочка напугаюсь!» ворчал про себя Христоф, затягивая тесемки. Грубая мешковина была не так толста, чтобы избавить его от тревоги. Он чуть отступил, чтобы поглядеть, что получилось, и остался доволен. Мешок, как мешок, мало ли таких. С лопаткой в одной руке, с мешком в другой, садовник пустился в обратный путь. Рыжая светила валилась за горизонт, утягивая за собой день со всеми его звуками. Травы мрачнели, тропинка растворялась в сумерках. То и дело приходилось проверять мешок. Копошение внутри не утихало ни на миг. Садовник холодел и все же посмеивался себе в усы. Он вспомнил, как мальчиком носил матери цветы. Он спускался в самые глубокие балки, где даже в знойные месяцы не засыхала грязь. Протискивался в укромные расщелины, чтобы вскарабкаться на скалу и оказаться среди лугов, ведомых лишь небу и птицам. Он кружил часами по чищобам, межросыпи звериных следов. Забирался в топи, медленно перед каждым шагом и боясь оступиться. И неизменно возвращался с букетом, которому все дивились. В их семье не знали подарка дороже. Вот и в этот летний день Христо выискал в глуши нечто особенное. «Уж свинье-то она придется по душе!» — подумал он. И тогда солнце рухнуло. Глава третья Он вошел в город вместе с темнотой. Ночной Герцбург был уж умнее и ярче дневного. У каждого фонаря, как разомлевшие от нектара мотыльки, вились продажные женщины и пьяные мужчины. Гудели кабаки. Христов искусно обходил все ловушки, едва их замечая, и вскоре был у ворот сада. Превратник дремал в своей будочке. Садовник не стал его будить. Опасливо озираясь, он без фонаря прошел в дальний угол сада, где находилась его личная оранжерея. Ночь превратила прозрачную призму в угрюмый склеп. За толстым ее стеклом дремали самые редкие капризные цветы. Луна, если выползала из-за небесных хребтов, бросала на оранжерею быстрый взгляд, но не могла ничего рассмотреть и в раздражении удалялась. Старик опустил свою ношу на земь и стоял в раздумьях. Возиться в потемках было слишком опасно, а ждать до утра немыслимо. Он ведь ничего, ничего не знал об этом растейнице. Что питало его корни? Оно могло погибнуть до рассвета. Из мешка и так уже не доносилось никаких звуков. И он решил работать тут же, ночью. Сходил за фонарем и зажег его, однако приглушил свет тряпкой. Внутри оранжереи, в душных потемках, разрыхлил клочок жирной почвой и вышел за саженцем с лопаткой на готове. Он намеревался развязать тесемки, но этого не понадобилось. Что-то светлое метнулось из мешка и вцепилось ему в голень крепкой бульдожья хваткой. Боль брызнула в голову жгучей струей. Старик охнул и ударил нецелись лопатой. Затрещали чьи-то кости. И садовник мгновенно потерял равновесие и упал навзничь. Брыкаясь, взметывая ладонями землю, он отполз, и луна, будто в зеркало, смотрела в его побелевшее лицо. Ошеломленный он не сразу пришел в чувство. Нападение застало его врасплох. Смерть из мешка предназначалась другому. Он приподнялся на локтях. Ногу ломило страшно. Ручонка плясала в серебристом лунном свете, словно крестьяночка на празднике урожая. Далеко выбрасывая пальцы, низ твой сгибаясь, виясь полоской алебастровой плоти. Эта танцовщица не потела, не шелестела юбками. Христо увидел каждую линию на детской коже, и ему мерещилась улыбка идиота. «А подарочек-то подороже будет, чем я думал», пробормотал он, опомнившись. Голень распухла, но прежде, чем заняться ею, старик прохромал в сарайчик за прозрачным колпаком, о котором вспомнил только сейчас, и набросил его на ручонку. Та яростно забилась о стекло. Христоф заспешил. Два пальчика, перебитые лопатой, и так уже не двигались. Теперь он работал осторожнее, и повозиться пришлось изрядно. Но когда забрежала утренняя заря, садовник спал тяжелым суном в своем домике, а саженец ворочался в новой почве среди архией и глициней. Никто бы его там не нашел, под мастерем в оранжерею ходу не было. На следующее утро Христоф дал по своему обыкновению имя новому цветку. Он остановился на Катерине, так звали дочку патчмейстера. Сначала старик обильно полил Катерину водой, чтобы проверить свои догадки. Вечером ее кожа одрябла и покрылась пятнами. Здоровые пальчики стали толще, а один из сломанных показал кость. Христоф это предвидел. Его собственные руки дрожали, когда накреняли над грядкой ведро со свиной кровью. Катерина примеряла багровое платье, кокетливо извиваясь. Сквозь стекло просачивали солнечные лучи и скользили меж ее пальцев. Цветовод легко переносил смрад, но не волнение его мутило. Новое утро принесло ликование и ужас. Догадка его была верна. Катерина оправилась и даже будто подросла. Ноготки ее стали длиннее и крепче. Но обок основания проклюнулась дюжина ее копий, совсем крошечных и похожих на птичьи лапки. Все непрестанно шевелились. Христоф порадовался в сердце, но поливал не так обильно, как в первый раз. — Ничего, ничего. Уж вы напьетесь еще кровушки настоящей свиньи. — цедил он сквозь зубы. Всем помощникам садовник дал срочное увольнение. Достать свиной кровь было нетрудно. Он случалось не такое, просил у крестьян, если растение попадалось прихотливое. Иное дело идти через весь город с ведром в руках. И даже в саду таится чужий глаз. Отростки Катерины быстро ее догнали. И к облегчению Христофа больше не вырастали. Он наловчился подрезать ножницами новые всходы. Те упрямо взрывали почву, как бы бережно он не поливал. Хватало я нескольких капель темной влаги, чтобы вылезли две-три лапки. Среди живой зелени теплиц, синевы неба, желтизны нарциссов и багрянца роз, белесая кожа ручонок, казалось напоминанием о смерти. И Христоф верил, что скоро составит свой лучший букет. Иногда Лео чувствовал себя глупо и неловко, когда они вот так смотрели друг на друга. Но лишь иногда он мог, казалось, часами блуждать взором по ее мягким чертам, от лилейных щечек к вишневому разрезу рта, вскользь по изящному подбородку и вверх к пламени локонов, а оттуда глазам, всегда глазам. Лео смущался, ведь и его изучали тем же манером. Он не знал, какие образы кроются за серыми радужками на самом деле, и не хотел догадываться. Лиза опиралась на подоконник манья обнаженной кожей под дерзко задранными рукавами. Лазурное небо нависало над ними или свинцовое, багряное или вовсе бесцветное, но она сидела только так. В его присутствии лучше думалось, до глупости влюбленное лицо настраивало на благостный лад. Она говорила, «Леонард, ну что же вы молчите, как дурак? Показывайте, что принесли на этот раз!» И он показывал. Лео часто стоял вот так под ее окнами. Чуть выдавала свободная минутка, он покидал контору, где служил писарем, и бежал через дорогу. Там, закованной решеткой окрады, словно рыцарь в латах, возвышался дом хозяина, Гюнта. Искушение выйти через калитку было очень велико, но Лео оставался благоразумен. Поступил он так опрометчиво. Тотчас натолкнулся бы на служанку, или того хуже, на самого Гюнта, и тогда тайным посещением пришел бы конец. Поэтому он лишь бросал на особняк нарочито небрежный взгляд, а направлялся все же в сторону площади, по тротуару, как и положено. Однако, отойдя подальше, останавливался, чтобы оглядеть улицу. Если вблизи никого не виднелось, он нырял направо во вражек, который бежал вдоль ограды. Здесь иногда носились дети, но окрест находились уголки и поинтереснее. Лео это вполне устраивало, потому что никто не мешал ему забраться по глинистому косогору, отодвинуть сломанный пруд и проникнуть в парк. Он всякий раз измарывал сюртук, а с букетом лезть было еще труднее. Но калитки, твердил юноша, он позволить себе не мог, и потому вынужден был справляться. Оказавшись в парке, среди чахлых деревьев, он опрометью и в то же время бесшумно, как садовая крыса, бросался к дому. Подбежав к тыльной стороне, Лео пробирался вдоль фундамента к западному крылу. Он прислушивался. Бывало, что в ее комнате разговаривали, и тогда приходилось ждать или отступать, но чаще ему везло. Он кидал камешек, и Лиза растворяла ставни. В моменты свиданий оба не вспоминали об опасности. Лео забывал обо всем, едва увидев рыжие локоны. Их же обладательницу успокаивало то, что накажут, раз уж на то пошло, не ее. Втайне Лиза разделяла мнение своих родителей. Ха, дурашка писарь, он рисковал местом, но и по делам ему. По-настоящему она любила не его, а платье и кукол, что непредосудительно в 17 лет. Это, разумеется, пока, уточняла Лиза про себя. Именно пока в Гетсбурге нет ни одного юноши, достойного ее. Пока ее красота остается ее собственностью. Хотя, усмехалась Лиза, ограбить себя она никому не позволит. А Лео ее только развлекал. И, что гораздо важнее, носил ей цветы. Она чуть не умерла от возмущения, когда однажды увидела его под окном. Он буквально пылал, рассыпаясь в бессвязных извинениях и клялся, что сейчас же провалится сквозь землю. Лиза уже приустала, но тут ей в голову пришла занятная мысль. Чтобы искупить свой проступок, вы принесете мне букет самых лучших роз. Какие только растут в городском саду, проговорила она. Юноша побледнел, его кошелек был столь же тощ, как и он сам. А цветы Христофа стоили баснословных денег. Но Лиза стояла на своем. «Или так, как я сказала, или я все расскажу папе, и он выставит вас на улицу, а меня вы больше не увидите никогда!» очеканила она, не без оснований, гордясь своим выговором. Лео оставалось только кивнуть и удалиться прочь, чтобы оставить в цветочной лавке три четверти заработка. Вечером он вернулся с букетом. Она уже ждала его, подсматривая за ним и за штор. В стекло стукнул камешек. Лиза открыла и состроила недовольную гримаску. Но последнее казалось лишним. Ее взгляд встретился не с влюбленными глазами, а потонул в бордовой пышности роз. Лео поднял букет над головой, чтобы девушка не видела его лица. Лиза втянула цветы в комнату и сказала, «Неплохо! Вы, пожалуй, можете и дальше сюда приходить. Само собой, никто не должен вас видеть. Если будете вести себя хорошо, я вас, быть может, и прощу». И она захлопнула ставни. Лео тщетно ждал, что ему объявят время следующего свидания. Про него уже забыли. Сначала она проверила, запертали дверь. Потом достала из-под кровати ящичек, где лежало все необходимое. Ножнички, всевозможные пузырьки, флакончики, проволочки, лоскутки. И начала работать. Мать обучила Лизу особому искусству, которое знали только женщины их рода, шитью кукольных платьев из лепестков. Когда-то умелицы делали и настоящее взрослое платье, что требовало много большей сил и времени. Ныне одевали кукол для забавы будущих мужей. Лизе это занятие приглянулось. Для работы годились лишь свежие добротные растения. В Герцбурге никто, кроме Христофа, таких не выращивал, а старый Гюнд садовника ненавидел. До случая в церкви он, скрипя сердце, отсчитывал Лизе деньги, но потом прямо заявил. Она вольна мастерить свои платья из чего угодно, хоть из лопухов, при условии что выросло оно не в городском саду. Все уговоры остались в туне, хитрости не помогали. И тут подвернулся Лео. Конечно, он беден, как церковная мышь, думала Лиза, приклеивая очередной лепесток на прозрачную основу. Но пока и он сгодится. Она, как бы невзначай, выведала у отца, какого клад у младших служащих. И в точности рассчитала, сколько букетов Лео будет покупать ей в месяц, оставив небольшую сумму на питание, жилье и прочую чепуху. Лео приходил каждый день. Если он был не при деньгах, Лиза считала себя вправе не появляться в окне. Но в день получки или аванса она встречала его приветливо. они болтали о всяких пустяках, пока не наступал подходящий момент, и девушка говорила, «Ну что же, а вы не купите мне ирисов? Думаю, они вам по карману? Неужели вы не хотите потешить меня?» И Лео обещал, девясь ее осведомленности. Он еле-еле перебивался от месяца к месяцу, но жалование ждал лишь с тем, чтобы сдержать его на Лизу. Он начал даже подрабатывать по ночам в каретном сарае. Днем прибегал к ней. Она поднимала букеты и зарывалась в них носиком, а Лео все пытался что-то разглядеть в серой глуби. Но время шло, и Лиза уже одела всех кукол. Кроме того, мямля в поношенном сюртуке ей прискучил. И вот как-то летним вечером она сказала ему «Нет, вы меня не любите». Последовали уверения в обратном, но девушка продолжала «Хотите меня убедить? Принесите еще цветов. Мне так тоскливо. Отец меня не балует. Вся надежда только на вас». Лео хотел возразить, что последние свои средства исчерпал как раз сегодня, как раз на эти пурпурные георгины. Но Лиза как будто стала еще прекраснее, совершеннее, и еще более стала ее кожа, словно насытившись молоком. И он обреченно кивнул. Блуждая по улицам, юноша раздумывал, где бы добыть денег. Друзья устали сужать его. Он хоть и возвращал долг, но просил снова, а это их утомляло. К конторской кассе писари доступа не имели, а квартирная хозяйка уже и не притворялась, что лишь терпит Лео. Он брел от перекрестка к перекрестку, с каждым шагом все более отчаиваясь. Даже помыслить о том, что он обманет ожидания Лизы, было мучительно. А вокруг вечерний полусвет сгущался фиолетовый сумрак, облака, сизые тени на небесах цеплялись за шпили и флюгеры, мгла окутывала всякую вещь и всякого человека. Кто-то торопился домой, чтобы стряхнуть это одеяние у каминов и ламп. Были и такие, что радовались обновки, скрывшие их дневные лохмотья. Бледное лицо юноши светилось как дневушка. Друзья открывая ему, пугались и оттого отказывали с чистой совестью. Он побывал восьми домах и всюду добился лишь вежливого нет. Стало еще темнее, однако Лео прикрывал глаза ладонью, потому что ему везде чудилась Лиза, ослепительная ее белизна. Он отворачивался, она хмурила брови и с вишневых губок слетало что-то грозное и непоправимое. Наконец, уже сидя в своей коморке среди ящиков, выпотрошенных в поисках случайных монет, он понял, что ни гроша не осталось. Разводы плесени на потолке, залатанное картоном окно, колченогий стул, косая свечка, все подтверждало горестный вывод. Лео повалился на кровать. В груди его копошилось что-то черное и холодное. И тут сверкнула мысль, а ведь можно украсть. Призрачная Лиза, присевшая на стул, одобрительно улыбнулась. Ха, старых хористов, говорят, купаются в деньгах. Еще бы с такими барышами, размышлял Лео, возя башмаками по простыням. Я могу забраться в сад и срезать парочку другую цветов. Старика особо не убудет. Он вскочил и энергически заходил по своей клетушке. Огонек свечи подрагивал, колышшись в такт его шагам. Ну да, через стену я перелезу, и дело в шляпе. Сторож верно от ворот не отходит. А Христо в этот час должен третий сон видеть. Он вошел в азарт и едва удерживался, чтобы не выбежать на улицу и не кинуться к саду. Нужно было хорошенько все взвесить. Вдоль ограды много деревьев. Нужно найти ветку потолще, накинуть на нее петлю и наверх, и обратно тем же путем. Кровь то стыла, то закипала, не успевая за мыслями. Свеча на столе вдруг разрослась, залила зрачки пламенем, и Лео затерялся в безвременье. Метеорами проносились фонари, мелькали чьи-то силуэты. Когда он очнулся, то стоял уже в безлунной тьме у высоких стен, и где-то высоко над головой перешептывались листья вязов. Тускло, словно ледышки, поблескивали наконечники ограды. Улица совсем вымерла. Казалось, темная гряда домов враз лишилась окон, дверей и обитателей. В воздух наполняли холод и страх. Лео недурно метал веревку. Со второй попытки ему удалось закрепить петлю на толстом суку чуть повыше стены. Он потянул и, не услышав скрипа, начал карабкаться. «Я теперь вор!» думал он, перебирая руками. «На ларует ведь тот, кто берет для себя, а я для Лизы. Кто меня осудит?» Добравшись до кромки стены, юноша с готовностью опустил ноги и, шип, каких много пряталось между крупными зубцами, пропорол его стопу. «Ай!» Он вскрикнул и рухнул в сад, угодив в разросшийся розарий. Колючий кустарник смягчил удар, но из мести расторапал Лео кожу везде, где та была голена. Розы, неделю как лишенные ухода, от ряски роняли лепестки. Когда он наконец выбрался, все тело чесалось и кровоточило. И все же ему повезло, веревка свисала по эту сторону ограды. Превозмогая боль, он заковылял по песчаной дорожке. Одежда во многих местах прилипла к телу, в левом ботинке стало сыро. Собственная поступь казалась непривычно грузной и шумной. Но садовник очевидно проспал переполох в розарии и остерегаться его не стоило. Ошалелый Лео шел куда хотел. Здесь повсюду были цветы, сомкнутые бутоны склонялись, словно головы спящих воинов на привале. Дневные ароматы, сумеречные благовония витали над клумбами и грядками, забирались в ноздри. С запада далеких лесов доносились другие сыроватые запахи и все это сливалось в дурманящую музыку. Хотелось лечь под невидимым небом, чтобы вечно вдыхать по лицу и слушать голоса ночных насекомых. Но Лео мечтал об ином и страсть удержала его от соблазна. Он мучился выбором, не все цветы были достойны Лизы, не все он мог унести, немногие узнавал в чернильном мраке. Наткнувшись на оранжерею, он обрадовался, здесь по слухам Христу растил настоящее сокровище. Стеклянная дверка была на запоре. Юноша, недолго думая, ударил по ней камнем, брызнули осколки, полоснув его по рукам, он выждал немного, не идет ли кто, и проник внутрь. В оранжере тьма была еще гуще. Лео вынул из кармана ножичек и принялся наугад срезать стебли. Здесь все переплеталось. И в конце концов вор вовсе перестал понимать, где и зачем он. Он резал слепую, точно сражаясь с врагом, лил едкий сок и собственную кровь. Попадались толстые растения, он ожесточенно бил ножом, пока те не падали, и складывал в охапку у выхода. Он чуть не задохнулся. Когда Лео вышел наружу, муть в глазах не исчезла. Он уже не соображал, что делает. Нашел где-то мешок, напихал в него срезанные стебли, как солому, не различая дороги, оставляя на песке бурые пятна, прохромал к оставленной веревке. Как-то перелез, растеряв половину награбленного и свалился на мостовую. Собирался рассвет. Лео плелся по улицам Герцбурга с мешком на спине. Одежда его превратилась в лохмотье. С ног до головы он был в крови, зелени, земле и шептал «Уж в этот раз она мне не откажет». Не откажет. С восходом солнца открылись ставни и шафрановый свет пал на прекрасное лицо Лизы. Она как будто удивилась виду Лео, однако спросила, как было у них заведено. Так вы все-таки принесли? И он без колебаний и ненависти протянул ей новый букет. Изувеченные листья, сломанные шипы, смятые лепестки, а среди них что-то бледное, цепкое, жадное. Уже бежал, задыхаясь по лестницам, старый геунт. Бежал, чтобы увидеть, как в чьих-то пухлых пальчиках кусок за куском исчезает красота его дочери. Уже неслись по коридорам слуги, разбуженные диким криком, уже взвились над крышей птицы. А Лео свернулся на земле калачиком, теперь он мог поспать. Прежде чем забыться, он подумал, пока она довольна. Ну а дальше, дальше. Но его веки сомкнулись, и мысль потонула в багровом мареве. Христоф выспался. Впервые со злополучного дня в церкви не грезилась ему рожа патчмейстера. Это было хорошо. Но еще лучше было, что именно в этот день свершится желанная месть. Он наденет выходной костюм, когда понесет свинье подарок, и город запомнит это. Сквозь окошко улыбалось ясное небо, и старый цветовод улыбнулся ему в ответ. Катерина с сестрицами, наверное, заждались. Что ж, пусть сегодня делают то, для чего предназначила их чья-то злая воля. Щипают, царапают, рвут. Садовник надел робу и распахнул дверь, но не смог ступить дальше порога. Бескрайнее море плескалось в его саду, телесно белое море. Цветы сгинули в его волнах, а те уже подкатывали крыльцу, и земля раздавалась, выпуская новые и новые ростки, которые увеличивались на глазах, сжимались кулаки и сучили пальцами. Они хватали друг друга за запястье, раздирали ногтями ладони. Они приветствовали Христофа, как лют привечает бургомистра на ярмарке и также жаждали веселья. Но садовник побежал прочь, туда, где в сарайчике стояла коса. Он почти чувствовал ее в руках, видел, как сверкает на солнце наточенное лезвие, как рассекает она воздух и мясо. В этот миг его схватили за ногу. Он вырвался и побежал дальше, но через несколько футов было уже не пройти. Море подступало. Старик рванулся влево, вправо, он был окружен. Он бросился напролом, к воротам, сокрушая сапогами тонкие кости. Ноги несли его, пока могли. Но вот он упал у самых ворот. Плоть Христофа растаскивали по клочку, но до последнего издыхания он смотрел за решетку. Там, выступая с полуденной тени, приникло к прутьям перекошенное лицо Йохана Шпатен Верфера, который пришел извиниться. Вот уже и лес близко. Загорится в чаще костер, отгоняя чьи-то тени. Будут прыгать волосы веселые искры. Успевай отгонять. Сколько тьма будет, отступит она, отхлынет, когда встанет на пути ее огненный цветок. И это будет, будет. Но отец и дочь не распрощались еще с солнцем, заходящим солнцем лета. Они идут рука об руку под сонное шуршание листвы. У крестьянина восемь детей, и всех прокормить он не может. Бог видит, младшенькое, у Мишка не хуже прочих. Но хворая она долго не протянет. Видит Бог, видит Бог. Стой, говорит отец, нелегко ему вынести этот зеленый взгляд. Нет, неоткуда ей знать. Это отблески дня играют на ее щеках. «Погляди-ка вон туда», говорит он. Через мгновение он ударит ее, и не будет больше в мире таких огромных глаз. А она смотрит на запад и снова видит красный мяч и тянет к нему ручонку, не зная, что до солнца не дотянуться человеку никогда. 2006 год Владислав Женевский Зевака Читает Александр Водяной Когда разразилась война, работал я объездчиком в поместье барона фон Шпигеля провинциэн. Дело мое было несложное и весьма приятное. Осматривать угодья да следить, чтобы деревца не рубили кому не следует. А поместье невелико было. Там и места такие, холмы кругом, а на холмах леса сплошь дубы да березы. Звери пострелять, красотами здешними полюбоваться, это пожалуйста. А так не каждому такое приглянется, и в особенности уж не тому, кто до удобства охочий. немногие там селились. Вот и барон, хоть род его с незапамятных времен, то и землей владел, и не думал ее расширять. Все больше в столице жил, а в поместье наездами. Мне же чем меньше шума, тем лучше. Я жил во флигеле окнами на восток. Бывало проснусь утром, открою глаза, и больно становится такое яркое солнце. Все суетятся, бегают, а я завтракаю не торопясь и иду в конюшню. Гнедой у меня был, ох и славная лошадка. Сильно я потом горевал, когда увели его. Так вот еду я на нем, смотрю по сторонам и думаю, да чего же хорошо здесь. Господь все устроил, если на всей земле место лучше. Зелень в том краю сочная, что твой изумруд. Деревья растут не густо, для прогулок в самый раз. А воздух то какой, зимой же все укрывает снег, белее которого не сыщешь сколько не ищи. В господском доме я бывал не часто, только по надобности. Новостями не интересовался, но убьют где-нибудь герцога или министра, и что мне с того? Неужто от этого листья раньше срока пожелтеют да упадут? Не бывает такого. Они лишь один закон знают, природный, исконный, и ничто другое им не указ. как придет осень, так и настанет их черед. И с людьми мало виделся. Слуги работники надо мной, знаю, посмеивались, зевакой называли. Прозвище это я получил так. Выехал однажды по привычному своему обыкновению, а была как раз осень. в таком тусклом свете древесной изобилие золотое, лиловое, багряное только богаче становится. Я с коня слез и встал, голову задрав. Листья кружатся, порхают, а мне так радостно, что смеяться хочется. Вдруг тучки как-то раздвинулись, и весь небосвод сделался светло-зеленым, ионой, словно волны на море. Я и разинул рот, и как на грех мимо повар на телеге катил. Я его и не приметил, а он меня еще как, наверное, сразу поспешил воротиться-то шельма. Язык же у него мелит, будь здоров. Всем растрепал, что объездщик Франц, дескать, стоит на холме дурак-дураком и в небо пялится. С того дня и стал я зевакой. Жалоб на меня не было, потому как обижать я никого не обижал, а обязанности свои исполнял исправно. всякие же толки меня не огорчали. Вот так и жил я, не тужил. Но началась война. Барон сам прискакал, всех слуг поднял, отправитесь, мол, со мной, одного меня позабыл. Бегал везде, сигарки курил, нервный, меловой весь. Я уж вопросов задавать не осмеливался. Сидел на скамеечке, доглядел, как гнедова моего в телегу впрягают. И вдруг вижу, шагает барон прямо ко мне. Я, что греха таить, струхнул. Неужели и меня заберут? Сижу, дрожу, а он подошел и говорит, это тебя ведь зевакой зовут, так? Так, ваша светлость, отвечаю. Батюшка с матушкой меня, правда, францем нарекли. Но коли людям меня по-иному звать приятнее, то я не против. Ладно, ладно, уймись, пустослов. Слушай меня. Надо б на мне кого-нибудь на усадьбе оставить. Прочий люд в армии сгодится. А вот из тебя солдат никакой. Серчишко у тебя, как мне сказали, неважно работает. Да и вообще, зеваки, что в атаке, что в карауле, грош цена. Чуть зазевается тут ему и пуля в лоб. Это ваша светлость вам виднее? А, верно говоришь. Так вот, я все добро, какое возможно, с собой беру. Будешь сторожить, что осталось, и за домом приглядывать. Это отряда тебе, разумеется, не отбиться, но с парой мародеров управишься как-нибудь. Как вам угодно, ваша светлость. Зевака, если узнаю, что ты хищничал тут, найду и шкуру спущу. Да вы что, как же можно, говорю, мне много ли надо, была бы крыша над головой да кусок хлеба, а там проживу с божьей помощью. Вижу, мнется он. Не верит? Но нет, заговорил наконец. Есть для тебя еще одно поручение весьма деликатного свойства. Прервался, под ноги себе зачем-то посмотрел и продолжает. Тебе, братец, приводилось, когда с детьми обращаться? Да-с, братишек сестренок нянчил. Но было это давно. Э, ну, как давно? Годков двадцать будет. Сомнением на меня глядит, а я, зная молчу, хоть и любопытно мне до ужаса. Вздохнул. Ладно, деваться-то некуда. Девочка одна есть. И очень я хочу, чтобы ты о ней позаботился. Я торопил немного, конечно. Какая такая девочка, думаю? Но сам ни слова. Что молчишь? Можешь ты ее для меня уберечь? И что мне отвечать, скажите на милость? Крепко я задумался. Положим, с ребенком хлопот не оберешься. так. Но ведь веселее будет с маленькой-то. Пусть дружков у меня и не водилось. Но да не такой же я был и нелюдим. Все лучше, когда человечек под боком. И представил я еще, как буду ей показывать красоту эту, какую не замечает никто, и как гуляем мы по этим просторам. Так не стало от этой фантазии хорошо, что я и сказал. Не извольте беспокоиться, ваша светлость. Уберегу девчурку. Любой ценой уберегу. Барон кивнул, но чуял я, что нелегко у него на сердце. Верю и упаси тебя Бог, чтобы эта моя вера напрасной оказалась. Я бы с тобой бабу какую оставил, на троих приметить легче, чем двоих. Тут вдруг за грудки меня берет, прямо в глаза смотрит, страшно становится, и скоро так шепчет, не смея думать о том, чтобы ехать на минуту покинуть. Всюду вместе, всюду, одной, никаких игр, никаких гуляний. Дальше пруда не на шаг, слышишь, отпустил меня и продолжает уже спокойнее. Пропитания вам должно хватить, она непривередливая, будет есть, что дашь, захочется мясо, ставь капканы, ружье у тебя будет, но не для дичи, сам понимаешь. Живите во флигеле, если до холодов не вернусь, начинай топить, аккуратно, лучше по ночам, вздумается ей в доме поиграть, можете заходить. И дальше в том же роде. Я слушаю, слушаю, да и ляпну, а где же девочка-то? он улыбнулся. Как приедет не обознаешься, жди, а пока пойдем, я тебе покажу, что да как. Пошли, да все быстро, в попыхах, еле успеваю запоминать, о чем мне толкуют. И думается мне, эх, вот тебе и красоты, лето только начинается, а нам здесь пропадать, а кругом не разбериха, какая, господи. Барон был человек военный, но народ в прислуге все больше непонятливый, ленивый попадался. Все верх дном, а проку с этого мало. Но наконец кутерьма улеглась, все расселись по повозкам и уехали. Один барон медлил. Рысак под ним рвется, к своим хочет, а барон его удерживает, на меня смотрит. Странно как-то, не по-господски. Лицо у него еще белее стало. Наконец поднял руку и кулаком мне потряс. Знаю точно, что не грозил, приложил коня плеткой, ускакал. А я и рад, задышалось сразу привольно. А крест такая тишина разлилась. Вот знаете, бывает в летние дни час, когда солнце, казалось бы, полыхает, а не жарко совсем. Облака плывут пухлые, и ветер особый нежный. Тихо. Каждое деревце охота обнять, приласкать. Ну, да там их целая аллея была. Разве управиться? Чудилось, будто они разговоры ведут потаенные. И страсть как хотелось узнать о чем. Слышу скрип. Прямо по аллее телега катит. Прежде там господа в экипажах ездили, а сейчас крестьянин какой-то. Он чуть не доехал, орет. Эй, жерчь, принимай дитё. Я нехотя со скамеечки поднялся, подошел к телеге. Жалко молеватине, мастер, а то бы и вы увидели мою красавицу. Годков ей было семь-восемь, не больше. Платьишко простое, но доброе. Верно, не крестьянская дочь она была, а самое, что ни наесть, баринова. Личи как круглые, глазёнки огромные, зелёные, как бутылочное стекло. Носик маленький, мягкий, но просто еле сдерживайся, чтобы не ущипнуть. Но вот не кукла, совсем не кукла, а в самом деле шны котёнок. И зевает аккуратно, и ушки у ней остренькие, но бледные. Я понял, что света солнечного она немного видела, в заперти жила или болела. Но говорю привет, будем с тобой жить, как зовут тебя. И вот, что удивительно, никакого испуга в ней не было. Улыбается хитренько, молчит, но ясно, что не от робости, а и шалости. Не беда, выясни мы имя твоё и прозвание, а меня францем величать. Крестьянин тянуть не стал, пожитки её загрузил и тотчас уехал. И остались мы одни, она да я, будто и не было здесь век никого. Поставил её на землю, стоим таращимся друг на друга, точно и не людям и вовсе, а звери диковинные. И вдруг она пальчиком показывает на аллею и кричит «Смотри, Белянчик побежал!» Звонкий, чистый у ней был голосок. Поглядел туда, тополя шелестят и небо синее над ними, а в конце аллеи холм желтеет, как слиток золота и не души. Какой ещё Белянчик? Заюшка, что ли? Беляков тут нет, только серенькие, да и тех редко усмотришь. Плутовато так на меня глядит и говорит, может, и Заюшка, баловница какая, играть со мной затеяла. Я голову не стал ломать, улыбнулся, да повёл её во флигель. И началось наше с ней одинокое житьё. Лора её звали. Лорхен. Кроме имени ничего себе сообщать не пожелала. А я не таковский человек, чтобы расспрашивать. Невилина, объясняет милый Франц. На нет и суда нет, отвечаю. Необыкновенный был ребёнок. Ни разу не слышал от неё жалоб, ни разу не бранила она меня. А могла бы, ещё как. Я человек незлобилый, и самый последний поварёнок меня мог и так, и так обложить, а я что, смолчу, похожу недельку надутый, а потом потихоньку и вовсе забуду. Я с годами то подзабыл, как с детишком себя вести. Барону одно говорил, на уме другое имел, побаивался. Но Лорхен такой бойкой оказалась, что я и не знал уже, кто с кем нянькается. Ни о чём её просить не надо, всё сама сделает, и со стола уберёт, и лучка нарвёт, и постельку заправит. Маленькая хозяюшка, да и только. Жили мы душа в душу. Лорхен вставала раньше меня, расхаживала себе палачушки. Я ей строго-настрого наказал без меня за порог не ступать. И что вы думаете? Слушалась? Часто находил её у окна. туда глядит, сюда глядит, что-то про себя мурлычет, а наружу не идёт. Вот кажется, совершенно в себя ушла, а нет. Всякий раз, что я хотел над Лорхенд подшутить, затея моя не удавалась. Изо всех сил стараюсь не шуметь, чуть ли не на цыпочках крадусь, а она вдруг слышу тебя, Франц, оборачивается и хохочет, глазки сверкают, но как такую не любить? Делать было особенно нечего, и потому дни наши проходили в прогулках и играх. Товарищ из меня понятно не важнецкий, уж больно медленно соображаю, куда мне с ней тягаться? ярко выдалось лето, даже вода в ручьях, на что прозрачная, и так казалось серебряной, что уж говорить о небе, деревьях, цветах. Жарко было, но ни зноя, ни духоты мы тогда не знали. Я оборона ослушался, ходил с Лорхен далеко, по любимым своим местам, осторожно, само собой. Держу ее за руку, ладошка против моей просто малюсенькая, и рассказываю о всяких разностях. Она глазеет по сторонам, меня ни капли не стесняется, словно я ее натуральный папаша. И вышли мы прогуляться в публичный сад. Не убегает, не вырывается. Я ведь поначалу думал, что она шалунья. Видно и взаправду такой была, да что-то сдерживала. Однажды спросил ее, Лорхен, а не уж-то тебе совсем не хочется одной побегать? Все со мной, да со мной, не скучно тебе? Отвечают, боюсь я, миленький. Да кого ж ты боишься? Чужого человека я отважу, а зверь сюда не забредет. Всяких боюсь. Кого это всяких? Она глядит на меня грустно так и шепчет, а ты их не видишь. Не белянчик ли боишься? Нет, говорит, белянчик добрый, а есть дурные. Вот потому и бывали мы с ней повсюду только вместе. Выйдем на опушку, я в траву упаду, доваляюсь, подремываю. А она играет тут же подле меня. Разговариваем, все вопросы задает. Почему травка разная бывает? Почему божья коровка с белыми пятнышками, а солдатики с черными? Почему в одном ручье вода чистая, а в другом мутная? я отвечаю как могу. Но порою посматривала она куда-то мимо меня и улыбалась этой своей кошачьей улыбкой. Хе-хе, белянчик там? Да, Франц, я головой за всех сил верчу, но не вижу никого. Скажи хоть какого на себя. Что-то не могу я его приметить. Он весь белый-белый как сахар, а лицо у него пустое. А, как это пустое? Да нет на нем ничего. Не может быть такого. Нет может. А ты с ним разговариваешь? Смеется. Хе-хе. Глупенький. Да как же я с ним разговаривать буду, если у него рта нету? Он мне ручкой машет. Тогда я тоже смеяться начинаю. И даже немножко завидно мне делается. Я ведь в детстве жил у моря, и отец мой был рыбак. Мать четверых погодков нарожала, да умерла, а мне в ту пору уже десять стукнуло. Отец то в море все время, вот и приходилось мне одному маленьких пестовач. Другие ребятишки бегают, играют, а я даже в школу не ходил, нянчился с утра до вечера. Так и грамоте не выучился, читать по сей день не умею. Ежели и случалось иной раз освободиться, то меня, олуха, никто знать не желал. Затею, допустим, какую-нибудь тигру в разбойники или в рыцари. Меня зовут, а я в ответ. А как же мы рыцарями будем, коли лошадок у нас нет? Дурачина! Да не нужны нам настоящие лошадки. Вот возьми палочку, да представь, что это лошадка. Как же я представлю, если это просто палочка? Тут на меня махали рукой и оставался я ни с чем. Шел тогда на берег, на закат смотрел, уж он-то надо мной никогда не потешался. А у Лорхен фантазия была такая, что она любому сочинителю нос утерла бы. Позже доводилось мне слышать бог знает какие сказки, так те скучными показались. У девчурки моей ведь ни один белянчик был. Ее видно одну воспитывали, вот и выдумывала разную невидаль. Я и не возражал. Нравится глупышке, пусть себя рассказывает. И ей веселей, и мне. Иногда правда она через край хватала. Идем мы как-то домой через лес, тропинка тенистая, прохладная, и деревья, но точно как колонны. А Лорхен что-то пищит, вокруг меня вьется, и вдруг метнулась мне за спину. Ты что, Лорхен? Ой, спаси меня, родимый! Да что там? Огляделся. Птички порхают, да мышки в траве шуршат. Я признаться осерчал. Что ты с толку меня сбиваешь? Все, не видать тебе печенья за ужином. Она разревелась, но вцепилась еще крепче. Кое-как отлепил, взял в охапку, да понес. Утешаю, как могу. Дома я смягчился, печеньем ее накормил, но велел глупостями больше себя и меня не мучить. На коленях у меня сидя успокоилась, но все равно твердит. Франц, там всякие были. И глядит на меня серьезно, не по-детски. Я уж и поверить готов, но себя пересиливаю, беру яблоко и говорю. Вот, смотри, яблоко, оно желтое и круглое, на солнышко похоже. А я возьму и скажу, это солнышко, ну и что же, тогда оно обжигать станет. Тем выдумки хороши, что от них вреда никакого. И проку тоже, потому что выдуманное яблоко не скушаешь. Чего ж ты в лесу перепугалась? Вся всяких. Так ведь нет их. Ну вот какие они с виду? Не знаю, они прячутся всегда. Но видишь, были бы они страшны, как жабы или змеюки, это бы еще куда не шло. А то ты боишься, а чего сама не знаешь. Они ж тебя не покусают, не поцарапают. Выдумки есть выдумки. На то только они годны, что девочек маленьких пугать. Лорхен головкой кивает, обещает слушаться. На этом мы и порешили. Бывали и в доме. Перед отъездом все двери заперли наглухо. Открывалась только одна в левом крыле самые неприметные. Через нее ходили по всяким хозяйственным нуждам. Там деревья прижимались вплотную к дому, потому, хотя навеса на крыльце и не было, от дождя оно бы спрятало. В первый раз я чуточку рабел. Ну как же, в господский дом и без хозяев. Да чего же глуп человек. Вот знал, что в жизни ничего там не украду и что крась-то нечего, а ведь едва ли не вором себя чувствовал, когда ключи доставал. Внутри Лорхен подивилась в кухне. Таких громадных она еще не видывала. Кроме этого, в хозяйственных помещениях интереса для нас не оказалось и отправились мы дальше. Как очутились в крайней зале, в ней, как я знал, обедали. Лорхен ахнула. Еще бы! Удивительное было зрелище. Сквозь двери напротив мы видели насквозь весь первый этаж. Двери, а за ним еще двери, а за теми еще. И так до последней комнаты. Все украшения здесь сняли и остались голые белые стены. День выдался солнечный, и оттого они еще белее сделались, разве что не засияли. Окна-то в усадьбе огромные, все светом залито. Потолки же высоченные были, словно в церкви. Каждый шаг эхом отдавался. Мы дошли до середины здания, где главный вход, и там сели прямо на пол. Если уже у меня дух захватило, то Лорхен и вовсе огорошена была. Совсем притихла, сидит, смотрит во все глаза. Ну что, будешь здесь играть? Здесь тебе бояться нечего. Пустовато, конечно. Вот раньше пройти нельзя было. И ковры тут лежали, и кресла стояли. Сейчас все унесли. А вон по той лестнице господин барон и его гости подымались в свои спальни. Хочу наверх, ну пойдем тогда. Ступеньки для нее были высоковаты, но карабкалась сама, хотя и кряхтела, как старушка. А я улыбался, так, чтобы она не видела. Обиделась бы еще, подумала, что смеюсь. Стены на втором этаже другого цвета были, голубые. Мы ходили из комнаты в комнату. Там оставалась еще кое-какая мебель. И Лорхен залезала на стулья и кровати, прыгала, как козленок. Узнал бы об этом барон, крепко бы мне влетела. Но я хотел ее порадовать, да и самому любопытно было поглядеть, потому как не приходилось мне прежде бывать в господской опочивальне. День клонился уже к вечеру, а мы никак не могли остановиться. Все-таки тянет роскошество к себе. Ой, как тянет. В правом крыле обнаружили мы детскую. Я сразу догадался, что это она, как ангелочков над дверьми увидел. Там три комнаты, по обе руки от входа спаленки, а посередке игровая. Жалко, игрушек там давно уже не водилось. У барона были сын и дочка, но девочка захворала и умерла, когда ей годков было, как лорхен. А мальчик постоянно жил в городе. В комнате слева нашел даже стульчик, и любимица моя на него уселась, а я все так же на пол плюхнулся. Еще были там два окна, кроватка и шкафчик, да зеркало в углу. Такие обычно у знатных дам бывают, но барон для дитятки своей денег не пожалел и взял красивое большущие. Даже я здоровило целиком отразился. Кстати, возле него и умерла баронова дочка. Лорхен я о том говорить не стал, что зря девчурку волновать. Нашла ее нянечка утром нежданно негаданно. Сказывала потом, что лежала бедняжка так, будто смерть свою в глуби зеркальной выискивала. Близко, близко, с глазами открытыми. Не к добру это, что она перед зеркалом всю ночь оставалась, говорила нянечка. Да почему же? Эх, так нельзя ведь. Завешивать зеркало надо, коли покойник в доме. Ты, матушка, и вправду так веришь? Эх, верю, не верю, а порядок должен быть. А я вот не верил и не верю, да не легче мне от этого живется. Эх, Лорхен, будь я богат, ты жила бы в такой же комнатке, и платьишки у тебя были бы самые лучшие. Их, милый, милый Франц, я тебя и так люблю, смеется и на шею мне бросается. Да нет же, вот ты смотри и несу ее к зеркалу. Держу перед зеркалом и говорю, да разве ж ты не хороша, крошечка моя. Я разных девочек видел, приезжали сюда всякие. Так они ведь дурочки все. Одна капризничает, другая вредничает, третья варенье просит. Лорхен хохочет, заливается, а мне того и надо. Поставил ее прямо на полку, треплю за щечки и сам рожи корчу, дурачусь, как могу. В комнате уже темнехенько становится. Закат за окном рыжий, густой, все будто в золоте. Вдруг вижу, Лорхен вся в раз побледнела, уставилась в зеркало, точно змея перед ней и оторваться не может. Думала она, играет, притворяется. Ты что же, Лорхен, застыла-то? Или кого другого в зеркале увидела? Зажмурилась так резко, что я вздрогнул. Что с тобой, солнышко мое? Молчит, но глаз не отрывает. Чего испугалась? Тихо-тихо шепчет. Франц, ты велел мне глупостями не заниматься, вот и не буду я тебе ничего говорить. Привиделась просто. Ох, беда мне с тобой. Пошли-ка отсюда. Посадил ее себе на спину и двинулись мы обратно. Пока на первый этаж не спустились, Лорхен ни в какую не хотела слезать. Там сама пошла. Доходка как, я едва за ней поспевал. Как до крыльца добрались, я и сам обрадовался. Все-таки в доме воздух суховатый, неживой, а там под деревьями как вдохнешь, будто чего сладкого глотнул. И темень стояла уютная, мягкая. Дома очаг разжег просто так, Лорхен на радость и убаюкал ее. После мы в дом ходили, но редко и на второй этаж не подымались. Долгие были дни и жилось нам беззаботно. Никто нам не мешал. бродили где хотели. Лорхен стала спокойнее, не пугалась больше по пустякам. Даже белянчик к ней не приходил. Так говорила. Как-то раз в один особенно хороший денек набрали мы всяческой провизии и отправились на далекий луг, где Лорхен еще не бывало. диковинные там росли цветы. Такие красивые, пожалуй, не во всяком городском саду сыщешь. И фиолетовые, и красные, и желтые, каких только нет. Благоухание такое, что голова кругом идет. А если не полениться, то можно к реке сойти. Вода в ней холодная, вкусная, райский словом уголок. Как поели, меня сморило. Лорхен, собери-ка цветов, да сплети веночки себе и мне. Но далеко не отходи, а я подремлю чуток. Сказал и тут же уснул, и приснился мне странный сон. Грезилось мне, будто вот так же я лежу в траве и сплю. А Лорхен отошла в сторонку к деревьям. Знаете же, как во сне бывает, можно за раз дюжину вещей наблюдать. Вот и тогда, хоть валялся я позом кверху, а Лорхен видел так, как если бы за спиной у ней стоял. Она нагибается, цветы рвет, внезапно застыла. Кто здесь говорит? Тишина. Потом немного поодаль в лесу зашуршало что-то и вижу тут и там появляются чуть повыше корней волосатые ладошки, маленькие, как у обезьянок, только пальчики длиннее. Шлеп, шлеп, бьют по стволам. За каждым деревом видно кто-то прячется, а показаться не желает. Мне смешно стало. Что за проказники такие? Мы, Лорхен, слышу тоненький голосок. Мы? Поможешь нам? Пойдешь к зеркалу? Нет, не пойду, дрожит вся, а с места не двигается. Не пойдешь? Тогда мы Франца твоего убьем. Нет, он сильный. А голосок знай себе лопочет. Сильный он, да дурак, а нас много. Мы его утащим к себе. Сперва глаза выйдем, потом за уши примемся. Я уж злиться начал. Хочу встать, а не могу. Что поделаешь, сновидение? А белянчик твой знаешь где? Съели мы его? Лорхен расплакалась. Нет, не верю. Не добраться вам ни до Франца, ни до белянчика. Тут ей в ноги что-то шлепнулось, взвизгнуло. Вот он твой белянчик, пеняй на себя, сказал голосок и утих. Лорхен все так же стоит, а ладошки исчезают. Вот уже нет за стволами никого. Но думаю, теперь можно как следует поспать. И вот ведь диво, во сне заснул как убитый, продрых я несколько часов, спал бы до вечера, да Лорхен растормошила. вставай, лежебока, не гоже нам в лесу ночевать. Поднялся, потянулся. Эх, чудной сон мне приснился, Лорхен, как будто ты со зверушками какими-то беседуешь, а они всякими гадостями грозятся. Эки ты, Франц выдумщик, сделался, а еще меня бронил. А вот видел я еще, как ты плакала. Да ты что, с чего бы это мне плакать? И точно, глазки в ней блестели, как всегда, не от слез вовсе, улыбается, веночек мне протягивает. Ну и славно, нечего себе голову забивать, давай веселей. Из любопытства сходил я к тому месту, где Лорхен в моем сне стояло. Трава чуть примята и все. Заковыляли мы назад и до вечерней зари были дома. Приключилось со мной еще и вот что. Лорхен очень нравилось смотреть на пламя и как темнело я разводил огонь в очаге. Снаружи боязно было, оно если кто увидит. А в тот вечер еще дождик пошел, прохладно стало. Я собрался за дровами, Лорхен за рукавом мою хватилась и говорит «Не ходи, Франц, мне одной страшно, ой, какая же ты у меня пугливая, я мигом обернусь, туда и обратно». Взял фонарь и вышел. Сарай стоял тут же за флигелем, но идти было тяжело, потому что дождь припустил и тропка раскисла. Несколько раз я поскользнулся, оставалось пройти еще с десяток шагов, когда фонарь неожиданно потух. Я решил обойтись без него. Ясное дело, по этой теме не ходить, малое удовольствие, да куда денешься. едва переступил порог, как под ногу мне что-то подвернулось. Я не устоял и совсем маху бахнулся головой о поленицу. Дровишки посыпались, правда, только те, что вверху были, а то худо бы мне пришлось. Калоши с меня соскочили, так и лежал я оглушенный самым несуразным манером. Сам внутри, а пятки снаружи мокнут, а дождик их щекочет и щиплет и не перестает. Капли словно в коготки превратились. Мне уж больно, но даже пошевелиться и то не могу. Слышу вдруг, как Лорхен кричит «Франц! Франц!» Бедняжка, когда неумоготу стала ждать, искать меня пошла. Я тот час забыл обо всем, поднатужился, промычал ей что-то, прибежала, запричитала, как ревет в три ручья, а полежки с меня скидывает. Кое-как я с ее помощью поднялся, да побрели мы домой. Я босиком, Лорхен как ни старалась, обувки моей не нашла. Далеко видать отлетели калоши. При свете обнаружилось, что приложился я знатно, вся голова в кровище. Эки я, Лорхен, дурак, не послушался тебя, пошел. Дурак, сердится значит, но вижу, что рада, радешенькая, обтирает меня тряпочкой и приговаривает. Будешь знать. Буду, цветочек мой, буду. Ни в какую не разрешает самому ноги вымыть, но лишь взглянула на них, обмерла вся. Миленький, да у тебя же и ножки в крови. Как так? И вправду так. Я сперва-то и не заприметил того. Надо же, и старапался. Ну, все, теперь я умненьким буду. Улыбнулся ей, и она в ответ. Да только грустно как-то. Сильно я ее напугал. Волне не больше было, крови. Скоро я оклемался. Спали мы в обнимку, и в ту ночь она особенно тесно ко мне прижималась. На следующее утро я сходил к сараю. Прибрался, дров домой натаскал. Калоши так и не сыскались. До сих пор, гадаю, куда они подеваться могли. Погода еще лучше стала. Да вот Лорхен загрустила. Она ведь за эти месяцы загорела, от бледности своей избавилась. А тут сидит день-день ской в нашей комнатке. И сама собой играет. Голубушка, да что же это с тобой такое? Ушко у тебя болит, сердечко, горлышко, на все только головкой мотает. Не болит у меня ничего. Грустно немножко и все. Ты не волнуйся. Да как же мне не волноваться? Лето в разгаре, гулять бы да гулять. Что же ты хандришь так? Точно не хвораешь. Болела бы, так сказала бы. Ну а что же и белянчик к тебе не придет? Если уж я тебя развеселить не могу, пусть он постарается. Да нет же его, миленький, так пусть будет, коли тебе плохо. Нет его, и слезки потекли. Обнимаю ее, ласкаю. Оправишься, оправишься. Где-то война идет, люди друг друга убивают. Там холодно, пасмурно, людям плохо. Господин барон, наверное, тоскует по здешним местам. Посмотри вот только, какое небушка, птички как поют, красиво, слышишь? Боженька столько хорошего создал, а ты самая хорошая. Таков этот край, что никакого зла здесь быть не может, потому-то тебе здесь и самое место. А надурочка от этих моих слов горше прежнего заплакала. Я только крепче ее обнял. Да пройдет, пройдет. Бывает в августе особая ночь. Она всегда одна в году. Это я, наверное, знаю. Луна тогда нежно-белая, детская щечка, да и только. Темнота густая, но видно все не хуже, чем под солнцем. А дышится легко и приятно. Впервые увидел я такую ночь еще мальчишкой, а потом каждый год ждал ее. Ничто меня не могло удержать заперти, когда она приходила. Сидел где-нибудь один, на луну глядел до утра. Вот в такую это ночь и потерял я свою Лорхен. Днем пришлось поработать и я притомился. Лорхен спать уложил, сам на кровати рухнул и уснул. И забыл совсем, что стоит август. Очнулся от того, что поцеловала меня Лорхен в щеку. «Прощай, миленький», шепчет. «Пока я с просонок пытался сообразить, что это значит?» Взяла она фонарь и ушла. «Как очухался, так мигом вскочил с кровати, бегом за ней. Вижу, огонек за угол усадьбы поворачивает, туда, где дверь. Я был, Лорхен, в два счета нагнал. Разве убежишь далеко на таких маленьких ножках? Да вот луну тучка закрыла, а фонарь я в торопях не подумал захватить. Несусь, сломя голову, но что не кочка падаю. Подымаюсь, дальше бегу и чувствую почему-то, что грешно в такую ночь бегать, в такую святую тишь. Добежал кое-как до крылечка. Дверь распахнута, ключи на полу валяются. Я туда, внутри, в потемках дорогу разбирать еще тяжелее. Слышу, как топочет где-то Лорхен по полу, по звуку и иду. Добрался наконец до обеденной залы. Луна вышла, все будто молоком залила. Успел я увидеть, как метнулась впереди Лорхен в сторону, на лестницу. Лорхен, ору, что есть мочи, мчусь, как сумасшедший. Вбежал наверх, встал, куда дальше, не знаю, голосок ее раздался, вслушался, справа доносится. В детской она, вот как, совсем запыхался, еле ноги волочу. Ах ты, шалунья, умотала меня в конец, а она лопочет что-то свое, но не отзывается. Вот уже и она детская. Но не успела зайти, как Лорхен оттуда пулей вылетела и бегом по коридору. Тут уж я разозлился. Да что с тобой, Лорхен? Не умаялась ты от этой беготни? А она смеется, добежала до угла и остановилась. Ручонкой мне машет иди, мол, сюда. Постой! Да подожди же меня, кричу, а сам боюсь. Не уж-то у ней горячка случилась? Ближе подобрался и испугался, что горячка-то у меня самого. Почудилось мне, что платье ее желтым стало, а ведь было беленьким. Но, думается, мне это все луна шалила. Только я подступил, а она опять бежать. Встала у лестницы и ждет меня. Лорхен, дурная эта забава! А ну-ка прекрати! Какой там? По всему зданию меня водила таким манером без всякой жалости. Я уже задыхаться начал, но все за ней, за ней. Долго так блудил. Не заметил, как оказался на крылечке. Платьица ее меж деревьев мелькает, словно она там в салке с кем играет. Резвится! Я расплакался. Милый Лорхен, что же ты со мной делаешь? Да разве я сотворил тебе какое зло, чтобы ты меня так мучило. Вот и в сердце меня закололо. То, что она мне ответила, буду я вспоминать до конца дней своих, а забыть очень хотелось бы, поверьте. И по делам тебе, Франц, дубина ты и лопух, драгоценный своей Лорхен не уберег. Так и не нужна она была тебе. Иди любуйся своей луной, баран. А голос визгливый, капризный, никогда прежде она так не говорила. Я торопел. Деточка моя, да что же ты? Деточка передразнила, и такой бранью разразилась, что я того снести не смог. Голова моя вмиг потяжелела, и повалился я, как мешок. Чувствую, подошла ко мне, да будто не одна. Так в ушах шумело, что слышались мне многие голоса и шлепанье, и скрежетанье. наклонилась и в ухо мне шепчет. А хочешь Лорхен свою повидать? Сходи в детскую, авось и увидишь, что хоть очень я в том сомневаюсь. сомневаюсь. Сомневаюсь Сомневаюсь помедлила. Ну, прощай, Франц, спасибо тебе за все, а я пошла к своим. И все, шум стих, и я забылся. Сколько провалялся так, не знаю. А очнулся, когда уже было утро, еле встал, огляделся. Все те же деревья, и букашки жужжат, как раньше. Ветерок гуляет, а Лорхен не следа. Тут вспомнил, что она мне сказала давеча, и воротился в дом. Тяжко, ох, тяжко на душе было. Вот и следы ее в пыли, крошечные, ну, просто игрушечные. А где она сама, то мне неведомо. В детской нашел я только потухший фонарь, да лоскуток от ее платья. Махоньки совсем, я бы его и не заметил, не лежа он прямо у зеркала. Губам его поднес, поцеловал, а сам слезы лью, потому что чую, не встретиться мне больше с Лорхен моей. Как она платьица свое порвало, я и не задумывался тогда. Сейчас же это мне покоя не дает. Коли зацепилась на бегу за что-то, так неужели подобрала обрывочек? Принесла ведь с собой, на самое видное место положила. Или так она попрощаться со мной хотела? «Ах, не узнать мне того никогда!» Посмотрел я в зеркало, и до того ясно Лорхен увидел, что жутко стало, как живую, будто и не было двух месяцев, будто по-прежнему стоим мы тут вместе. Глаза в ней испуганные, круглые. Совсем затуманился у меня взор и расплылось отражение. Постоял немного, да вышел из комнаты вон. Несколько недель ее искал. Исходил всю округу, все овраги излазил, не спал почти, вставал с рассветным лучом и до самой ночи глотку надрывал «Лорхен, Лорхен!» Но не откликался никто, одни только птицы лесные. Красиво было, но у леса, будь он хоть самым пригожим, век не допросишь, а звали. Точила ее немощь какая-то, съедала, а я и не видел ничего. Лекарь я в глуши такой не сыскал бы, конечно, да не в лекаре дело, сам оплошал. Может, жар какой на девчушку напал, и не вынес у мишка ее, сломался. Словно мало было этих фантазий. Лишь осень настала, бросил я усадьбу и ушел в лес. Будь что будет, думаю, мне теперь все единой жизни нет. Скитался я сначала по лесной глухомании, после к людям вышел. Война-то, оказывается, в два месяца кончилась, и люди всюду веселые, а я между ними ходил как мертвяк. Работал где придется, случайно узнал в одном трактире, что барона моего на войне убили. Что там с усадьбой сталось, меня не тревожило. Ни одной чужой вещи я не взял, а за лорхен мне ответ держать перед одним господом. Ах, и с тех пор никто уже не называл меня зевакой, тошно мне глазами своими на белый свет смотреть. Не углядели они того, что должны были. Слепой я оказался, слепой и разумом нищий. Нынче меня берегом кличут. с Субтитры создавал DimaTorzok Влад Женевский В глазах смотрящего Читает Александр Водяной Честно зеркалу ванной Глаза в глаза смотри Все свое в горсть собери И поцелуй изнутри Ольга Арефьева Танец с полотенцем Родинка на щеке Слишком крупная, чтобы сойти за милую Скорее клякса Бесформенный силуэт Какой-то амебы Другая щека голая, но не чистая И если всмотреться, видны забитые поры Как червоточины в трухлявом бревне Между щеками невзрачный нос Ни большой, ни маленький Ни картошкой, ни пуговкой С невыводимым прыщом под левой ноздрёй Или правой Плохо нарисованные брови Из коричневых полос, оставленных дешёвым карандашом Торчат редкие ворсинки Чуть ниже глаза Вообще-то они не блестят Даже на солнце Но в таком освещении Кажутся особенно тусклыми Неживыми Как там говорят про рыбу Странное такое слово Стылые Снулые Снулые, да Снулые глаза Ни цвета, ни выражения Волосы тоже бесцветные Мышиные Тонкие потрескавшиеся губы Микроскопический подбородок Вялая детская шейка Никакой симметрии Зачем такое фотографировать? Кири щёлкнула по крестику в правом верхнем углу Так пристально она не разглядывала себя уже давно Кажется, с младших классов школы Тогда родители и сестра ещё поддерживали в неверу Что она самая красивая девочка на свете Что когда-нибудь Она станет кинозвездой Или графиней Или лунной принцессой Но постепенно подружки стали обгонять её во всём Росте Стройности Чистоте кожи Их лица больше походили на те Что смотрели с телеэкранов И журнальных обложек Она же осталась маленькой, сухонькой, серенькой Груди у неё так и не появилось Если в Кире было что-то красивое То имя Но его никто не замечал Как раскрашенные наличники На заброшенной избе Кира снова щёлкнула мышью Такой же серой, как и она сама Снимок получился смазанным Словно лицо поймали в движении Фона было не разобрать Посередине тёмно-красная полоса Сверху и снизу посветлее И повсюду мелкая сыпь Вроде бы её называют зерном Даже её допотопный телефон Справился бы лучше Но она никогда не фотографировала Саму себя Стас её тем более Только кошек Иногда странные деревья И капли дождя Всё это она показывала сестре Та радостно сюсюкала И в ответ Присылала кадры из другого мира Пальмы у Голубого моря Павел с дочкой на руках Сама Вика В панамке и розовом топе Новые обои Новая плитка в ванной Зелёная маленькая Мазда Снова Павел Настенька уже ходит А вот наша Шицу Ну разве не прелесть? Вот и сегодня от неё пришло письмо Всё как обычно Пашу обещают повысить Приезжай на новогодние Но что ты там торчишь одна Родители тоже скучают И ещё Одно с неизвестного адреса Неизвестного и нечитаемого Из всех символов Кира узнала только собаку Остальные, видимо, смысла не имели Стрелки, треугольники Арабская вязь И какие-то совсем уже Экзотические закорючки Обычно она читала даже спам Ей приятно было думать Что многодетные матери из Нигерии И секретари британской лотереи Обращаются именно к ней Когда просят перевести Хотя бы сотню долларов На счёт в швейцарском банке Или наоборот Предлагают поскорее забрать выигрыш Миллионы и миллионы фунтов Чего-то подобного стоило ожидать И на этот раз Но текста в письме не было Только картинка в приложении Что-то в миниатюре настораживало И Кира, рискуя нахватать вирусов На рабочий компьютер Загрузила файл Ей совсем не нравилось это лицо Она от него почти отвыкла Кто вы такой? Где вы сделали эту фотографию? Больше не пишите мне Я обращусь в полицию Так и не придумав ответа Она закрыла браузер И вышла из системы Как всегда в этот час В библиотеке стояла мёртвая тишь Среди книг и картотечных шкафов Кире было уютнее, чем дома Поэтому она задерживалась Каждый вечер Но сегодня Вместо привычных теней По углам Клубилась холодная чернота А ряды стеллажей Как будто сдвинулись плотнее Образуя незнакомый Враждебный лабиринт В уснувших дисплеях Призраками помигывали Люминесцентные лампы Изматывая тьмы на Киру Смотрела то самое лицо Бледная, незаконченная маска Только глаза запали ещё глубже Провалились в никуда Она сдёрнула со стола ключи и сумочку С вешалки пальто и беретку Торопливо огляделась Выключила свет Заперла дверь И зашагала к лестнице В университетском подвале Лето можно было замёрзнуть Зимой свариться заживо Но в октябре Библиотекари и их клиентов Угнетал лишь спёртый воздух Словно пропущенный Через тысячи лёгких И списанный в утиль Сейчас Кире дышалось Особенно тяжело Крашенные зелёные стены Влажно поблёскывали в полумраке Играя с её тенью Прежде она не замечала В каком подземелье работает Какой неестественный свет Обмывает её с восьми до шести А иногда и дольше Почему теперь? Хорошо, что на ней были кеды Не хватало ещё эхо от каблуков Зайцем проскочив два лестничных марша Кира вынырнула в вестибюль Пересекла мраморную пустошь И сдала ключи сонному охраннику На улице и стало чуть спокойнее Там были люди, машины Цвета и звуки Моросил невидимый дождь Близилась ночь В мокром асфальте плавали Оранжевые фонари Родители с сестрой Купили ей двухкомнатную квартиру В хорошем доме Прямо напротив университета Большая часть её жизни Проходила в одной из двух точек За стальной дверью на девятом этаже С книжкой в руках Или под брюхом стареющего вуза Тоже среди книжек Изредка в этот график Вторгались рейды по секонд-хендам Её гардероб состоял из чёрного, коричневого и белого Отступления не допускалось И прогулки со Стасом В последнее время Раз-другой в месяц Такая жизнь её устраивала Сколько бы ни сокрушались родные Призывая её То завести молодого человека То перебраться к ним в Москву То устроиться секретаршей в мэрию Дядя Игорь поможет А платят куда как лучше Чем в этой твоей избе читальни Иногда им почти удавалось убедить Киру Не по первому пункту, конечно Но потом до неё доходило Чего это будет стоить Новые места Новые люди Новые проблемы Зачем что-то менять? Когда и так всё хорошо Закрывая зонт в подъезде Вытирая ноги о коврик Кира почти пожалела Что у неё никого нет Её бы встретили Успокоили Разобрались бы во всём Но было бы и много другого Ненужного Взгляды Слова Прикосновения А Стас ей поможет Ничуть не хуже Она кимнула консьержки На ходу сняла берет И остановилась перед почтовыми ящиками После библиотечной мглы Здешние краски ласкали взгляд Молочные потолки Нежно-персиковая штукатурка Сами ящики Новенькие Густого винного цвета Сверху Лила янтарный свет люстра Стилизованные лампочки свечи Красиво отражались в зеркале Занимавшим целую стену От пола до потолка Выудив из ящика Счёт за электричество Кира мельком взглянула на себя Никаких провалов Под бровями, конечно же И направилась к лифту Засыпать Опять придётся С диазепамом В ультрамариновом небе Сияла её госпожа и покровительница Срывая покровы Принцесса всего земного Аллей и цветников Скульптуры фонтанов Беседок и дворцов Оплетённых паутиной кварцевых дорожек Воздух благоухал Жасмином и сиренью У принцессы были длинные золотые косы Тонкие белые ноги Синяя юбочка И огромный малиновый бант на груди В руке сверкающая пурпурная брошь Этой ночью ей предстояло много дел И главное Разгадать тайну незнакомца в маске Который ночь за ночью Ускорзал от неё Слева что-то шевельнулось Полыхнуло багрянцем Мгновенно обернувшись Принцесса заметила край плаща Исчезающий за живой изгородью в конце дорожки Вот он В один удар сердца Она была на месте Но незнакомец уже скрылся Там, где ступали его ноги Среди прозрачных кристаллов Трепетала авая роза Вдали сверкнула вспышка Принцесса улыбнулась Погоня будет долгой Бесшумными молниями Они метались по саду Не давая друг другу передышки Ни на миг не прекращая игру Луна постепенно меркла Чёрные облака расползались Над кронами деревьев Стволы в аллеях смыкались Всё тесней Просветы между ними Затягивал колючий кустарник Вскоре принцессе Уже не нужно было выбирать дорогу Сворачивать стало некуда Позади Стоило лишь отвернуться А плащ Всё звал и звал вперёд Розы падали и падали Внезапно ступни принцессы Пронзила боль Опустив глаза, она поняла Что всё это время была босиком Из голых подошв сочилась кровь С шипением впитываясь В стеклянную крошку Но его надо найти Надо Несмотря ни на что И она захромала дальше С каждым шагом Множа свои раны Розы на её пути становились Всё красней С деревьев опадала листва Потом кора Потом и оставшаяся Рассыпалась в прах А она Шла и шла Наконец След оборвался У широкого ручья Чёрные воды Несли толстые белые свечи Сочащиеся Алым пламенем Посреди потока Стоял тот Кого она так долго искала Высокая фигура В чёрном цилиндре И чёрном плаще В чёрном смокинге И с чёрной тростью В руках В белой рубашке И белой маске Под которой Ничего не было Он поманил Принцессу ладонью Не чувствуя ног Она повиновалась И вошла в ручей Вверх по бёдрам Пополз Мёртвый холод Незнакомец указал На воду Склонив голову Принцесса увидела Золотые косы И большие голубые глаза Но человек в маске Склонился И провёл Под отражением Длинным чёрным ножом Ведь трость И только Привиделось Трости у него Быть не могло По образу В ручье Пробежала рябь И пол вздоха Спустя Течение уже Несло его Как сорвавшийся Лист кувшинки Как облако Грязной пены А кровавое пламя свечей Пожирало Большие голубые глаза И золотые косы Пока не выяло Совсем Теперь из воды На принцессу Смотрела Острое мышиное Личико С родинкой на щеке Серое И жалкое И только Зрачки Блестели Тёмными Мраморными Шариками Кто это Спросила Принцесса Хотя Принцессой Уже не была И знала Это Кто Вместо ответа Некто в маске Вновь запустил Ношу В ручей И повёл Рукой Потом Было только Красное Много Красного И боль И в пустой Одинокой Квартире Закричала Девушка Камешек По низкой кривой Полетел в пруд Тёмный силуэт С воздетой Дланью Разбился В дребезги Но тут же Начал склеиваться Обратно Не надо Поморщилась Кира Встретив Недоумённый Взгляд Добавила Не надо И всё Не надо И всё Ну ладно Смущённо Пробормотал Стас И тут же Смутился Ещё больше Он плохо Выговаривал Эл В некоторых словах Получалось Похожее На Уадна Извини Если что Да нет Ничего Просто Сон Дурацкий Приснился Не хочу Вспоминать Суббота Выдалась Тёплая Ясная Ясная Но Людей В парке Почти Не было Наверное Все ушли На какой-нибудь Очередной Концерт О котором В библиотечных Подвалах Не говорят Или Остались Дома Проживать Свои Семейные Жизни Пооголившейся К зиме Аллея Плелась Женщина С лысым И вышом Лет пяти На пластмассовом Стуле Перед тиром Сидел Старичок Мурлыча Себе Под нос Откуда-то Слева Доносилось Шпигель Ко мне Ко мне Мать твою Кира Со Стасом Устроились На скамейке Возле памятника Ильичу У самой воды И глядели На листья В пруду Оставшись Без камешков Стас Беспокойно Потирал ладони Оглаживал Брюки Подергивал Плечом И ничего Из этого Не замечал Ну вот Тебе еще И снов Не хватало Да ты Не волнуйся Всему Есть Объяснение А это Точно Не сестра Кира вздохнула Ты же знаешь Вика не приезжала Два с половиной года Постоянно обещает Но все время Что-нибудь Не получается Ну и вообще Мы с ней никогда Друг на другом Не шутили Стас Искоса Посмотрел на нее По-другому Он не умел Но сбоку Было Не так заметно Что Совсем Что совсем Совсем Не шутили Ну да Не хотелось Как-то Ага Он помолчал Провел ладонью По проплешине На затылке А в машиностроителей Нам вчера Как раз Про двойников Рассказывали А опять ты В эту свою секту Ходил Да не секта Это Куб Просто Только ведь Ничего не заставляют Делать Только лекции Читают Ну вот Двойники Есть у каждого Но они Прячутся В астральном Измерении Может твоя копия Сфотографируась И решила Передать тебе Привет Дурак Ты зачем Такое говоришь Мне же страшно Ой Прости Я не хотел Мама с малышом Обогнули пруд И поравнялись С их скамейкой Ребенок Повернул голову И Кира Поняла Вдруг Что это Девочка Обретая Наголо Правую щеку Излепили Пластырем Один глаз Как будто Оплыл И умер Другой Глядел Холодно И колючий Не по-детски У нее Только в одном Глазике Рак Сказала Вдруг мать От нее Пахло Алкоголем А второй Был нормальный Но она Окно Разбила Пять часов Операция Шла Кира Отвела Взгляд И неприятная Пара Удалилась Старик Ни с того Ни с сего Затянул Что-то Древнее То ли Антонова То ли Добрынина Из-за спины Памятника Выползла Туча Накрыв Своей тенью Землю И воду Пойдем Отсюда Сказала Кира И встала Со скамейки Мне здесь Не нравится Солнца Все равно Уже не будет Стас Покорно Заковылял За ней Он Всегда Сутудился Но рядом С Кирой Которая На каблуках Была ему По грудь Если б Ей Вздумалось Надеть Что-то С каблуками Окончательно Превращался В горбуна Квазимода Подумала Она Взглянув На него Дрессированная Собачка Но ты Ведь придешь Еще Не знаю Если погода Хорошая Будет Но Завтрашнего Дня Обещали Дожди Ну и Что Посидим У меня Чай Попьем Я тебе Аттракционы Покажу Бесплатно Ты 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 Не Во Всех Буа А Вот В Зеркальном Лбинте Буа А в Комнате Смеха Нигде Не Была Да И не Хочется Что-то А Разве Можно Когда Никто Не Видит Там Можно У Меня Кьючия Цех Построек А Напарник Пьет Все В Емя Я Его И Не В В В Почти Раз В Недею Если Выйдет Уже Круто У Меня Эктричество Прямо Из Дежурки Включается Где Надо Там И Зажигаю Ну Ты Где Еще Такое Увидишь Стас Хватит Мне Сейчас Не До Этого Он Изменился В Быстро Все Забываю Ну Давай Я Попробую Разобраться Я Же Всегда Тебе Помогал Мимо Что-то Шелестом Пронеслось Заставив Киру Вздрогнуть По Алея Со Всех Лап Мчалась Лохматая Колли За Ней Задыхаясь От Натуги Но Так же Бешумно Бежал Лысый Мужчина В Спортивном Костюме Стас И Кира Смотрели Им След Пока Оба Не скрылись За воротами Парка Старику Пруда В последний Раз Прохрепел Что-то Про Любовь И Звезды И Замолк Тучи Над деревьями Все Сгущались Слизывая С пейзажа Последней Краски Но Как Ты Мне Поможешь Стас Так Я Ведь Шарю Немножко В Компьютерах Ты же Знаешь Не Хакер Но Кое Что Умею Может Вычислю Его По Поежилась Ну Того Кто Это Шлет С Чего Ты Взял Что Это Мужчина Стас Залился Румянцем Ну Я Просто Я Име Увиду Ну Ладно Ладно Только Я Не Могу Позвать Тебя Домой Ты Же Помнишь Да Да Помню Ну И Как Тогда Дай Мне Пароль От Почты Я Со Своего Ноута Все Посмотрю Ты Что Ахнула Кира Там же Личная Ей Показалось Крик Разнесся По всему Парку Оба Притихли Со Стороны Пруда Что-то Глухо Булькнуло Стас Покраснел Гуще Прежнего Хорошо Хорошо Поню Они Побрели Дальше А я А у тебя Пальто Красивое Я Говорю Зеленое Такое Это Коричневый Машинально Поправила Кира И я Купила Его В прошлом Году И я Купила Его В прошлом Году Ну да И беретка Мне нравится Хм Мне тоже Ну ты Вообще Красиво Одеваешься А то К нам Ходит Вкуп Одногодка Понемногу Кира Расслаблялась И вскоре Они уже Болтали Как ни в чем Не бывало Пока Дошли До Троллейбусной Остановки Припустил Дождь Стас Отказался Уже затянула До конца разговора Но они успела Прочистить Трех страниц Как за стойкой Кто-то Рубко Кашлянул Обслуживая Читателей Она старалась Глядеть на них Как можно Меньше И по выражению Сестры Пряталась За волосами Однако Запрос Протянутом Бланки Оказался Таким Неожиданным Что Не посмотреть Хоть одним Глазком Было Нельзя Студент Жался Краю Стойки И старательно Изучал Трещины В стене По виду Старшекурсник Высокого Роста Но Очень Сутулый Еще Он Заметно Косил А Рожеватая Поросль На темени Затылки Над висками Уже редело Все его существо Излучало Такую Неуверенность Что Кира Удивив Саму себя Заговорила Первой Так вам Нужен Схимник Де Куатье А я Как раз Его читаю Хорошо Пишет Парень Разинул Рот Словно К нему Обратилась Картотека Или катка С фикусом Потом Неразборчиво Ни к месту Извинился И попросил Брэдбери Получив Желаемое Станислав Рябинин Студент Пятого Курса Социологического Факультета Как гласил Его читательский Билет Молниеносно Скрылся А потом Начался Перерыв И Кира Забыла Про него Но Через неделю Он вернулся В то же время И сам Завязал С ней Беседу Долго Разногольствовал О прочитанной Книге Затем Стал Расспрашивать О схимнике Кира отвечала Сухо И немногословно Надеясь Его Отшить Однако У него Нашлись дела Библиотеки И на следующей Неделе И на следующей И снова И постепенно Она Она К нему Привыкла Говорили В основном О литературе Благо Что Вкусы У них Почти Совпадали Коэлью Мураками Ричард Бах Иногда Он Рассказывал О себе О каких-то Эзотерических Клубах О религиозных Спорах В которых Регулярно Участвовал И непременно Побеждал За пределами Библиотеки Они не встречались Ни разу И даже Не обсуждали Подобную Возможность Так Продолжалось До выпускных Экзаменов В июне Станислав Предстал Перед ней Плохо Сидящей Двойке И объявил Что теперь Он больше Не студент А дипломированный Специалист Что ему Предложили Хорошую Работу Поэтому Вальма-Матер Его больше Ничего Не держит Но Киру Он будет рад Видеть и дальше Вот телефон Звони Если что Ее номера Спрашивать Не стал Она Сама Давать И не подумала В августе Ее первый год На библиотекарском Посту Закончился И ей Дали Целый месяц Отпуска С которым Нечего Было делать Вика Не приехала Всей семьей Подхватили Какую-то Заразу От книжек Уже болели Глаза Телевизор Надоел От скуки Кира Позвонила Станиславу Тот Ответил Мгновенно Как будто Сидел И ждал Вызова В субботу Они пошли Гулять На набережную Еще Через пару Недель Прошлись По проспекту Ленина И так Мало По малу Вернулись К старому Графику Только Виделись Теперь в людных Местах А Станислав Незаметно Превратился В Стаса У Киры Лет с Двенадцати Не было Ни подруг Ни друзей И явные Потребности В них Тоже Но Стасой Подходил Идеально Он Никогда Ничего Не просил Только Предлагал Помощь Развлекал Ее Как мог И главное Не представлял Угрозы При всем Немалом Росте И силе В нем Было Больше От ребенка Чем От парня Мужчины Как правило Не замечали Киры Но Тех Нескольких Случаев Когда Все же Заметили И оценили Ей Хватило На всю Жизнь Как же Пахло Того Бородатого Если бы Мама Не вышла Из подъезда Сколько И тогда Было Тринадцать Четырнадцать В прозрачных Глазах Стаса Не мелькало И намека На какой-то Интерес Кири Помимо Дружеского Первое Время Она Приглядывалась К нему Ну а В конце Концов Решила Что его Можно Не опасаться Он делал Ей комплименты Какие мог бы Придумать Четырехлетка В детском Саду Чтобы порадовать Воспитательницу Если у него Имелись Какие-то Отношения То Кира О них Ничего не Слышала А значит Их и не было Потому что Вся прочая Его жизнь Лежала перед ней Как на ладони Он Тоже Жил Один Хотя Об этом Тоже Не подозревал На всякий случай Она наплела Что квартиру Делит с невероятно Строгой Бабушкой Которая О некоторых Гостях И слышать Не желает Стас Не возражал Он вообще Никогда Не возражал Не жаловался Поступал Именно так Как ожидалось И ничего Не требовал Взамен Приличная работа Ему так и не перепала Каждые Два-три Месяца Начинались Поиски Нового места Грузчик Помощник Повара Чернорабочие Настройки Но Чаще всего Сторож В хиреющем Центральном Парке Его приняли До весны На мертвый Сезон Но могли Выставить И раньше Как уже Не раз Случалось Особенно Если Без спросу Разгуливать По Аттракционам По дорожкам Сверкающим В лунном Свете Среди Фонтанов Беседок И За унывный Механический Голос Проскрежетал Знакомая Университет И Кира Пришла Ледяной Ледяной Заканчивается Размытой Заканчивая 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 Ну тогда И сама Не паникуй Может Я все-таки Проверю Твою почту А Я Сушай Но ведь Нельзя сидеть Сужа руки Давай Я посмотрю А если Ничего Не найду Позвонишь В полицию Или Куда Там еще Ладно Только Давай поскорей Стас Я боюсь И Не смотри Других Писем Ну конечно А зачем А ты Не бойся Потом Еще Смеяться Будешь Мне кажется Судьба Дает тебе Знак Какой Еще Знак А тут Сходу Не скажешь Думать Надо Пришли Мне СМС Я Покумекаю А ты Лучше Ложись Спать Да Как я Засну Теперь Стас Ты В своем Уме За мной Маньяк Какой-то Гоняется А ты Мне Спать Предлагаешь Ну Извини Только Ты Не Придумывай Всяких Маньяков Пока Ведь Еще Не Ясно Ничего И Попытайся Заснуть Все Таки Табетки Эти Свои Пеми Они Же Тебе Помогали Вроде Ладно Хорошо Попробую И вообще С тобой Бабушка Подъезд Под охраной Чего бояться То Люди Кругом Не переживай Хорошо Ну Все Тогда Бабушке Привет А Тебя Жду Пароль Но Розовых Снов Ей Снилось Что Она Блистательная Графиня Жарким Изумрудным Пламенем Дышали Факелы Камни Замковых Коридоров Мерцали Точно Спинки Майских Жуков Отражая Бесчисленных Рыцарей Дам Мудрецов Магов Шутов Собак Но Все Они Терялись И меркли В обжигающем Великолепии Своей Хозяйки Чело Ее Было Увенчано Алмазной Диадемой Совершенное Тело Пряталось В шелках И парче Стройной Каравеллой Рассекала Она Людской Океан Взлетая И Нисходя По Лестницам Сегодня Была Великая Ночь Много Месяцев Таинственный Воятель Не выходил Из своей Каморки На вершине Башни Не раз Через лук Просил Об отстрочке Испытывая Терпение Хозяйки Но Вот Наконец Труды Закончены Теперь Я Красота Останется Веках Переживет Бренное Тело И Многие Пухи Спустя Будет Повергать Потомков Трепет Мрамор Не Стареет Не Знает Увиданий Недугов Не Рассыпается Жалким Прахом Такова Доля Бессмертных Минова Ворота Башни Графиня Начала Восхождение В Пятьсот Пятьдесят Пять Ступеней Лестница Лозой Обвивала Базальтовый Ствол Круто Устремляясь К небесам Подъем Был Трудным С Каждым Витком С Виток Графиня Все Больше Редело Люди Садились На Холодный Камень И Больше Уже Не Двигались Зеленое Свечение Постепенно Блекло Факелы Теплились Тусклыми Болотными Огоньками Настал Миг Когда Она Обернулась И Не Увидела За собой Никого Вместо Пожей И Министрелей По Ступеням Теперь Взбирался Зеленый Туман Значит Пути Назад Нет Ввысь Только Ввысь Ее Мягкие Тухли Стоптались До Ниток Плиты Под ногами Царапали Нежную Плоть Потолки Со стенами Встречались Встречались Под Немыслимыми Углами Ломаясь И Кривясь Ядовитая Мгла Не Отставала Ненадюем Но Вот Она Перешагнула Пятьсот Пятьдесят Пятую Ступень И Увидела Перед Собой Открытую Дверь В Проеме Ждал Ваятель Смутная Тень В черном Бархате И С черным Резцом В руке Он Взял Графиню За руку И Повел В комнату В Коморке Не Было Ни Окон Ни Очага Ни Скамей Только Неподвижная Фигура Накрытая Багряным Полотнищем Указав На нее Ваятель Молча Кивнул И Графиня Сдернула Покров Вместо Гладкого Мрамора Ее Взгляду Предстала Землистая Мертвая Плоть Сухие Волосы И Стеклянные Глаза Что За Насмешки Хотела Вскричать Графиня Как Ты Посмел Дурачить Меня На Несуществующем Лице Того Кто Стоял Рядом Черной Дырой Провязалась Улыбка Потом Он Приставил Резец К подбородку Гостьи И Медленно Медленно Провел Первую Линию Ослепительно Алую Линию На Тонкой Белой Коже Она Долго Не выходила Из душа Глядя Как струи Воды Сбегают По ее Впалому Животу И Худеньким Бедрам Стекают Слив Загадочно Бурлят И Навсегда Исчезают Как Хорошо Что Они Не Красные Сон Из которого Она С криком Вырвалась В четыре Утра Еще Рыскал Где-то Поблизости Но Здесь Под защитой Горячей воды Ее не Найти Сегодня Все равно В выходной Можно Стоять Под душем Хоть весь День Или Всю Жизнь Лишь Бы Больше Не Засыпать Кира Закрыла Кран Оперлась Рукой О стену И На миг Застыла Прислушиваясь К тишине Сейчас Ей Хотелось Бы Чтобы У нее И вправду Была Бабушка Но Во всей Квартире Не слышалось Ни звука Только Кап Кап Капли Постукывали Поймали В бледно-зеленом Кафеле Неясным Пятном Белело Ее тело Разбитое На мелкие Квадраты Почти Красивое Для Кого-то Потом Она сидела У окна С остывающим Чаем Кутаясь В плед И Смотрела На бесконечный Дождь Компьютер Затаился В углу Хищным Зверем На сегодня Ему добычи Не достанется Никакой Больше Почты А Вика Может И позвонить Если Сильно Надо Сейчас Важнее Стас В одиннадцать Он действительно Позвонил И Возбужденным Голосом Заикаясь Отчитался Что После Бессонной Ночи Нашел Зацепку И Сейчас Устанавливает Какую-то Хитрую Программу С которой Вычислить Отправителя Раз Плюнуть Только Достать Ее Сложновато Поэтому Терпение И еще раз Терпение В его Тони Кири Почудилась Странная Веселость Но Своим Оголенным Нервом Она Сейчас Не Верила День Тянулся Дождь Хлистался Сильней А чая Кофе У Киры Уже Болела Голова И бурчала В желудке Ни книжек Ни телевизора Она Себе Позволить Не могла Лучше Быть На стороже Несколько раз И мерещилось Что кто-то Возится Замком Потом Напугала Взерошенная Ворона Слетевшая На карниз Может Стас И прав И когда-нибудь Ее все это Покажется Смешным Но Влюбился Школьник Какой-нибудь И щелкает Из-за угла Тоже Маньяк Нашелся Или Сидор С исторического Говорят Старикан За каждой Юбкой Гоняется А на Киру Он так Неприятно Посматривал В последнее Время Нет Ей все равно Будет Не до смеха Но вот Вика Просто Обхохочется И назовет Ее дурочкой Как в детстве Как всегда Ближе К шести Серая хмарь За стеклом Начала сгущаться Крыши Соседних Домов Отступили За пелену Дождя Зажглись Фонари Но их Рыжие Ореолы Тлели Сами По себе Ничуть Не разгоняя Мрак Вдруг К ним Пришло Неожиданное Подкрепление Вдали Сверкнула Молния Другая Третья И вскоре Город Встречал Запоздалую Осеннюю Грозу Через улицу Мигал Пустыми окнами Университетский Фасад Небесный Стробоскоп Высвечивал его То слева То справа Наделяя Подобием Жизни Кира Задернула Шторы И села На диван Обхватив Колени Иногда Ее Донимала Вечерами Легкая Дрожь Но Сегодня Трясло Сильнее Обычного Каждый Раскат Грома Для которого Словно И не Существовало Пластиковых Окон Отдавался По телу Взрывной Волной Быть может У ее Двери Уже Стоит Темный Человек Смотрит В глазок И тяжело Дышит Заверещал Мобильник Кира Не сразу Попала Пальцем Зеленую Иконку Ура Завопил Стас Без всяких Предисловий Готово Все Готово То есть Я Разобрался Не кричи Так У меня Голова Болит Ну и Что Там Что Да Ничего Страшного Как Я и Думал Наоборот Все Очень Очень Хорошо Зря Ты Так Беспокоилась Тебе Даже Понравится Ты Нашел Его Кто Он У Киры Вспотели Ладони Телефон Грозил Выскользнуть Из рук Он Очень Хитрый Радостно Сообщил Стас Но Безобидный Правда Я бы Сказал Большой Озорник Я его Даже Знаю А Скоро Узнаю Еще Улучше Ну Хватит Уже Темнить Как Ты Не Понимаешь Я же Психую Кто Он По Телефону Не Объяснишь По Интернету Тоже Мне Надо Кое Что Тебе Показать Приезжай Она Раскрыла Рот Потом Закрыла За окном Снова Полыхнула Как Это Приезжай Ну Вот Так Приезжай И Все Не Пожалеешь Честная Сова По Другому Не Поучиться Я Ведь Не Домой Тебя Зову У Меня Тут Ком Прямо В Дежурке Конечно Я И Сам Мог Б К Тебе Но У Тебя Ж Бабушка А У Меня Дежурство Да Ты Хоть За Окно Смотрел Там Ж Гроза Ага Гроза Сказал Он И Кира Словно Воочию Увидела Как По Его Лицу От Уха До Уха Расползается Улыбка И Дождь Весь День Но Я Пока Занимаюсь Всеми Этими Делами Тоже Ведь До Нитки Промок И Ничего Такси Возьми Я Думала Ты Весь День За Компьютером Сидел Не Только Пришлось Съездить Кое Куда Зато Теперь Полный Порядок Ну Давай Приезжай Неужели Тебе Не Интересно Кто Над тобой Подшутил Так Это Розыгрыш Сто Пудов Хотя Может Разыгрывали И Не Тебя А Кого Тьма Снаружи Прижалась К окнам Черной Мордой Давила Лапами На Стекло Все Ни Сова Больше Такси Я Тебе Оплачу Позвони Как Выйдешь Встречу Ухода В парк Несколько Мгновений Кира Сидела Тупо Слушая Короткие Гудки Потом Встала И Начала Собираться Стас Еще Никогда Не Был При ней Таким Лаконичным Прямым Уверенным В себе Но Если Он Говорит Что Разобрался Так Оно И Есть Врать У него Никогда Не Получалось Даже По Телефону Пока Она Вызывала Такси Одевалась И Рисовала Брови Тревожный Холодог В груди Потихоньку Рассасывался Но До конца Так и Не Растаял Засел Ледяной Горошинкой Где-то Возле Сердца Дверь Квартиры Никак Не хотела Открываться Не Отпускала Ее Но К Лифту Кира Выходила Уже Почти Без Опаски Таксист Дородный Рыжаус И Дядька Тоже Оказался Совсем Не Страшным Едва Завидев Ее Он С Неожиданным Проворством Выскользнул Под Ливень Обежал Автомобиль И Распахнул Дверцу Кире Это Понравилось Прежде Ей Доводилось Ездить На такси Только В Компании Вики Забившись В углу Пока Сестра Болтала С водителем Толстяк Похоже Радовался Грозе Всю Дорогу Балагурил Травил Байки Из армейской Юности И Распевал Кинчиво С ним Было Легко Забыть Куда И зачем Они Едут Но Через Двадцать Минут Очередная Молния Высветила Справа Знакомую Желтую Арку С лепниной И Долговязую Тень Под ней Стас Тут же Подскочил В такси Расплатился Отобрал У Киры Зонтик И вручил Другой Огромный Потом Велел Не отставать И потрусил В парк То и дело Бросая взгляды Через плечо От него Вроде бы Пахло Одеколоном Но Сырая Апрель Дождя Все Перебивало Пади Пойми А вот Глаза Обманывать Не могли На нем И в самом деле Был костюм Та самая Синя Двойка Только Мокрая Насквозь Ты чего? Крикнула Кира Еле слыша себя Саму Да у меня Свидание Сегодня было Отозвался Он из-за плеча Не успел Переодеться Пошли быстрее А то вымокнешь Вся Октябрьская Гроза Застала Парку Расплох Все вокруг Как-то Съежилось И поникло Даже Вощь на постаменте Словно Бы сгорбился И указывал Уже не вдаль А на взбесившийся Прут у своих ног С полохи Небесного огня Выкрашивали его Безглазое лицо В электрический Зеленый Когда за деревьями Наконец Показалось Административное здание Кира Кира уже Кляла себя За глупость Стас Идиот В такую погоду И Бобика На улицу Не выгоняют А он Затащил ее К черту На кулички И непонятно Вообще Ради чего И еще Это его Свидание Так он Чем Не прошли Трех шагов Как свет Погас Так простудишься Прости Ладно Пойдем Включим Щиток Я в электричестве Не разбираюсь Ай не надо Фонарик Подержишь Щитовая Совсем рядом За углом Ну пошли Пошли Я же Извинился Кира Отвернулась В парке Не было Ни души А может Кто-то Все-таки Был Но Прятался Смотрел Ждал Тяжело Дышал Утирал Влагу С лица Она Неохотно Кивнула Стас Просеяв Указал На боковую Аллею И зашагал В ее сторону Теперь Он оглядывался Все чаще С явным Беспокойством Идти Было Действительно Недалеко Через 100 метров В дожде Обозначился Ломанный Контур Какой-то Большой Постройки Вблизи Зубцы На крыше Обернулись Сколоченными С фанеры Кристаллами Когда-то Разноцветными Теперь Облезлыми И одинаково Серыми В осенней мгле Стены Покрывал Узор Из красных Белых И черных Треугольников От которых Пестрило В глазах Даже В разгар Грозы Над Обшарпанной Металлической Дверью Висела Вывеска С единственным Словом Лабиринт Кира В ярости Уставилась На Стаса На лоб И слетела Прядка Волос Капли Дождя Настырно Лезли В глаза Ты зачем Меня сюда Привел Но я же Сказал А при чем Здесь Лабиринт Да у нас Ведь и Щитовая Тут Пробарматалон Отводя Глаза Потому И неудобно Чуть что Тащи сюда И хоть ты тресни Но успокойся Пожалуйста Я сама решу Когда мне успокоиться Ну до конца Так до конца Повторил Стас Со вздохом И нашарил В карманах Ключи Затем фонарик Дверь подалась Не сразу И на его усилие Ответила Протяжным Скрипом От которого Киру Спас лишь Грохот С небес Вопреки Ее ожиданиям Внутри Было Тепло Пахло Тоже Приятно Чем-то Цветочным А Через черные Занавески Отгораживающий Тамбур Как будто Даже пробивался Свет То есть Электричество Все-таки Есть Это аварийное Освещение В щитовой Как раз А зачем Тогда фонарик Ну Замялся он Эту систему Тоже иногда Вырубает Я Подстраховался Идем Раздвинув Занавески Он Поманил И за собой И они Вступили В лабиринт Это Было Царство Трех углов Все Вокруг Имело Три стороны Три грани Трех соседей Лоскуты Стоптанного Пола Их близнецы На потолке Зеркальные Стены И во все Три стороны Рикошете От призмы К призме Бесконечно Множусь Разбегалась В разных Ракурсах Одна и Та же Картинка Она И Стас Стас и она В чахлом Свете Фонаря Похожая На призраков Куда Бо Кира Не смотрела Она Везде Встречалась С глазами И с самой Собой Но на этих Кир Глядели Уже Другие А на тех Третьи И все Не молчали Только По лицам Белой Смолой Растекался Страх Но еще Где-то Вдалеке На уровне Пола Мерцали Зеленые Огоньки Теряясь В изломах Зеркал Стас Что это Не аварийка Ж Прошептала Она Не знаю Ответил Он Странным Голосом Наверное Гриша Баулосе Сменщик Мой Проверить Надо А то еще Пожар Устроит Пошли-ка Нет Не пойду Пискнула Кира И попятилась К стенке Подавая Пример Своим Бесчисленным Копиям Стас Покачал Головой Но Серьезно Кир Я Один Не справлюсь Нормального Освещения Там нет Сама Видишь Ну и Хватит Уже А Сколько Можно Играть Он Накрыл Ее Влажную Ладонь Своей И Мягко Но Настойчиво Повлек За собой Без труда Находя Дорогу Кира Послушной Куклы Поплела За ним Но То и дело Налетая На углы Но Почему-то Уже Не злясь Это Все Усталость Думала Она Ну Зеркала Зеркала Чего Пугаться То Включим Рубильник Потом Стас Все Растолкует И я Поеду Домой На такси И Вике Позвоню Пускай Себе Смеется И вообще Перееду К ним Не сидеть Жи Вечно Одной И о Бабушке Мечтать Огоньки Росли Разгорались Ярче И в итоге Превратились В толстые Зеленые Свечи В пятне Света Виднелось Еще Что-то Но Не успевала Кира Присмотреться Как Лабирин Делал Новый Поворот И Все Снова Закрывала Спина Стаса Наконец Они Очутились В шестиугольном Помещении По углам Которого И были Расставлены Свечи Цветочный Аромат Тоже Шел От них В центре Лежал Широкий Матрас Накрытый Красной Шелковой Пастыней Слева Бутылка Шампанского Ведерки Со льдом И Большое Игрушечное Сердце С надписью I love you Справа Серый Плюшевый Мишка Тоже Сердечком В руках По всему Полу Алые Розы Все вместе Отражалось Не только В стенах Но и В потолке Сплошном Полированном Зеркале Тебе Нравится Спросил Стас Я весь день Готовился У Гриши В долг Попросил Кира Сглотнула Но не смогла Вымолвить Ни слова Значит Нравится По его лицу Опять Расплылась Улыбка Фух Прямо Гора С плеч А то Ну Фотографии Уж не знаю Как ты Раздобыла Ящик С таким Адресом Но Придумано Здорово Если бы Все было Не по нарушку Я бы И сам Испугался А так Даже забавно Да ты Садись Находились Уже Она Села Но только Потому что Подогнулись Ноги Матрац Был Мягкий Шелк Нежно Шелестел Ха Но идея Крутая Маньяки Двойники И все Дева И Притворяюсь Так Хорошо Ты бы Актрисой Быть Могла Серьезно Только С фотками Я тебя Быстро Раскусил Вообще Ты Как только Их Увидел Особенно Предпоследнюю Не думаю Что ты Такая Смелая Я вот Никогда Не понимал Зачем Девчонки Себя В зеркалах Фоткают А теперь Понял Это Вы Так На себя Со стороны Смотрите Типа Чужими Глазами И ты Тоже Заухотела Чтобы я На тебя Посмотрел Толстый Такой Намек Стас Прошептала Прошептала Она Что На предпоследней Фотографии Да Будто Ты Сама Не Знаешь Усмехнулся Он Устроившись Рядом С ней Снимая Ботинки Давай 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 С тебя Пальто Сниму Ты Промокла Вся Здесь Тепло Я Специальный Обогреватель Приносил И даже Вешалку Вон Стоит Что Ну Хорошо Хорошо Он Достал Телефон Умеешь Ты Заводить Я Их Все На флешку Записал Рассматриваю Весь День Тьфу Глючит Опять Ты Извини Что Я Насчет Электричества Наврал Это Гриша Выключил Напарник Мой Который Аукаш По Сигналу Щиток То На самом Деле В дежурке Я Вроде Гаваил Даже Просто Мне Тоже Захотелось Для тебя Придумать Что-нибудь Такое Сюрприз Сделать Ага Вот Они Ну Гляди Раз уж Просила Вот Последнее Растрепанные Волосы Глиняная Кружка В руке Клячатый Плет В каждом Зрачке По маленькой Молнии Ну И Вот Бледное Тело Сложенное Из Мелких Квадратиков Вода Две Коричневые Точки Но Тут Я Сразу Все Понял Я Ведь Тоже Тебя Люблю Кир Тебя Ходили Как Представил Что Мы Голые Во всех Кира Завизжала Пронзительно Дико Оглушая Саму Себя Крик Летучей мыщи Заметался Между Зеркалами Но Не Нашел Выхода И Сяк И Умер Зеленые Язычки Пламени Пугливо Трепетали Мишка Повалился Набок Словно Доверенно Ему Сердце Пронзили Копьем В ушах У Киры Звенело Ненавижу Тебя Выдохнула Она Наконец Урод Извращенец Придурок Косоглазый На черта Ты мне Вообще Сдался Ты даже Говорить Толком Не умеешь Над тобой Весь Университет В голос Ржал Да Если б я Захотела Давно Б нашла Себе Нормального Мужика Меня В мэрию Работать Звали И С исторического Парень Один Заглядывается А ты Кто Такой А ты Себя Хоть В зеркале Видел Морда Пляшивая Но Оглядись Сам Увидишь Пошел Ты знаешь Куда А я Дура Тебе Доверилась Кира Я уже Двадцать пять лет Кира Дебил Да За мной Ведь Вправду Следят Тебя Еще Только Не Хватало А Шампанское Свое Засунь В одно Место Только Проводи Меня Сначала И Больше Чтоб Я Тебя Не Видела Не Не Слыш Лицо Стаса Темнело И Наливалось Кровью Но Она Уже Не Могла Остановиться Извергая Из души Всю Дрянь Накопившуюся За эти Дни Замолчав Наконец Она Оттолкнула Его И Поднялась На ноги Где Тут Выход Черт С тобой Сама Дой Дух Да Ты 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 Маньяк Сектант Полоумный Несколько Секунд Стас Пристально Глядел На Нее Потом Одним Движением Сгреб Ее Швырнул Обратно На матрас И Навалился Сверху Я Понял Это Ты Меня Так Специально Накручиваешь Последнее Испытание Посвящение Как В схимнике Ну До конца Так До конца Хочешь Играть Поиграем Можно И без Романтики Грубо Но Ведь Я Так Готовился Промок Весь Целый День Убил Она Кричала И Вырывалась Но Стас Одной Рукой Как Новорожденного Котенка Прижал Ее К Постелей Другой Стал Сдирать С нее Одежду Когда Он Добрался До Трусиков И Начал Раздеваться Сам У Нее Уже Не Осталось Сил На Сопротивление Запахи Цветов И Одеколона Заглушил Другой Более Резкий Также Несло Того Мужчин В Трениках Который Прижал Ее К Мусорному Баку В Трех Шагах От Дома И Также Белел В Окне Склада Его Тощий Зад Схлипывая Она Опустила Веки И Укрылась В Спасительной Тьме Откуда-то Сверху Донес Треск Пробившись Сквозь Пыхтение Стаса Ее Глаза Открыли Сами Собой Потолок Ничего Уже Не Отражал Ни Заревных Щек Киры Ни Ее Раздвинутых Ног Ни Голых Лопаток Самца Сдергивающего С себя Трусы Боксеры Зеркало Налилось Багровым Туманом Пошло Трещинами И Спучилось Рождая Маленький Стеклянный Вулкан И Наконец Взорвалось В это Мгновение Все Заслонило Волосатая Грудь И Кире Между Бедер Вонзилось Что-то Твердое Хищное Острое Как Бритва Но Шевельнувшись Раз или Два Затихла А потом Ее Вдавило В матрац Что-то Негромко Хлюпнуло Упало И разбилось Несколько Градинок В себя Она Пришла Уже На ногах По Бедрам Стекали Струйки Черные В Зеленом Свете Из Распоротых Ступней Сочился Жидкий Огонь Волосы Руки Грудь Тоже Покрывала Запекшаяся Кровь Но Не Ее В Зеркалах Мирно Дремали Тысячи Мертвых Стасов Ни О чем Не Жалея И Ни К Чему Не Стремясь У Каждого Из Спины Торчало Подюжине Осколков И Один Большой Затылко Кира Брела Ни Вперед И Ни Назад Ни Вправо И Ни Влево Натыкаясь На стены Там Где Ожидала Найти Пустоту Треугольники Теснили Ее Как Хотели За Ней Оставался След Из Крови И Алых Лепестков Но Возвращаться По Нему Было Нельзя Или Она Уже Возвращалась Зеркала Не Отвечали Ей Им Нравилась Ее Нагота Так Как Не Понравилась Бо Ни Одному Мужчине В Мире Когда Им Надоел Стас Они Стали Показывать Кире Ее Саму Тринадцатилетнюю Хнычащую Возле Мусорного Бака Малышку Плескающейся Вани Одинокую Библиотекаршу Прилипшую К монитору Почти Красивую Или Просто Красивую Свечи Догорали Отражения Колыхались И Перетекали Одно В другое Зелень Выцветала В черноту Кира Уже Не Надеялась Войти Но Ей Стало Грустно Как Будто Она Вот Вот Потеряет Что-то Очень Важное Чего Нет Ни У Кого Другого На Всем Белом Свете Хотя Ничего Белого Рядом Уже Не Было Только Ее Собственное Тело Маленькое И Бессмысленное Но Кто-то Ждал Ее Смотрел Из темноты Тянул За незримые Ниточки Направлял И Подталкивал Вел С одной Стороны На Другую И Настал Миг Когда Она Не Нащупала Зеркал Ни Слева Ни Справа Ни Сзади И Поняла Что Пришла Наконец В Немыслимой Дали Умирал Последний Зеленый Огонек С Нем Умерли Звуки Страх И Надежды Все Кроме Нее Самой Тогда Он Выступил Из Ниоткуда И Кивнул Ей Родинка На щеке Тонкие Губы Снулые Глаза Другого Лица Быть И Не Могло Кто Это Спросила Она Глядя Снизу Вверх Это Уже Не Я Он Снова Кивнул И Расправил Стеклянные Черные Когти Но Еще Не Ты Он Кивнул В последний Раз И Забрал У нее То Чего Не Имел Никогда Ей Снилось Что Она Проснется Но Это Был Всего Лишь Сон Но Это Был Всего Лишь Сон Продолжение следует